здравствуй дорогой слушатель у микрофона костя суханов а в руках у меня крайне редкое издание которое мне прислал из владивостока слушатель по имени владимир синичников и вам предстоит услышать этот очень интересный проект разделить его с нами ведь все проекты которые я делаю совместно со слушателями всегда имеет успех это определенно ваш выбор я повторюсь книга которую мне прислал владимир очень очень редко здесь собраны повествования о клане янковских кратце это настоящие охотники очень любящие природу я не буду долго рассказывать ведь вы все поймете просто прослушав эту аудиокнигу в этой книге под общим названием дальневосточная одиссея собрано несколько произведений все они посвящены охотником из клана янковских люди действительно уникальные я напомню что меценатом конкретной данной аудиокниги является владимир синичников из города владивосток друзья не забывайте сказать спасибо хорошему человеку за то что вот такие редчайшие вещи нам доводится услышать прочитать и вместе пережить я уже немного рассказывал об этой книге на видео которое есть на youtube канале актер костя суханов на сейчас прочту дарственную надпись и начинаем константину хорошему человеку делающему правильное дело подарок от большого почитателя данного произведения с уважением владимир синичников владивосток 7 сентября 2023 года огромное спасибо владимир надеюсь я не подведу на слушатели скажут свое мнение в комментариях самое время в тайгу на охоту мы начинаем поехали книга юрия янковского сына известного приморского предпринимателя и ученого михаила янковского посвящена легендарному зверю дальневосточной тайги тигру автор отличный охотник и знаток природы живо и увлекательно рассказывает о своих таежных скитаниях и полной опасности охоте на тигров юрий михайлович янковский полвека охоты на тигров моя первая охота на тигров мне было 11 лет я вижу на вашем лице улыбку дорогой читатель но она преждевременно освоенность с положением вещей большая сила вспоминается как я уже взрослым приехав в москву в течение нескольких дней не мог освоить трамвайное расписание мой шестилетний проводник серёжа знал на зубок все трамвайные пересадки и возил меня без запинок и ошибок по всей первопрестольной и так это было в декабре 1889 года приехавший с объезда табунов платон сообщил что в устье семивершинной паде в верстах шести от нашей усадьбы он нашел по указанию стаи ворон задавленную тигром нашу кобылицу желну хотя это и была обычная по тому времени вещь но жаль была лошадь которую все хорошо знали да и материальный ущерб был немалый как обычно в таких случаях платона отправили собирать по полям пасшихся лошадей чтобы к вечеру они не оставались на пастбищах и не стали добычей тигра отец стал собираться на охоту так как никого другого дома не было он согласился взять меня с собой местность где была задавлена желна была трудной и опасной для охоты на тигра это был ровный берег лебяжьего озера шириной в версту заросший камышами во многих местах рос молодой ольховый лес и идя по следу можно было наткнуться на тигра вплотную при этом было очень мало снега что отвлекало внимание охотника в поисках следов к тому же желтых камышах вообще тигра заметить нелегко мы тщательно стали собираться к охоте на тигра что всегда делал мой отец за этот урок я ему благодарен бесконечно так как отправляясь на серьезное дело нельзя быть не рассеянным небеспечным это впоследствии не раз спасала мне жизнь в опасных случаях однако у отца был только один винчестер для меня ружья не оказалось и я получил знаменитое платоновское копье никогда не забуду как я был горд этим помню мать благословила меня и сказала ну смотри если тигр схватит папу ты не теряйся кали зверя думаю немногие бы героини матери отпустили бы своих любимых сыновей в одиннадцать лет на тигра рабочий подвез нас верст пять по лебяжему озеру а дальше мы пешим порядком через камыши стали пробираться к туше убитой тигром лошади чтобы оттуда взять след для слежки помню какое сильное впечатление произвела на меня следующая картина на маленькой полянке на утоптанном снегу между ольховыми деревьями лежала наша растерзанная желна брюхо было разодрано все внутренности вывалились наружу пол стигна было съедено тигром стигна бедро ляжка при нашем приближении слетавшаяся нападаль стая орлов и ворон рассеялась скарканьем и клёкотом по вершинам ближайших деревьев видимо негодуя что мы мешаем им пировать на щедро оставленный тигром растерзанной лошади туши задавленной желны за ночь успела сильно замерзнуть и голодные вороны с трудом клевали мясо осмотрев внимательно снег мы нашли место откуда тигр подползал к своей жертве причем когда он бросился на нее то сломал во время прыжка своей грудью скрывавшую ее замерзлую ольху в руку толщиной затем своим излюбленным приемом он как видно вскочил на спину лошади схватил зубами за лен и свернул его одним движением лен шейная хребтина нужно сказать что по силе своих мускулов тигр не может сравниться ни с каким другим живым существом обследуя дальше мы выяснили что в последний раз тигр был часа за два до нашего прихода поел мясо из заднего стигна его любимое блюдо и ушел к озеру отдыхать в камышах разобрав следы мы принялись за слежку на дело шло тихо так как помощник я был слабый следы из отающего снега терялись да и сам тигр за свое двухдневное пребывание напутал много следов когда отошли дальше следить стало легче тигр мы нашли свежую лёжку как видно заслышав наши шаги стал уходить от нас прячась в камышах но как всегда своим излюбленным приемом свернул в сторону чтобы проверить идем ли мы преследуя или случайно набрели на него во всяком случае он был где-то близко но я даже не отдавал себе отчета насколько это был опасный момент терпение тигра могло иссякнуть от нашей настойчивости и он мог сделать засаду и броситься на нас все это я конечно понял много лет спустя тогда же под защитой отца я был спокоен пройдя еще некоторое время по следу и убедившись что спугнутого тигра в этот вечер уже не догнать отец повернул обратно тигр уходя от нас крутил делал петли через свой или наши следы прячась за пни колоды в продолжение почти двух часов зимний день кончался мороз сильно щипал мой нос обратно мы решили идти домой напрямик через горы что сокращало расстояние до трех с половиной верст отойдя с полверсты от следов тигра мы увидели стадо из пяти оленей несмотря на то что они были на очень большом от нас расстояние отец не удержался и выстрелил но неудачно дал промах домой мы пришли уже ночью мать конечно сильно беспокоилась не случилось ли с нами несчастье во сне эту ночь я видел тигровые следы на следующее утро нас вновь отвезли по озеру и мы пошли проверить приходил ли тигр снова покушать мяско к нашему сожалению он не появлялся и только увеличилось количество орлов и ворон клевавших мерзлое мясо мы отправились на оставленный накануне след и пошли по нему пройдя верст пять мы убедились что тигру не понравилось наше хождение за ним а возможно и выстрел отца и хищник взяв прямое направление границы уходил не останавливаясь грустные мы возвращались домой мне так хотелось увидеть живого тигра отец сообщил что он ушел и вернется только месяца через два-три чтобы снова задавить лошадь сожалению его слова подтвердились не представлял я тогда что не так-то легко увидеть живого тигра и так время шло тигры приходили и уходили ежегодно я ходил с отцом на тигра но не только убить но и увидеть его живьем удачи не было я уже частенько бил косо иногда и олени брали меня однажды зимой в тайгу куда ездили с палаткой в декабре месяце но это было только раз как неудачно расти когда у тебя есть старший брат а мой брат александр был старше меня на три года конечно его брали в первую очередь к счастью на охоте наши шансы несколько уравнялись я был шустрее и физически сильнее и любя лошадей значительно лучше ездил верхом ружье мне конечно также всегда доставалось самое плохое но это меня не расстраивало у меня была старая берданка казачьего образца давно уж отслужившая службу ложа была расколота и перевязана бечевкой но по тому времени это было все же ружье и вот тщательно начищал и конечно любил и гордился им теперь но такие ружья даже не смотрят время шло население нашего района увеличивалось охотники прибывали леса врубали и выжигали тигры убывали и меня это убивало приходить они к нам стали редко но и приходя не задерживались и желание добыть тигра у меня росло я энтомолог летом 1894 года отец как известно энтомолог и ориентолог получил предложение от великого князя николая михайловича большого любителя бабочек снарядить на лето в корею экспедицию для сбора коллекций так как я и брат уже несколько лет помогали в коллекционировании нашему отцу и могли самостоятельно работать он поручил эту миссию нам то время корея была совсем дикой и я знал от приходящих к нам корейцев что там водится много тигров это особенно и прельщало меня сев на проход во владивостоке в одно ничем не отличавшееся утро мы на другой день высадились в гензане откуда перебрались верст за 40 в дикие горы среди которых и пробыли три месяца обосновались мы вернее поставили палатку вблизи корейского монастыря в тридцати шагах от горной реки по берегам которой между волонами были песчаные площадки на другой день ловя бабочек мы обратили внимание на одиноко стоящую пустую фанзу в полуверсте от нашего табора которые были вырваны деревянные двери обклеенной бумагой местный житель кореец нам рассказал что приблизительно за месяц до нашего приезда тигр проломав ночью дверь унес одного корейца после чего остальные обитатели покинули фанзу через несколько дней как-то утром направляясь к речке мы увидели на песке ночные следы крупного тигра всего лишь в тридцати шагах от нашей палатки это конечно было сенсацией если тигр зимой умеет хорошо прятаться чтобы подкараулить свою жертву то летом прикрытием ему может служить любой куст обыкновенный тигр вообще не страшен если он не людоед или не слишком голоден тигр людоед встречается очень редко тигр становится людоедом если будучи голодным попробовать человеческого мяса через несколько дней следы появились вновь около реки у нас был сеттер барсик проявлявший иногда ночью сильное беспокойство и поднимавший лай а тигры вообще считают собачатину большим лакомством как-то пришел к нам сосед кореец мы показали ему следы тигра и он рассказал нам что в горах на расстоянии пяти верст от нас есть логово зверя но проводить меня туда категорически отказался заявив что если он будет моим гидом а я не убью тигра то хищник будет нстить ему и съесть него как видно мой не солидный возраст не внушал корейцу доверия я же всеми силами старался доказать ему свою охотничью и стрелковую солидность разбив для этой цели из берданы на расстоянии пятидесяти шагов маленький камень увы это не помогло однако на этом наше знакомство с тигром не закончилось по вечерам для ловли бабочек при помощи лампы мы ставили в ближайшем лесу специальную палатку которая делается из трех стенок и внутри которой подвешивается лампа прилетевших на освещенные стенки палатки бабочек легко ловить даже стаканом однажды вечером когда уже основательно темнело и мы с братом поставили палатку наш пес барсик стал проявлять сильное беспокойство и лаять затем сжаться нам под ноги как бы показывая что тигр подошел очень близко и хочет его поймать один из нас во всех походах и экскурсиях никогда не расставался с ружьем охраняя другого в этот вечер брат ловил бабочек а я стоял держа в руках ружье с взведенным курком так продолжалось около часу судя по переживаниям барсика и его яростному лаю он не был трусом тигр не хотел уходить а постепенно подбирался все ближе к нам иногда мы даже слышали хруст ветвей в кустах главное же несчастье заключалось в том что от света в палатке на в темноте ничего не было видно и мы могли бы увидеть тигра лишь тогда когда он появился бы в самой палатке принимая во внимание стремительность тигра во время нападения мы в короткий момент ничего не смогли бы сделать конце концов мы забрали лампу зажгли факел и ушли в палатку на той тигровой ночью наши испытания не кончились прошло еще несколько дней как-то утром к нам зашел сосед монах его фанза была шагах в 150 от нашей палатки внутри большого двора обнесенного каменной оградой с проходными воротами у самих дверей фанзы была грядка с посаженной молодой плантацией красного перца чистого выплатого он привел нас грядки и мы увидели на ней следы от огромного тигра вся плантация была вытоптана видно было что тигр долго на ней лежал и ждал по-видимому не выйдет ли ночью монах на прогулку но как видите счастья встретиться с тигром у меня не было а этим тигровым летом я часто бродил по окрестностям в надежде на желанную встречу вспоминаю все это сейчас убеждаюсь какие тогда были счастливые времена для охотника и может быть все кончилось бы иначе попадя в корею зимой когда деревья стояли без листьев и все вокруг было покрыто снегом счастье копится говорят охотники и это правда накопилось оно и у меня энтомологическая экспедиция окончилась удачно отец получил благодарность от великого князя а мы были горды успехами мы вернулись домой а тигры казалось остались в корее но пришла зима и один из них пришел к нам мой первый тигр это было 4 ноября 1895 года я воображал себя совсем взрослым охотником вместе с братом александром я возвращался утром с фазани охоты где пробыли три дня на расстоянии 20 верст от имения накануне выпал первый ранний снег глубиной в один фут мы ехали на телеге и спешили домой чтобы принять участие в зверовой охоте не доезжая трехверст до усадьбы в седеме мы пересекли следы прошедшего ночью через дорогу тигра так как с нами были только дробовые ружья мы поспешили за пульными дома к нам присоединился платон отца дома не было и поэтому его винчестер крупного калибра взял брат второй достался платону я вновь должен был довольствоваться своей старой берданкой как я уже говорил брат не был любителем кавалерии а поэтому мы отправились так александр на ленивом мире не из кокунчики я на чистокровном арабе саибе и платон на прекрасном киргизе соколики охота ожидалось серьезно так как на лицо были все данные настоящий тигр свежий глубокий снег мы заряжены огромным охотничьим пылом и на прекрасных лошадях перед отъездом мы вспомнили наставление отца быть осторожными внимательными осмотрительными так как тигр от верховой лошади далеко уходить не в состоянии если его зря перефорсировать он непременно сделать засаду и броситься на охотника день был чудесный солнечный больше часа мы ехали по следу я был весь в мечтах как бы мне ухитриться и вырвать победу других наверное тоже самое думал каждый из нас перевалив первую от дома пать озерную заросшую молодым густым дубняком не теряющим как известно на зиму своих сухих желтых листьев дающих возможность полосатому черно-желтому тигру в них удобно скрываться так как след был ночной мы сделали большой круг чтобы обнаружить свежий и только пересекая пать нашли его внутри сделанного нами круга продолжая ехать по косогору я неожиданно увидел впереди себя шагах в ста пятидесяти стоящего на небольшой возвышенности между желтых дубков тигра не успел я открыть рот чтобы сообщить путникам как тигр бросился под гору естественно пришпорив лошадей помчались но внизу было море дубника и тигр успел в нем скрыться мои спутники понеслись один влево другой вправо от следа оставшись один на следу я по правилам охоты не имел права его терять и должен был следить за ним след стал прыжками спускаться с горы скоро тигр перешел на рысь я ехал по следу сверсту вниз был промыт ров шириной сажение в 4 который тигр взял одним прыжком впоследствии я много раз проверял это предел прыжка тигра мне пришлось объехать ров кругом дальше след стал подниматься к вершине пади я проследил сверсту едучи все время рысью тигр не мог быть далеко от меня так как шел вперемешку шагом и рысью мои спутники исчезли казалось бесследно как потом выяснилось они оставив меня по следу гнать тигра и следить за ним сами решили заехать вперед и ждать зверю в удобном месте на перевале из озерной падив тигровый распадок продолжая ехать следом я неожиданно встретил ехавшего мне навстречу платона который крикнул эти игры сейчас не видел он только что проскочил здесь сюда влево мы оба бросились по указанному им направлению на ближайший холмик доскакав туда мы увидели шагах в ста пятидесяти от нас на косогоре соседней горки красавца тигра зверь видимо был ошеломлен такой смелой погоней стоя под молодым дубом он со злостью била дерево своим хвостом сухие листья дуба шумели от такой встряски я решил соскочить с лошади и стрелять но платон как плохой стрелок отговорил меня поедем ближе крикнул он и мы стали спускаться через овраг тигр бросился удирать все это произошло в один момент и будь у меня современная винтовка я не дал бы ему уйти убив его на бегу спустившись вниз мы вновь потеряли из виду тигра и стали его следить он сделал круг пройдя версты две вывел нас на старый след на ту горку откуда мы его вначале спугнули и пошел вновь своим старым следом где находился в то время брат мы не знали продолжая ехать следом версты три именовав место моей встречи с платоном мы вдруг со скалы над нами услышали голос александра что вы разъезжаете тигр давно уже ушел оказывается брат сразу прискакав вершину пади засел на скале чтобы караулить зверя когда тот пройдет под ним но прозевал его в кустах он не знал что тигр уходит обратно и что мы вновь обогнали его старым следом далее мы поехали следить втроем след перевалил тигровый распадок и пошел через него в табунную пать мы ехали рысцой спеша скорее догнать зверя нужно сознаться что азарт был настолько силен что мы потеряли контроль над возможной опасностью и не отдавали себе отчета что тигр с трудом уходит от нас мы забыли о том что так долго продолжаться не может а между тем катастрофа приближалась снег был глубокий тигру было трудно идти быстро мы гнались за ним на лошадях не останавливаясь поскольку позволяла местность выехав табунную пать мы увидели след спускавшийся в русло речки далее он пошел вверх по ней речка была извилистая берега ее густо заросли кустарником и ольховником заросшая полоса была шириной всего в сорок пятьдесят сажень далее по обе стороны тянулись полосами сенокосы на которых кое-где росли отдельные деревья местность была ровная ее можно было бы хорошо видеть поднявшись на бугор дальше от нас в полверсте вправо и влево от речки возвышались две горки на расстоянии шагов триста одна от другой оценив положение мы составили план охоты будучи убеждены что тигр не успел еще пройти через заросли речки скрывался в них платону была дана инструкция задержаться на следу до тех пор пока мы обскакав лесок с двух сторон и убедившись что тигр действительно не вышел из круга разъехались не займем горки затем он должен был ехать по следу и гнать тигра мы приступили к выполнению нашего плана все это конечно делалось молниеносно но мы выпустили из виду маленькую деталь тигр нас видел из чаще он не заяц чтобы его так гонять проделав полный круг и действительно убедившись что тигр из него не вышел мы разъехались и заняли наши позиции спешившись стали ждать того момента когда тигр появится между нами и мы сможем стрелять в него с двух сторон платон был от нас на расстоянии полуверсты прошло несколько минут томительного ожидания вдруг я услышал впереди шум и треск ломаемых веток и через момент увидел рыжую лошадь несущуюся по тому самому месту на котором мы ожидали увидеть тигра как мне показалось в первый момент у лошади был разорван живот и под ним болтались внутренности в начале у меня мелькнула мысль что тигр напал на одну из лошадей которые при табунном хозяйстве бродят всю зиму по полям как было и у нас но как только лошадь выскочила в редколесье меня сковал ужас это несся наш соколик с седлом под животом платона не было меня буквально волосы стали дыбом я сразу же понял чего мы добились своей облавы зверь явно заметил наш маневр его окружение и не желая попасть под пули устроил платону засаду напал на него и несчастный охотник теперь лежит растерзанным переживания мои были ужасными если принять во внимание что всю эту трагедию я переживал с остротой восприятия пятнадцатилетнего мальчика к этому еще примешивалась жалость к платону жившему у нас около десяти лет и страх ответственности перед отцом за то что мы забыв его уроки вели себя с тигром так легкомысленно как будто это был простой козел мгновенно я вскочил на саиба и помчался искать пострадавшего чтобы прийти к нему на помощь поскакав по следам соколика я был приятно поражен платон был жив он стоял бледный как полотно отряхивая себя снег и обчищая винчестер случилось подлинное чудо вот что рассказал платон как только он решил что настало время он тронулся по следу проехав не более четырехсот шагов внезапно из-за куста находившегося на расстоянии двадцати шагов на него бросился со страшным ревом залегший там тигр платона спасла резвость соколика который сделал молниеносный поворот однако тигр успел схватить лошадь за один скакательный сустав зубами за другой когтями но в этот же момент получил сильный удар подковы и ошеломленный убежал в лес во время резкого поворота седло свернулось со спины на брюхо и платон упал в снег как видно от долгой езды подпруга ослабела и седло свернулось тем самым спасая жизнь платону как выяснилось позже удар соколика оказался сильным но на счастье тигра не смертельным стальной шип подковы скользнул по черепу и на снегу мы обнаружили клок шерсти с головы зверя вскоре к нам подъехал александр мы многозначительно переглянулись почесали затылки и решили в дальнейшей погоне быть более осторожными перед нами была дилемма следить тигра медленно и дать ему время уходить но тогда его никогда не догонишь и не убьешь или если его действительно хочешь убить продолжать натиск с тем же темпом ежеминутно рискуя своей жизнью или стать коллегой когда тигр перейдет в контратаку день уже клонился к вечеру платон несмотря на пережитое вел себя молодцом хотя на время его пыл и остыл у соколика из ран сочилась кровь несмотря на это мы все же пустились преследовать тигра по следам было видно что он после нападения сделал несколько прыжков а затем пошел рысью вскоре перейдя в шаг забираясь в чаще поднимаясь на ближайшие скалы где готовил новое нападение однако начали спускаться сумерки и нам пришлось вернуться домой отложив преследование до следующего утра весь вечер мы с нами все обитатели имения особенно мама были возбуждены нашими приключениями и строили планы как мы должны действовать на следующий день как нам во что бы то ни стало хотелось взять тигра особенно много ценных советов дала мама которая в моих глазах была большим авторитетом стали мы на заре стремясь выехать как можно раньше так как были уверены что тигр за ночь постарается удрать подальше утро было ясно и морозное и казалось что все нам предвещает успех у соколика опухли от ран ноги его пришлось заменить звездочем крупным как и скакунчик ленивым мерином томской породы на него взгромоздился платон который был первоклассным ездоком на всякий случай мы прихватили с собой рабочего турнтаева бывшего солдата с тем если нам придется спешиться то оставить лошадей под его наблюдением ему дали бердану и посадили на рысистого жеребца золотого мы же с братом поехали на тех же лошадях на которых были вчера через час мы уже были на оставленном накануне следу поднявшись не более пятидесяти сажений мы обнаружили на выступе скалы лёжку где видимо тигр нас ждал чтобы повторить нападение а затем уже ночью поднялся и отправился дальше направляясь по следу мы решили строго держаться совета отца один из охотников все время едет по следу а двое других по бокам друг от друга на расстоянии пятидесяти сажений чтобы с разных направлений легче заметить залегшего зверя а в случае внезапного нападения быстро подать нужную помощь теоретически все это выходило прекрасно тигр сделал большой круг по дубнякам табунной паде заглянул в озерную перевалил в нашу падь пройдя в версти от усадьбы а затем направился на запад к выходу с полуострова хотя по прямой расстояние было всего верст восемь принимая во внимание проделанный нами по следу путь это расстояние по крутым горам и оврагам должно было составить двадцать пять верст тигр кружил охотился два раза скрадывал кос но ни разу не ложился видно было его стремление уйти за ночь как можно дальше проехав по следу семивершинную падь мы перевалили в медвежьей распадки и обратили внимание что в версте от нас в ольховнике на деревьях сидела и каркала большая стая ворон мы решили что след свернет туда и мы наткнемся на бывшее пиршество тигра остатки которого обычно доедают вороны и орлы однако мы ошиблись след миновал место где пиршествовали птицы и шел все время по перешейку наша бдительность оставалась все время напряженной мы миновали все три медвежьих распадка после чего след повел по густым камышам прямо с выхода с полуострова на перешей к шириной в две версты лежавший между морским заливом или бяжем озером и отдаляющий полуостров янковского от материка убедившись что тигр вышел с полуострова мы решили преследовать его дальше на материке тем более что в этой своей части он на расстоянии десяти верст был солнечно-печный не заросший лесом что давало большее преимущество при погоне на лошадях перешейк был болотист с непромерзлой землей что мешало проводить слежку по следу и мы оставив его сделали круг назад в объезд к берегу озера ломая тонкий лед речки рубикон мы выбрались на сушу и направились на тигровый след но убедились что он ведет вновь на полуостров почему тигр повернул назад мы понять не могли узнали об этом только позже след вел нас по болоту заросшему высокими густыми камышами параллельно берегу озера в направлении леска в котором мы видели стаю ворон болото было полупромерзшим лошади часто проваливались и порядок нашей слежки был нарушен каждый из нас постоянно завязая выбирался куда попало я часто думал впоследствии что напади на нас в этот момент тигр дело бы кончилось трагедией помощи мы друг другу оказать не могли а убить тигра в высоких камышах было почти невозможно наконец след вышел на заросшую густым орешником репу было уже два часа дня все порядком устали и проголодались это леска с воронами оставалось еще версты 3 обыкновенно считается что хорошо когда люди делаю одно и то же дело думают одинаково но тут на поверку вышло не так мы почему-то все были уверены что тигр скрывается именно в том леске в котором мы видели ворон а потому вели себя беспечно повесили ружья за плечи и поехали не цепью а гуськом след продолжал идти по репке густо заросшей средней величины орешником с еще не опавшими листьями почему-то платон ехал первым я вторым александр третьим а последним турунтаев проехав немного я снял из-за спины свою любимую со связанным ложем берданку однозарядку и положил я перед собой на седло как делал это всегда когда надо было быть на готове к выстрелу лошади наши шли друг за другом на расстоянии сажение не успели мы проехать и ста шагов как вдруг справа на расстоянии четырех сажений зашумели листья орешника и одновременно раздался рык нападающего тигра рык от которого казалось могла бы отлететь на стене штукатурка на нас с платоном разину впасть прыжком летела ласточкой красавица тигрица лошади как будто загипнотизированные встали как вкопанные на их глазах платон поднял руку с нагайкой чтобы стегнуть звезды чая отскочить мысль работала молниеносно ружье у меня было в правой руке нужно соскочить на ноги за лошадь взвести курок и тигр долгожданный тигр будет мой ибо скрыться он не успеет а лошадь скрывающая меня после первого момента испуга броситься удирать и не помешает все последующее произошло как во сне спрыгивая с лошади я успел увидеть занесенную руку платона затем видел момент когда тигр поднявшись на задние лапы передними оперся на круп звездоча и через мгновение схватил платона за руку и стащил с лошади я спрыгнул на землю одновременно взведя курок я даже не заметил как скрылись лошади в нескольких шагах от меня на снегу катался какой-то клубок человека с тигром действие происходило на кромке площадки над небольшим оврагом первый момент я не мог выстрелить чтобы не убить человека но в последующее мгновение тигр стал пятиться так как тянул свою жертву к врагу я так быстро соскочил и был готов к выстрелу что тигр схватив платона зубами за руку не успел хватить за другое место я вскинулся и на расстоянии трех шагов выстрелил тигру в бок получив тяжело ранившую его пулю тигр отпустил свою жертву взглянул на меня и круто повернувшись бросился в овраг достав из патронташа патрон и зарядив вновь бердану я вновь выстрелил по раненому тигру шагов на 30 в угон через овражек одновременно со мной выстрелил мой брат александр тигр с переломленным двумя пулями спинным хребтом упал и скатился на дно овражка он рычал и пытался подползти к нам будучи от нас на расстоянии двадцати шагов в этот момент платон вскочил на ноги и закричал стреляйте стреляйте его ребятушки мы его успокоили сказав что тигр уже не может подняться к нам на бугорок полюбовались немного на обезоруженного врага и добили его в этот момент мы увидели в расстоянии двухсот шагов наших лошадей удиравших с поднятыми хвостами тарунтаев также удирал от нас но в другую сторону и мы с трудом криками заставили его вернуться грустную картину являл собой незадачливый платон от новой суконной поддевки остались только одни клочья вата лезла изо всех дыр отчасти и висела на орешнике с головы до ног он был в снегу и крови его громадная борода была склочена и клок ее вместе с куском оторванной кожи висел на подбородке над левой брови зияла большая рваная рана такая же была и на затылке из правой руки из других ран текла кровь рукавицы с шапкой винчестер были затоптаны в снегу платон уверял что лежа под тигром он кричал спасите на заревом тигра я ничего не слышал и бы думал только об одном о спасении своего спутника посадив платона на лошадь турунтаева мы отправили его домой а сами осмотрели место засады тигра который проделал свой излюбленный прием пройдя несколько шагов дальше своей лежки он сделал круг и вернувшись залег в четырех сожжениях от своего собственного следа и бросился на нас в этот момент убитой оказалась тигрица а по наблюдениям старых охотников установлено что они чаще самцов нападают при преследовании промедление со стрельбой по тигру у моего брата произошло по его словам потому что он как и я охотился всегда с берданой а на этот раз из-за отсутствия отца вооружился винчестером рассчитывая для более быстрой стрельбы на магазин в шесть патронов но в волнении забыл об этом и запутался с затвором на это молодым охотникам следует обратить внимание насколько опасно иногда бывает в рискованной охоте делать подобную замену возвращаясь домой мы зашли в лесок в котором видали пировавших ворон там мы нашли действительно остатки задавленного дня за два до нашей удачной охоты пропавшего у нас годовалого жеребенка когда мы вернулись домой мать рассказала что пошла за швейной машиной когда вернулся платон и радостно сообщил а мы тигра убили при осмотре его ранения оказалось что раздроблена одна из костей правой руки за которую тигр тянул платона с лошади а также повреждены сухожилия мизинца и безымянного пальца все это сделала платона полукалекой на всю жизнь но все же он продолжал с нами ходить на тигров самые тяжелые переживания у нас были в течение двух дней в ожидании возвращения отца перед которым мы должны были держать ответ за покалеченного по нашей оплошности платона отец конечно сделал нам строгое замечание за легкомысленную погоню за тигром но вместе с тем он был очень рад что так храбро вели мы себя на охоте через несколько дней мы случайно узнали почему тигр в то утро вернулся на полуостров за озером в полверсте проходит почтовая дорога славянка барабаш по которой проходили знакомые нам охотники увидевшие тигра и обстрелявшие его с перепугу тигр повернул вправо но обстрел этот еще более озлобил его так закончилась моя первая удачная охота на тигра риск таежного охотника время шло тигры стали появляться все реже а если и появлялись то были осторожнее и подолгу не задерживались обычно они даже задавив лошади и пробыв одну или две ночи спешили уйти в тайгу а желание еще добыть тигра у меня возрастало вместе с тем уходить надолго в тайгу на охоту я не мог так как был очень занят работой по имению а помощника мне не было кроме того мне вообще не везло с охотой на тигра я убивал много разного зверя охотился удачно не пропускал ни одного случая походить по тигровым следам а счастья не было бывали случаи что при преследовании в тайге мельком удавалось увидеть зверя но стрелять по нему не приходилось утешали меня два положения первое я знал десятки отличных охотников промышленников которые годами жили в тайге и все же в течение своей жизни не убили ни одного тигра второе постепенно я понял что охота по крупному зверю сопряжена с большой настойчивостью принесла биваемой энергии огромной выдержки и продуманности каждой на первый взгляд кажущейся мелочи на самом деле мелочей не бывает оружие должно быть всегда в идеальном порядке патроны первосортными не допускающими осечки ружье которому ваши руки привыкли так что она составляет одно целое с вами бдительность ваша должна быть всегда особенно обостренной иначе говоря вы обязаны всю силу воли в нужный момент сосредотачивать в полной мере конечно как и вообще в жизни громадное значение играет счастье но мы знаем что сегодня счастье завтра счастье но нужно когда-то и умение особенно ценно иметь настойчивость терпения и сознание что чем дольше ходишь безрезультатно по тайге за крупным зверем тем все больше с каждым шагом приближаешься к успеху я как-то формулировал счастье копится и это выражение привелось ко всем охотникам имевшим соприкосновение со мной настолько но верно и жизненно многие из них мне не раз говорили что пометуя его им легче ждать и переносить лишения таежной охоты мне часто приходилось слышать от дилетантов как вы не боитесь ходить за тигром ведь он может вас съесть и так далее правда он может и съесть и искалечить но это только частица тех лишений которым охотник подвергается но это опасность она почетная даже приятная имеешь рамы от тигровых когтей разбитое плечо она мне служит барометром при перемене погоды я всегда с благодарной улыбкой вспоминаю милость богини дианы отметивший так удачно мои охотничьи старания как и во всем самое тяжелое и опасное это проза охоты и она заключается в непрерывных опасностях лишениях вот они вкратце первое ходя по горам и скалам вы легко можете сломать ногу в расщели не под снегом повредить спину и вообще разбиться настоящий охотник ходит один а получив серьезные повреждения оказавшись одиноким в мороз среди снежных сугробов вы погибните будучи не в состоянии развести огонь а тем более его долго поддерживать второе если вы серьезно ранены зверем или попали в зверовую яму которая глубока и имеет иногда в центре кол грозящий стать для вас оружием турецкой казни третье вы можете провалиться при 30 градусном морозе в занесенную снегом полынью реки или вскрытую на лиц четвертое находясь на охоте на расстоянии сотни верст от жилых мест вы можете заблудиться и пробродить неделю не имея продовольствия пятое летом вас иногда отрезают от жилья разлившиеся реки наводнения и прочее и вы принуждены неделями питаться случайно добытой дичью а иногда только грибами и ягодами находиться под проливным дождем или стать жертвуя водов комаров мошки все приведенное выше только частица решения испытываемых таежником уже потеря спичек или если они подмочены несет вам громадную опасность однако страстью всех с молоду испорченных бородяг охотника сильнее всех опасностей не успеешь вернуться домой самой опасной и трудной экспедиции отмоешься подкормишься отогреешься и снова в голову лезут мысли красоте и величие тайги вновь работает мысль скоро ли вам удастся отправиться на охоту надо сказать любителя тайги и охотника манит не только добыча а также в равной мере эти дикие красоты тайги ежедневных переживания которых рядовой обыватель не имеет никакого представления в юности все молодые охотники отправляются на охоту стремятся как можно больше добыть и при неудаче возвращаются разочарованными но со временем мы любители природы и величия тайги на неудачи смотрим спокойно ибо само пребывание в обстановке одиночества и тишины которые еще не успел ополошить культурный человек есть ни с чем не сравнимое удовольствие привожу эту маленькую главу для тех кто очень мало знаком с жизнью и переживаниями настоящего охотника чтобы они могли легче разбираться в прочитанном на волосок от смерти это случилось 2 февраля 1900 года когда мы жили в имении седеми на полуострове янковского надо сказать что хотя барсы намного меньше тигра все же охота на него считается не менее опасной чем на тигра барсы считают более свирепым и кроме того он лазает на деревья и часто берет свою жертву прыгая с дерева или со скалы я знаю много случаев нападения барса на охотника на почти все они произошли или при слишком интенсивном его преследовании по глубокому снегу когда барс не в состоянии уходить от охотника или же когда голодный барс нападает в поисках питания мой отец старый опытный охотник также всегда был в этом уверен и будучи для меня авторитетом однажды чуть не помог мне попасть в когти барса как видите во всем бывают исключения я уже был приличным охотником много раз гонялся по следам за барсом но не только убить но даже увидеть его в лесу мне не удавалось надо сказать что этот зверь не только страшно остороженный хитер но и обладает поразительным слухом и зрением и неплохим чутьем днем он бродить избегает и проводит время в малодоступных скалах или в густой чаще откуда и выходит на охоту по ночам ходит он как все кошки совершенно не слышно ступая своими бархатными лапками и поэтому охота за ним делается особо трудно и рискованной бросается на свою жертву как и тигр со страшным ревом одновременно гипнотизируя ее не удалось проверить это на практике но конечно гипноз это действует только на животных было чудесное февральское утро ночью выпал снежок вершка в 2 глубиной обстоятельства при котором охотника можно удержать дома только на веревке если есть какая-нибудь возможность пойти по свежей пороше в лес поседла флярку моего неразлучного спутника полукровного араба выезженного и прирученного мною для охоты я вооружился маузером то время я охотился с ним изменив свои старые связанные берданки взял бинокль и поехал верст за шесть от дома на лесорубку где у меня в то время шла заготовка дров осмотрев заготовку я отправился поохотиться и не успев отъехать полверсты наткнулся на утренний след крупного барса след уходил в сильную чащу так что мало было надежд его увидеть но придерживаясь принципа не пропускать ни одного случая испытать счастье следить тигра или барса я отправился по следу как я сказал след был совсем свежий и поэтому была надежда что барс не смог далеко уйти я ехал с возможной предосторожностью и проехав немного обнаружил что барс скрадывал пасущихся кос он шел по их следу прячась за деревьями и подолгу лежал наблюдая как они пасутся хотя снег был мягкий но обилие сухих веток мешало зверю быстро пробраться к своим жертвам местами снег был протаян до земли и судя по тому что на снегу была заметна свежая грязь можно было предполагать что зверь оставался здесь когда уже солнце растопило ночную мерзлоту а по свежему снегу для опытного охотника открыта книга тайги и он может прочесть все детали произошедшие в его отсутствие поэтому для меня самая любимая охота по свежей пороши было уже около двух часов судя потому что барс охотился днем он был очень голоден приходилось это учитывать но чаще было настолько густой что если зверь устроить засаду увидеть его совершенно не было возможности наконец следы показали что козы почуяв врага удрали обескураженный барс влез на кривую липу полежал там подсушил пятки и побрел дальше проехав с полверсты я увидел что след вывел меня из старого леса копушки высокой почти голой горы под названием шестисотенная и по оврагу барсовый распадок повел в гору маузер все время лежал у меня на коленях курок был взведен и я был на чеку так как будучи одиноким я не мог в случае нападения рассчитывать на чью-либо помощь лялька у меня был выезжен для охоты я часто стрелял с него особенно по фазанам а иногда и по козам солнцепек по которому барс шел в гору был заросший травой засыпанный снегом и хотя я знал что барс был здесь недавно может быть около час назад все же не ждал его увидеть по эту сторону горы я достиг уже половины подъема как неожиданно впереди меня в горе оказалась небольшая впадина диаметром сожжений двадцать густо заросшая полынью след уходил именно в нее со слов отца я знал старое правило что в таких случаях густую заросль нужно объехать вокруг и убедиться прошел ли хищник дальше или же пребывает в столь уютном месте держа ружье на готове я двинулся влево по кромке зарослей проехал половину круга и почему-то решил не ехать дальше а пересечь заросль не успел я сделать и пяти шагов как внезапно увидел барса сделавшего на меня засаду дальнейшее все произошло молниеносно барс ожидая меня лежал в кустах полыни в семи шагах от лошади я увидел его в тот момент когда он приподнялся и сделал стойку прижав назад уши глаза его горели взгляд встретился с моим его положение было выигрышным он был готов к прыжку но почему-то медлил думаю что это произошло от того что цель человек соединенной с лошадью было ему необычно и он гипнотизируя нас с лялькой как и видно обдумывал прыжок на мое несчастье он находился от меня всего лишь на расстоянии короткого прыжка и справа от лошади благодаря этому мне пришлось бы не поворачивая лошадь стрелять с левой руки а я не очень владею этим приемом кроме того в момент выстрела лялька мог рвануть в сторону а неверный выстрел только бы ранил зверя сделал бы его еще более опасно держа ружье в руках и не спуская глаз с зверя я решил соскочить на левую сторону за передние лопатки лошади с тем чтобы при прыжке меня частично бы закрывал лялька но так чтобы при броске он не смог бы меня сбить с ног в момент когда я коснулся ногами земли барс сделал шаг вперед и вновь замер на стойке находясь от меня шагах в шести он был необычайно красив в этот момент глаза продолжали гореть уши были плотно прижаты к затылку прошло 43 года но и сейчас закрыв глаза я ясно могу представить себе эту редкую картину скинувшись я взял голову барса на мушку и в этот момент я уже вздохнул спокойно подумав но теперь ты уже проиграл я спустил курок и пуля попала в правый глаз зверя и он рухнул не дрогнув в момент выстрела я отпустил повод лошади чтобы она неожиданно не дернула меня и не испортила выстрела лялька продолжал стоять как вкопанный как видно настолько был силен гипноз хищника на всякий случай я пустил еще одну пулю в шею барса и подошел к нему это был великолепный самец предельных размеров вернувшись домой я запряг сани и к вечеру мой трофей уже лежал на веранде усадьбы случай с моим отцом как это ни странно но в жизни бывают странные совпадения описывая выше указанный эпизод я указал что барс направился в барсовый распадок и теперь считаю необходимым пояснить откуда произошло это название за 16 лет до моей первой удачной охоты на барса в этом распадке на охоте произошел почти аналогичный случай с моим отцом случился он в 1884 году также в феврале месяца охотясь по свежему снегу отец перевалил в этот же самый распадок в то время безымянный ехал на прекрасно выезженном для охоты казачки отец как и я любил охотиться на лошади что было так удобно по пологим холмам приморья которые в большей своей части заросли высокими полевыми травми и товоложником противовес корее где очень крутые каменистые горы густая поросль всевозможных деревьев особенно сосна и дуб что исключает данный вид охоты но я несколько отвлекся в сторону и так отец перевалив в распадок увидел в бинокль стадо оленей которых в то время в приморье было значительно больше чем ныне в благодатной корее и маньчжурии от охотника коленем спускался не очень крутой холм под прикрытием которого отец и спускался на лошади до стада было больше полверсты но проехав некоторые расстояния отец наткнулся на свежий след барса идущий в сторону олени сообразив что барс также скрадывает олени отец решил использовать счастливо подвернувшийся случай чтобы в свою очередь скрасть барса нужно заметить что самый удачный случай скрасть и убить хищника это тогда когда он сам голоден и скрадывает жертву заранее предвкушая с каким аппетитом он будет ее есть а еще легче когда он с веселым мурлыканьем поедает свой своеобразный бюштекс отец предполагая что барс уже недалеко от своих жертв слез с лошади и ведя ее за собой пошел пешком не рискуя ее оставить так как барс мог переменить свой маршрут и задрать оставленного казачка сохраняя возможную осторожность держа ружье на готове со взведенным курком отец медленно продвигался по следу который неожиданно повернул в сторону и скрылся за холмом где паслись олени подойдя к перевалу холма он стал осторожно заглядывать за него и увидел в тридцати шагах от себя барса который в свою очередь заслышав шаги охотника начал его скрадывать моментально выцелись в голову отец выстрелил и смертельно пораженный барс свалился на месте спуганный выстрелом олени бросились бежать видимо барс перейдя за хребет продолжал скрадывать оленей но услышав сзади шорох и не предполагая приближение врага решил что это какая-нибудь дичь и решил на нее поохотиться преимущество у отца было в том что он шел пешком и имел на готове свой винчестер но поразительно то что оба эти случая произошли на одном и том же месте и были также похожи один на другой но самое главное это то что эти случаи совершенно опровергли теорию моего отца что барс не будучи ранен не нападает на человека видно разница только в том насколько сыт этот зверь а голод он даже людей делают людоедами память охоты отца на барса этот распадок и был назван барсовом впоследствии я знал еще несколько случаев когда барс нападал на охотника или случайно прохожего безо всякого к тому повода но все они происходили тогда когда зверь неожиданно сталкивался с человеком на близком расстоянии или был очень голоден или же это была самка у которой в этот момент были дети из этого следует что при преследовании барса особенно раненого охотник всегда рискует попасть зверю в лапы в результате чего в лучшем случае он останется коллегой на всю жизнь мой второй барс после первой встречи моей с барсом мое накопившееся счастье на них не закончилось на другой день после описанной мной охоты я решил поехать на коз так как мясо в кладовое имение было закончено а у меня помимо обязанности управляющего имением главного наездника ленивода и охраняющего от браконьеров была еще одна снабжение мясом всех обитателей имения накануне же охота на барса отвлекла меня от исполнения прямых моих обязанностей кто не жил в сибири тот совершенно незнаком с царившей там обстановкой особенно в те далекие времена когда ближайшие соседи по имению жили за двадцать-тридцать верст окрестная тайга питала в изобилии людей мясом рыбы и фруктами орехами и прочее нужно было только не лениться и всего было вдоволь как теперь ходят на базар так мы в то время шли в тайгу разница только в том что на базар ходят с кошельком а мы ходили с ружьями на базаре остерегаются карманников а нам приходилось остерегаться тигров хунхузов и браконьеров рано поутру я выехал верхом в южной паде полуострова добыть пару кос утро было чудесное солнечное тихое горы были покрыты выпавшим свежим снегом что всегда меня как охотника приводило в радостное настроение я не знаю почему это ощущение осталось у меня на всю жизнь снег в горах лесах и полях это что-то неотразимое эту картину я не променяю ни на что другое полу тропа полу дорога по которой я ехал пролегала по холмам переваливая с одного на другой и шла недалеко от берега открытого уже ото льда синего японского моря и в роли обычно начинаются оттепели зимний лед относятся от берегов в море плавали отдельные льдины на которых мирно лежали кое-где старые нерпы рот тюлиний нерпы в это время щенятся и в бинокль около некоторых из них можно было рассмотреть детенышей охота на нерп очень увлекательно но часто сопряжена со страшным риском для охотника виду неожиданных весенних шквалов об этой охоте я расскажу в дальнейшем в отдельной главе перевалив последовательно паде табунную смежную замочную и опасную я доехал до горелой отстоявшие от нашей усадьбы наверст 6 отсюда и повернул направо чтобы вершинами падей начать охоту в направлении к дому так как ветер с севера дул мне прямо в лицо а это является непременным условием каждой зверовой охоты ведь большинство зверей при самом легком ветре чует запах человека на расстоянии версты и конечно успевают скрыться раньше чем охотник может их обнаружить необходимо добавить что несмотря на прекрасное зрение часто зверь чаще не может решить идет ли к нему охотник или какой-нибудь зверь что иногда дает охотнику шансы на успех если же зверь почует запах охотника тут уже сомнений не бывает и быстрые ноги служат ему спасением мой лялька на котором я ехал в это утро было особенно чуток и беспокойно прислушивался каждому шороху видимо вспоминаю вчерашнюю стойку барса вначале мне не везло козы дважды мне попадались но находясь в чаще обнаруживали меня прежде чем я мог их заметить и убегали огорчению для этих грациозных животных их верной защиты являются только ноги которыми руководят поразительный слух и приличное зрение все же проездив по горам до часу дня я выполнил задание добыв трех коз порядком проголодавшись но с сознанием выполненного урока я решил вернуться домой обедать после стрельбы по козам у меня в маузере осталось всего два патрона и я не пополняя магазина надел ружье за спину и по утренней тропе направился домой не ожидая встретить по дороге ничего интересного в этом я позже сильно раскаялся и после ниже приведенного случая никогда в жизни не носил на охоте или при возвращении с нее ружья с непополненным патронами магазином зверовой охотник должен учитывать всякую оплошность стараться не быть рассеянным и никогда ее больше не повторить в 9 из 10 несчастных случаев мы бываем виноваты сами проехав версты 2 напивая что-то себе под нос я мечтал о предстоящем обеде и быстрой рысью спускался в крутой склон смежной паде и доезжая до дома версты 3 я неожиданно увидел впереди себя в тридцати шагах барса выскочившего из чащи под обрывом дороги и бросившегося от меня наутек вправо от дороги взяв направление вперед я так был поражен появлением барса что мысль в первый момент прорезала сознание не ухожил ли мой вчерашний барс и не удрал лесного в лес не раздумывая я поскакал вперед по дороге и перескочив ключ взял вправо почаще на перерез зверю проскакав в этом направлении в лес я увидел барса удирающего уже по густому кустарнику следовавшему за лесом кустарник был невысокий поэтому зверь был хорошо виден с лошади дальше простиралась на протяжении шагов 400 чистое поле служившая для сенокоса от меня до барса было всего лишь шагов 70 я моментально остановил лошадь соскочил на землю снял ружье прицелился и выстрелил это было сделано мгновенно но барс был уже от меня шагах 150 продолжал нестись по кустам с большой скоростью я выстрелил вторично барс круто повернул влево и неожиданно выскочил на чистое поле шагах в двухстах от меня я подумал ну теперь то ты мой снова прицелился и спустил курок но выстрела не последовало в горячке я подумал что это осечка выцелил еще раз и снова спустил курок барс смчался по чистому полю и служил хорошей мишенью но выстрела не последовало вновь и тут только я вспомнил что после стрельбы по козам у меня в ружье оставалось всего лишь два патрона я выхватил новую обойму быстро зарядил маузер но было уже поздно барс успел перебежать поле и скрылся в лесу не буду говорить о своих переживаниях в первый момент случившегося не вернуть и может быть добрый десяток лет придется бродить по горам и долам пока вновь представится подобный случай ведь барс ушел из рук по моей собственной небрежности вот тут то я и дал себе слово что никогда больше не буду носить недозаряженного ружья и не нарушил его ни разу хотя с того дня и прошло 43 года мой верный друг лялька стоял позади меня не знаю о чем он думал но надо полагать был рад что страшный зверь постыдно бежал с поля битвы пройдя по следу на место где был барс при втором моем выстреле я обнаружил на снегу довольно много крови это меня несколько успокоило но ярко алый цвет крови показывал что барс получил не смертельную а может быть только и совсем незначительную рану все же даже легко раненый барс не склонен уходить далеко а старается залезть в ближайшую трущобу и оттуда постараться отомстить обидчику пройдя последующие некоторые расстояния я установил что простреляна передняя правая нога около колена без перелома кости то есть странно относится к разряду легких идти дальше одному и без собак было рискованно и бесцельно вскочив на лошадь я помчался домой пообедав на скорую руку и взяв с собой двух сеттеров буяной барсика которые в сущности служили для охоты по птице но которых я часто брал на охоты по козе иногда я ими затравливал барсуков не раз они останавливали раненого оленя хотя взять его сами не могли главная польза таких собак если они не рискнут пойти на легко раненого барса то во всяком случае предупредят об его присутствии и напасть ему неожиданно будет труднее когда я уже готов был идти на охоту меня остановили двое рабочих оба старые сибирские пропойцы прошедшие на своем веку и огонь и воду и медные трубы прослужившие свое время по семь лет в сибирских стрелковых батальонах и умевшие прилично стрелять в цель из ружей я иногда брал их на охоту за козами или попернатой дичи но тут они не желая отпускать меня одного на опасное преследование барса упросили меня взять их с собой вы охотниками на барс они оказались слабыми и даже оставаться вдвоем при преследовании зверя отказывались вооружив плотника шонгина бердана и мне пришлось дать кузнецу быкову двустволку заряженную крупной кортечью что было более действенно при данном случае если бы пришлось стрелять в нападающего барса то есть с расстояния в несколько сажений как всегда бывает в подобных случаях идя по дороге до оставленного мною следа мы обсуждали вопрос как поступить при том или ином положении вещей должен признаться что тактически за раненым тигром или барсом безопаснее идти одному чем в компании новичков да еще не охотников в компании идешь беспечно и менее осторожно в случае нападения зверя на главного охотника помощники если не перетрусят то растеряются не зная как стрелять чтобы не подстрелить катающегося с разъяренным зверем охотника худшим же случая не могут бросить на произвол судьбы своего товарища по охоте и удрать домой мой отец всегда говорил что он лучше пойдет на охоту один если нет спутника в котором он уверен предоставляя дилетантам право сидеть дома в этом я вполне с ним согласен дойдя до следа мы принялись за слежку которая облегчалась лежавшим прекрасным снегом барс пересекала враг за врагом держа направление в сторону скал к обрывам над морем иногда ложился на выступах камней наблюдая за своим следом и видимо ожидая преследования полежав некоторое время он шел дальше собаки шли все время немного впереди не проявляя особенного беспокойства так как след все еще не был очень свежим вновь испеченные барсятники поэтому также вели себя самоуверенно но вот след выйдя на крутую гору над морем стал спускаться в обрыв под красный утес собаки заволновались стали рычать и отказывались идти вперед пройдя немного мы наткнулись на свежую лежку где барс по-видимому долго лежал зализывая рану на лежке обнаружили много крови что говорило за то что рана была более серьезной чем я предполагал барс продолжал не торопясь уходить от нас прячась густых зарослях и залегая за скалами спуск был очень крутой заросший виноградом и кустами увидеть зверя было невозможно между прочим след был очень крупный попасть такому дяди в зубы не хотелось судя по поведению собак зверь старался уйти подальше как будто заманивая нас в более удобное для нападения место покружив около часа и сделав два круга на расстоянии не более двухсот сажений в диаметре след взял направление к единственному выходу из-под красного утеса в озерную пать на которой оставалось не более версты все же барс не отходил от нас далеко так как собаки то и дело бросались слайм на ближайшие заросли мне стало ясно что гоняя так барса мы не сможем его увидеть так как он стал уходить в сторону перевала и желания схватиться с нами в смертельной схватке у него не было правильный выход был таков одному из нас надо было зайти вперед за перевал и сделать засаду а двоим с собаками преследовать барса по следу я предложил такой план моим спутникам предоставив на выбор или я пойду в засаду или же кто-нибудь из них но мои соратники отказались от того и от другого и нам ничего не оставалось как продолжить гнать зверя той же компании солнце было низко зимний день догорал и вечерние тени спускались все ниже и ниже обстановка делалась все менее приветливые видно страх с каждой минутой все больше залезал под рубашки моим компаньоном при этом собаки вся яростней продолжали атаки на ближайшие кусты и камни видно зверь не хотел идти за перевал где местность была значительно чище сумерки как я и предполагал зверь перевалил в озерную пать по тому месту где я думал сделать засаду и ушел в дубовый север горы а мы порядком уставшие побрели домой с тем чтобы на другой день с раннего утра возобновить преследование темнота наступила быстро север по которому ушел барс а за ним в том же направлении пришлось спускаться и нам был крайне мрачным и подозрительным я по лесной привычке закинув ружье за спину шагал и обдумывал план охоты на следующий день заранее зная что если бы барс захотел напасть на нас густой темноте предотвратить это нападение было невозможно поэтому об этом и не думал мои же спутники реагировали по-иному оружие держали на готове и беспрерывно оглядывались переживая все очень остро собаки велись себя совершенно спокойно что говорило о том что барс свернул куда-то в сторону от нашего пути до дому было не более четырех верст и когда я туда пришел то встретил там своего приятеля алексея алексеевича трусова приехавшего погостить к нам из владивостока что делал он довольно часто это был маленький очень спортивный человек горожанин в полном смысле этого слова родившийся в москве но сильный духом несмотря на свою мирную профессию всю жизнь работал в книжном магазине он не задумываясь не прочь был пойти со мной на любую таежную авантюру узнав о раненом барсе он сразу же безапелляционно заявил возьми меня завтра с собой за барсом наверное это будет так интересно след за этим он попросил меня вооружиться свечой показать ему убитого мною накануне барса как в противоречии общему правилу в здоровом теле здоровый дух у трусова все было наоборот как я уже упоминал это был маленький ростом тщедушный рыжий ярославец со слабой растительностью острым носиком и самоуверенным взглядом он чем-то напоминал бурундука сейчас же после ужина начались сборы надо добавить что хотя и прежде трусов ходил со мной на охоту за утками и фазанами но никогда ничего не убивал так как стрелял он очень плохо сейчас же он буквально горел страстью пережить охоту на барса я чувствовал что он смотрел на это дело серьезно да и подтрунивать над ним было неудобно хотя мы были старыми друзьями кроме того я был уверен что в минуту опасности он не струсит а полезет на пролом но это не значит что в критический момент он мог бы оказать серьезную помощь сборы продолжались до полуночи и сопровождались большими переживаниями отгонялась соответствующая зимняя обувь костюмы дошла очереди до ружья пришлось дать дробовик винтовки не было заряженной крупной картечью сборы и разговоры затянулись и мы легли спать только далеко за полночь рассказанные мною выше сборы мне напоминают о том как часто ко мне приезжали в седеме а позднее в течение двадцати лет в корею знатные иностранцы буквально со всех концов света и всех национальностей настоящих охотников среди них было не больше десяти процентов а все остальные это начитавшиеся майн рида и фенемора купера и наслышавшиеся истории об охоте по крупному зверю в результате чего и воспылали страстью пожать лавры охотничьих побед обыкновенно такой будущий герой запасшись обязательно крупнокалиберным карабином надевший по картинке сшитый охотничий костюм иногда даже полуафриканский приезжает в январе в северную корею поохотиться на крупного зверя из разговора быстро выясняется что его видители больше всего интересуют тигры он не прочь увести с собой пару тигровых шкур заодно леопарда и пары две ветвистых оленьих рогов чтобы было потом чем похвастаться перед друзьями высушиваешь делая при этом серьезное лицо и незаметно наводишь разговор на то каких зверей уже добывал ваш гость большинстве случаев выясняется что его дядя убивал волков сам он был на охоте за лисицами а убил на своем веку всего лишь пару зайцев лучшем случае финал охоты с таким героем таков пробродив несколько дней по тайге и наткнувшись на след тигра покажешь ему эту симпатичную лапку величина иногда с хорошую тарелку тут сразу же настроение меняется особенно если след направляется в густую чащу ваш герой выяснив какую сторону ушел тигр и начинает искать причину для того чтобы взять обратное ему направление а вечером на биваке заводит разговор что его беспокоят домашние дела что ему необходимо завтра возвращаться но он теперь искушен этой охоты и вот на следующий год приедет не один а с кучей друзей и так далее но вернусь к своему рассказу утро выдалось вновь ясное и не очень холодное дул сильный северный ветер и как будто все способствовало успеху мои вчерашние спутники быков и шангин вновь изъявили желание сопутствовать мне на охоту и таким образом нас собралось четверо так как мы не знали далеко ли за ночь ушел барс решено было поседлась коней ехать верхом чтобы постараться во что бы то ни стало догнать зверя по следу а потом уж начать на него охоту в зависимости от обстановки собак конечно взяли с собой ввиду того что накануне барс был оставлен фактически на большом мысу окруженным с трех сторон морем мы решили пересечь перешейка этого мыса и найти выходной след и дальше следовать по нему однако проехав мы выходного следа не обнаружили с чего явствовало что барс остался где-то в районе покинутом нами накануне и не старался уйти это говорило о том что рана оказалась более серьезной чем я думала скалы красного утеса казалось служили своей недоступностью прекрасным прикрытием для зверя повернув сторону мыса мы разделились чтобы быстрее найти след я и трусов поехали по хребту над красным утесом и отделяющим этот утес от дубового сивера а других охотников отправили посредине сивера попытаться если им удастся пересечь след кроме того если бы барс все еще оставался на сивере он будучи вспугнут быковым и шотином попытается перебежать обратно под красный утес и набежит на нас собаки шли с нами я ехал впереди держа в руках на готове маузер трусов ехал вторым а сзади него бежали собаки так мы проехали версты две миновав красный утес и вчерашний след барса по которому мы вчера вышли и приближались уже к скале на хребте великане уступы это отдельные скалы но обратного следа не пересекли было ясно что барс оставался где-то между нами и охотниками ехавшими по сиверу слева от нас с ними мы должны были встретиться за великаньями уступами поднимаясь на очередной холмик я совершенно неожиданно для себя увидел в сорока шагах от себя бегущего через холмик барса который был потревожен нашими охотниками в северу и по врагу поднялся на наш хребет чтобы вновь скрыться в скалы красного утеса он не видел меня и поэтому не торопясь поднимался на ближайший по нашему пути холм ветер дул от него я оттянул назад лошадь спрыгнул с седла и выскочил вперед на горку барс был всего в 60 шагах от меня место было гладким и зверь весь был на виду выделив ему в спину между лопаток е выстрелил и раненый зверь стринглав метнулся вправо под великанье утеса и скрылся под обрыв в этот момент трусов пустил ему вслед заряд картечь взбудораженные собаки в азарте буквально кубарем покатились под скалу догонять тяжело раненого барса но из-за крутизны мы не могли спуститься за ними привязав лошадей к деревьям мы выскочили вновь на хребет и через несколько минут услыхали впереди за скалми ожесточенный лай мы бросились по гребню горы пробежали шагов триста выйдя на край великаньего уступа увидели под нами шагах сорока сидящего на снегу раненого барса собаки стояли по обе стороны его и лаяли видя нас они усилили свой лай перед нами была редкая картина барс сидел на белой снежной полянке барсик и буян старались его кусить и тогда он по очереди поворачивался то в ту то в другую сторону сидя на скале мы были в полной безопасности могли даже разглядеть глаза зверя через несколько минут на собачий лай прибежали наши спутники и тоже стали любоваться редкой картиной охотники в азарте все время порывались выстрелить в барсе но я их останавливал чтобы лучше запечатлеть эту картину мне было ясно что зверь теперь не уйдет так как при малейшей попытке к бегству я мог бы его пристрелить однако постепенно собаки стали наглее а барс старался схватить то одну то другую хотя собаки были опытные удачно нападали отскакивали от зверя все же злоупотреблять этим стало рискованно как я сожалел что в этот момент со мною не было фотоаппарата чтобы не потерять собак я скараулил момент и добил барса в шею чтобы не испортить ему черепа после выстрела собаки наскочили на свою жертву и стали ее потрепать немилосердно как видно считая что они являются главными виновниками торжества шкуры хищника кабана и медведя так крепки что не поддаются легко собачьим зубам почему в поощрение на будущее всегда следует сам разрешать потрепать зверя другое дело если в зубы собак попадется затравленная лисица заяц или коза здесь необходимо остановить собак моментально ибо при самом незначительном промедлении от трофея останутся только рожки да ножки подошли к барсу и мы он оказался крупной самкой поделившись впечатлениями переживаниями как полагается в таких случаях я спросил загонщиков где они пересекли след зверя оказалось он перевалил с вечера в сивер спустился не дальше трехсот шагов и пролежал в лёжке пока его не спугнули случайно наехав на него наш спутники осмотрев рану которую я нанес ему накануне и обнаружил что ранение было серьезным пуля попала в переднюю ногу ниже колена разорвала сухожилие вырвала мясо до кости зализывая рану барс обнажил на половину кости конечно не мог без болезни наступать на ногу вытащив четвером нашу добычу на крутой хребет мы стали совещаться как доставить ее домой так как одному человеку донести было не под силу я решил попробовать навьючить барса на спину ляльки который был привучен у меня возить коса иногда и волков но здесь запах зверя оказался для него настолько непереносимым что он долго не хотел подходить близко страшно храпел и упирался пришлось применить старинный испытанный способ успокоения намазать ноздри коня кровью барса отчего он лишается ощущение обоняния и завязать ему глаза затем тушу барса выдворили на спину ляльки и закрепили после того как он прошел некоторые расстояния повязку сняли но вскоре же лялька вновь стал проявлять беспокойство и храпеть как видно запах крови из носа стал постепенно испаряться пришлось вновь достать из раны кровь и повторить смазывание до дома было версты четыре причем каждую версту операция смазывание повторялось должен заметить что несмотря на частые транспортировки за седлом у ляльки кос при вьючении неизбежно приходилось прибегать к смазыванию кровью ноздрей но подчиняясь мне при этой процедуре он стоял смирно и выражал свое волнение всегда лишь сильным храпом продолжавшимся лишь до того момента когда я садился на него верхом как только он чувствовал что я на нем ляльку оставляли всякие страхи он шел спокойно на другой день я поехал выяснить откуда взялся так неожиданно второй барс и по следам установил что оба барса будучи парой пришли на полуостров вместе здесь разошлись на охоте когда я убил самца самка как видно долго бродила в поисках супруга изобрела на южные склоны гор более чистой от растительности чего обычно в нормальных условиях хищники избегают насколько трудно убить барса вообще это можно судить потому что продолжая постоянно охотиться я следующего барса убил лишь по прошествии десяти лет после вышеописанных событий кроме того я знаю многих охотников которым за всю их долгую карьеру ни разу не улыбнулась счастье убить барса несмотря на то что в течение каждого сезона они натыкались на его следы приключения с медведем это произошло давно в 1920 году в приморье на полуострове янковского у меня в имении под долине был выгрожен огромный парк площадью в пять тысяч акров земли наполовину эта площадь была покрыта густым лесом внутри возвышались горы высотой в 760 футов со многими скалами и пересекались глубокими падями с горными ручьями обычно не замерзавшими в зимнюю стужу с юго-восточной стороны парк выходил к незамерзающему японскому морю а с трех сторон был обнесен оцинкованной проволочной сеткой в 10 футов высотой и длиной в 12 верст проволочная сеть с обоих концов у моря заканчивалась на неприступных скалах вдоль всей ограды по обе стороны сетки пересекая хребты была прорублена просека шириной в пятьдесят сажений трава на которой скашивалась в лето несколько раз чтобы охраняющий парк сторожа могли следить за приближающимся к сетке барсами медведями и главными врагами оленей браконьерами война с которыми не прерывалась ни днем ни ночью парке паслись на свободе до трех тысяч оленей причем стоимость срезанной оленей головы с пантами оценивалась от пятиста до тысячи рублей сумма и по мирному времени крупной на одну такую голову можно было безбедно существовать целый год конечно для сторожей для меня их ближайшего руководителя и вдохновителя браконьеры вооруженные прекрасными ружьями опытные таежники и стрелки были самыми настойчивыми и опасными противниками но борьбе с ними я посвящу отдельную главу вдоль сетки на всех холмах и перевалах было построено шесть сторожевых блокгаузов вдоль всей линии был проведен телефон непосредственно соединенный с моей квартирой в имении кроме того четыре сторожевых домика выселись на главных высотах среди парка и таким образом каждый выстрел произведенный в любой долине всегда мог быть кем-то услышан скрываться тому же хищнику который уже под покровом ночи или тумана а туманы в приморье длятся иногда неделями проскользнул внутрь парка незамеченным было легко благодаря густой чаще летом особенно высоких полутропических папоротниках и травах на помощь приходили расселенный скал все же барс и медведи забирались в заповедник редко и каждый такой случай был подлинным событием ибо сейчас же устраивались охоты а если позволяли условия то и облавы с неизменным успехом облавы делались обычно в тех случаях когда в парке обнаружилось присутствие браконьера лето 1920 года было неблагоприятным в отношении урожая лесных фруктов и орехов как для приморья так и для соседней манчжурии и все обитатели таги в таких случаях руководимый инстинктом шли в поисках корма в соседние леса часто собираясь крупными стадами так как я думаю что не все читатели с этим знакомы я позволю себе несколько отклониться от темы моего рассказа у сторожилов сибири и приморья а также и у охотников есть специальное выражение ходовой зверь так как это выражение в моих рассказах будет часто повторяться твоего несколько разъяснил периодами в различное время года известные породы диких зверей животных собираются огромными стадами и начинают передвигаться из района своего постоянного места пребывания в соседние иногда это продвижение бывает стихийным и животные передвигаются на многие сотни верст часто они идут в одном направлении малыми табунами причем общее число переселяющихся зверей животных достигает многих тысяч голов причины такого переселения бывают разные иногда малообъяснимые но по большей части они вызваны поисками более обильных кормов за травоядными тянутся и хищники и вот если охотник учтет это обстоятельство то успех ему всегда обеспечен в описываемую осень 1920 года ходовой зверь шел из маньчжурии в огромном количестве и начиная с конца лета в наш парк забралось несколько мишек обыкновенно барсель медведь не могут перепрыгнуть десятифутовую туго натянутую сетку и по столбам взбираются до ее верха а затем тем же способом спускаются внутрь ограды однако так как медведю трудно поймать шустрого оленя а на желуде урожай был плохой они пробродив день-другой по парку уходили в освояси в начале октября когда листья опали и есть в лесу было нечего один из таких гостей под вечер перелез в парк и отправился на разведку его заметил один из моих сторожей митюков но выстрелить не успел так как медведь быстро скрылся в чаще парка митюков сообщил о визитере мне по телефону надо сказать что митюков занимал у меня место старшего сторожа не потому что отличался особой храбростью или лихостью что непременно требовалось от сторожа при таком деле но был нам очень предан и служил у нас 33 года пользуясь полным моим доверием он попал к нам с острова сахалина где отбывал воинскую повинность предпочитая жить в лесу и в имение приходил только для того чтобы запастись продовольствием или помыться в бане часто я брал его с собой на охоту я подробно остановился на нем потому что он не раз будет фигурировать моих повествованиях медведь перешел ограду в семивершинной паде через барсовый распадок что по прямому пути через горы от усадьбы было верстах четырех время было под вечер когда мы поседлали лошадей и тронулись через горы со мной поехали две мои дочери мои постоянные спутницы когда охота продолжал всего день-два старшей ивушке было 13 лет а виктория была на год ее моложе обоих были прекрасные лошади у ивушки мальчик с пальчик полукровный араб у виктории пони сорока обе лошади были резвые прекрасно выезжены и дочери на них неоднократно выигрывали призы на детских скачках устраиваемых на владивостокском ипподроме на охоте храбрые амазонки не раз мне оказывали большие услуги когда я бывало завидев зверя быстро соскакивал с лошади бросив ее на их попечение и уходил успев только шепнуть чтобы они меня ждали а если в срок не вернусь то искали там то часто прозябшие промокшие или искусанные москитами но всегда восторженные с чувством выполненного долга они находили меня лишь к вечеру они бывали ободранными и сцарапанными голодными но никогда ни на что не жаловались перевалив горы по крутой тропинке мы доехали до караульного домика где и встретили дожидавшегося нас митюкова пройдя к оградке на важной земле мы действительно обнаружили свежий свет медведя и царапины на столбе по которому он спустился перемахнув через ограду солнце уже закатывалось и хотя для охоты времени оставалось мало все же мы оставив лошадей побродили до темноты так и не добившись никаких успехов видимо медведь забрался в самую чащу леса уже совсем ночью мы вернулись домой поручив митюкову рано утром наблюдать за оградой и просмотреть вдоль ее следы чтобы убедиться не ушел ли мишка ночью освоясь и утром мы встали на заре погода за ночь испортилась моросил осенний дождь и было очень холодно охота наша казалась сорванной справившись по телефону я получил ответ что ничего нового нет но только мы успели напиться чаю как раздался телефонный звонок запыхавшийся митюков сообщал что медведь вновь подходил к сетке и пробовал ее перелезть но почуяв приближение сторожа убежал в парк выстрелить зверя за дальностью расстояния митюков не успел дождь усиливался сопровождаясь сильным ветром становилось заметно холоднее но я все же решил поехать оставив огорченных дочерей дома так как не мог подвергнуть их риску промокнуть и простудиться ко мне присоединилось трое любителей из числа служащих имения ехать пришлось в плаще что страшно связывало особенно при быстрых движениях не успели мы подняться до середины горы как дождь перешел в густой снег валивший крупными хлопьями впереди почти ничего не было видно но несмотря на погоду я решил все же продолжить охоту проездив часа два мы добрались наконец до домика митюкова где просиделись час убедившись что снег зарядил надолго и переждать нам его не удастся поэтому мы решили прибегнуть к последнему средству рассыпаться цепью по лесу и так горами ехать к дому надежде что кто-нибудь случайно наткнется на мишку снегу к тому времени уже выпало с полфута мне выпал жребий ехать в центре по самой густой чаще охотники раскинулись на расстоянии версты метель была страшная порывы ветра жутко выли в ветвях старых дубов одним словом погода была настоящей медвежий на тридцать сорок шагов ничего не было видно и ориентироваться приходилось только по ветру который дол с правой стороны постепенно подымаясь в гору я неожиданно наткнулся на сильно занесенный снегом медвежий след подошедший справа медведь в общем держался намечено умное направление переходя от дуба к дубу как видно в поисках дупла чтобы укрыться от непогоды я ехал на чистокровной скаковой английской кобыле планете которая воспитывалась всю жизнь в конюшне и никак не реагировала на запах зверя каковое обстоятельство в данном случае было удобно противном случае храп лошади раньше времени не мог бы вспугнуть зверя я слез с седла и вел лошадь на поводу пробираясь очень медленно шаг за шагом всматриваясь между деревьями в надежде увидеть черную тушу на белом снегу как образно рисовал это мое воображение глядя на сильно занесенный след создавалось впечатление что зверь прошел давно на инстинкт говорил за то что медведь прошел здесь не более получаса снегопад продолжался с той же интенсивностью сначала его прошло не более трех часов а толщина снегового покрова достигла уже четверть аршина наконец провеляв довольно долго от дуба к дубу мишка вышел на пологий холмик и стал осторожно пробираться по нему я продолжал зорко всматриваться в горизонт кстати также очень ограниченный только старый или бывалый охотник может понять мои переживания которые я испытывал в тот момент ружье как всегда я держал на готове в правой руке поминутно стряхивая с мушки прицелом и кроватый и сильно налипавший снег длинный плащ стеснял мое движение как и планета которую я вел на поводу однако оставить лошадь я не мог так как подвергал ее риску быть растерзанной медведем если бы тот случайно сделал круг и наткнулся на нее здесь то я вспомнил и пожалел что со мной нет храбрых поводырей моих дочерей время шло он а след по-прежнему все еще был занесен хлопьями снега и продолжал подниматься по отлогому довольно плоскому хребтику лес постепенно начинал редеть показывая этим близкое свое окончание как я и предполагал хорошо зная этот район а медведя так и не было справа и слева куда удалились остальные охотники также не было никаких признаков шевеления неужели думал я медведь поднявшись на гору и перевалив через нее ушел закрытое от ветра место и вдруг неожиданно как взрыв бомбы в двух шагах передо мной появилась и подскочила что-то огромное снег вихрем взвился кверху раздался страшный рев лошадь рванула назад вырвав из моей левой руки повод а впереди черная огромная туша покатилась от меня продолжая от испуга дико реветь но через момент все было кончено мои руки действовали с обычной привычной инстинктивной быстротой первая пуля пущенная с расстояния десять шагов свалило зверя но затем он будучи смертельно ранен сделал прыжок пытаясь спастись вторая пуля в затылок успокоила его на месте трофей оказался крупной самкой редкого бурого гималайского медведя с прекрасной густой шерстью серебряного отлива вскоре на выстрелы съехались остальные охотники а через полчаса прекратился и снегопад осень сразу обернулась в зиму мое самое любимое время года из старушки по телефону вызвали сани а через два часа мы уже дома вкусно обедали а еще через двадцать дней выпивали добрую чарку от свежие медвежья корака к сожалению радость удачи в начале была сильно омрачена мои коновожатые долго не могли простить погоде испортившийся утром и заставивший их остаться дома дорогие слушатели если вы любите слушать аудиокниги в соцсетях то для вас наверняка будут интересны две группы в контакте и в одноклассниках там точно также выкладываются все аудиокниги которые читают костя суханов если вы слушаете эту аудиокнигу на официальных ресурсах то внизу обязательно будут ссылочки если же нет то зайдите на youtube канал актер костя суханов youtube канал актер костя суханов и там также есть все эти ссылочки подписывайтесь и слушайте там где вам удобно всегда в свободном доступе в к в одноклассниках телеграме на youtube на рутуб яндекс дзен конечно на сайтах книговухи и а книга . орг мой вам большой творческий привет с пожеланиями добра и счастья вам и вашим близким с любовью и уважением костя суханов триплит описываемый ниже случай произошел в корее во второй половине января 1932 года группа охотников выехала на север в любимые нами кабаньи горы в местность он гидон и енчендон снег лежал уже давно выпавшим солнцепеки сильно затаяли не поэтому охота была трудной и малодобычливой все же компании взяли несколько кабанов из десяток кос не дождавшись нового снега мы решили быстро вернуться домой в город сэссин где мы тогда обычно проводили зиму большинство так и сделало накануне разъезда вечером один старый кореец из местности янчендон сообщил что в верстах двадцати от нас за двумя перевалами есть когда-то обильная зверем пать пями горе что в переводе значит змеиная пать который он часто встречал медведей меня особенно заинтересовало интригующее название пади и на следующее же утро я распрощавшись с отъезжающей домой компании отправился на дальнюю разведку чтобы потом выйти к другой железнодорожной линии на мусан и оттуда уже добраться домой со мной просился пойти мой младший сын юрий ему тогда было всего двенадцать лет но я уже часто брал его с собой и он прилично стрелял из мураты одноствольного дробового ружья двадцатого калибра который прилично бьет круглой свинцовой пулей и который очень распространено в корее между охотниками промышленниками в эту экскурсию с нами также отправился старый охотник кореец шин бывший еще охотником в приморье мой сподвижник по искоренению там хунхузничество он пробыл там в моей противохунхузнической организации 22 года и в 1930 году возвратился в корею с ним мы еще встретимся в последующих рассказах пошли мы как обычно напрямик горами а наш несложный охотничий скарпа отправились корейцем которого сопровождал юрий по горной тропея в корейскую фанзу находящуюся в горах янчендона счастье мне улыбнулось сразу же перевалив дикую пать мы с шином разошлись он шел низами а я вершинами гор пройдя версты 3 я услышал внизу выстрел и на всякий случай остановился не побежит ли в мою сторону какой-нибудь зверь вскоре я действительно заметил стадо кабанов поднимающихся по склону оврага в мою сторону снег на северном склоне был глубокий кабаны шли тихо пать по которой шло стадо пересекалась крутым поперечным оврагом по которому кабаны отвернули стрелять пришлось с расстояния 600 шагов но все же мне удалось убить пару хороших чушек шин как выяснилось впоследствии наткнулся на стадо кабанов но без успеха стадо было в чаще первый его выстрел был неудачным кабаны скрылись в лесу и напоролись на меня вечера собрались на ночлег в фанзу куда уже были доставлены наши вещи и провизия наш постоянный охотничий повар чигони уже приготовил ужин который обычно состоит из вкусного супа с хорошим наваром блага на зимней охоте недостатка в мясе не бывает вареного риса и отварного картофеля который всегда имеется в изобилии в любой корейской фанзе после ужина выпивается несколько чашек чаю не приходится говорить что в аппетите недостатка не бывает так как пропутешествовав по горам за день верст 30 и основательно промерзнув при возвращении на бивак заранее мечтаешь о сытном ужине горячем кани когда ужин был закончен мы разлеглись на теплом кани где наши усталые тела обрели покой и готовились к очередному утреннему походу на знаменитую пями горе мы первым долгом пригласили к себе хозяина фанзы чтобы опросить его обо всех окрестных новостях связанных с охотой и пребыванием диких зверей этому времени чигони принес очередной чайник с горячим чаем кстати следует познакомить читателя с тем что представляет для охотника по вечерам горячий чай всю прелесть этого ощущения может оценить только тот человек который сам это испытал как основное правило все таежные охотники приучают себя не пить воды не есть снега во время ходьбы по горам в течение всего утомительного дня охоты за исключением обеда когда иногда удается согреть чай принимая же во внимание сильное напряжение во время лазания в течение всего дня по горам и вызываемую им испарину при которой человек теряет максимум содержащийся в организме влаги вечером появляется исключительно сильная жажда вот тут-то лежа на боку начинаешь бесконечно утолять жажду что поистине является вполне заслуженным удовольствием для охотника предложив старику хозяину чашку чая который корейцы очень любят мы принялись за расспросы хозяин оказался человеком слово охотливым и рассказал нам все что он сам знал про окрестности обыкновенно если хозяин фанзы уклоняется от расспросов значит он или его близкие имеют в окрестностях ловушки для зверей особенно скрывают они зверовые ямы охота при помощи которых запрещена законом но есть и много других способов ловли зверя нужно отдать должное лесным корейцам они очень талантливые следопыты такие же выдержанные наблюдательные звероловы несмотря на весь мой большой многолетний таежный опыт я до сих пор часто учусь у корейцев многому тому что связано с охотой и промыслом когда это нужно они умеют хорошо хранить таежные тайны или направить вас как говорится по ложному следу наш хозяин в конце концов поведал что пями горе действительно когда-то славилась обилием крупного зверя что и сейчас еще иногда заходят в нее изюбри пятнистые олени постоянно прибывает много кабанов а осенью жили медведи но где они залегли по берлогам неизвестно все услышанное нас очень ободрило и засыпали мы с радужными надеждами горчило лишь отсутствие хорошего снега утра настало ясное морозное но тихое что не сулило охотничьих успехов в густо заросшей местности так как чаще видимость ограничена а лесной шорох не способствует подходу к зверю на близкое расстояние со мною просился тиюра вооружившись своей муратой заряженной пулей мы быстро углублялись в густо заросшую пать прошли по лесной тропинке версты 2 и она закончилась что говорила за полную необитаемость паде и редкое посещение ее охотниками такие вещи всегда как маслом смазывают душу охотника постепенно мы стали забирать вправо по косогору опушками крупного леса чтобы видимость горизонт было шире начали попадаться следы кабанов и вскоре мы пересекли следы стадов 10 голов прошедшие накануне следить было трудно но все же мы придерживались направления движения кабанов иногда делая круги когда след терялся наконец след вывел нас на салон напевки где он почти совершенно потерялся и следить стало еще труднее хотя он и был ночным стадо продолжало подниматься все выше по мелким дубникам и постепенно поднялось на высоту около 2000 футов было уже около часа дня солнце на салон напевки грело довольно таки сильно и даже мои руки в рукавицах немного вспотели до перевала через хребет влево от нас оставалось не больше пятидесяти шагов люля юра шел в трех шагах позади меня двигались мы тихо как тени всматриваясь и прислушиваясь так как капанина прошедших кабанов было совершенно свежей я уже подумывал об обеде как только мы поднимемся на хребет и выясним куда могли пойти кабаны после своего позднего завтрака но как всегда это бывает на охоте все интересное случается молниеносно и неожиданно так получилось и на этот раз совершенно неожиданно я увидел молодого кабана стоящего в двадцати шагах от меня между желтыми дубками отчасти скрывшими нас он стоял головой обращенный к подошве горы хотя уже слышал мое приближение но еще не уяснил кто к нему приближался так как ветер хотя и легкий тянул от него ввиду того что остальное стадо рылось поблизости он не мог понять причину шороха приходилось стрелять без выбора обыкновенно в таких случаях выбираешь крупнейшее животное так как его бегство могло бы спугнуть и все остальное стадо ружье у меня по обыкновению было на перевесе правой руки но нужно было его снять очень осторожно и быстро вскинувшись выстрелить для этого необходимо было стряхнуть рукавицу с правой руки которая как я уже говорил вспотела немало пришлось повозиться пока рукавица была сброшена я вскинул ружье и выцелил но в момент выстрела кабан бросился вниз то есть в ту сторону в которую смотрел это они делают по привычке или инстинкту я не был уверен попал ли в него одновременно раздался выстрел люли стоявшего позади меня последующий момент я услышал сильный шум и хрюканье стада кабанов бросившихся влево от меня к перевалу крикнув люли чтобы он смотрел след и место стрелянного нами кабана я бросился на перевал в надежде увидеть с него убегающих животных поднявшись на гору я только услышал шум убегающего вправо под обрыв стада а для того чтобы увидеть его мне пришлось сбежать на тридцать шагов по крутому поперечному хребтику и смаху забраться на груду каменной россыпи откуда и надеялся опять его увидеть передо мной были навалены довольно крупные камни возвышающиеся над горкой сажений на восемь не добравшись до верха сажений на две я действительно увидел шагах в двухстах убегающих по лощинке кабанов выборов крупного сикача я выстрелил раненый кабан круто повернулся и бросился назад в мою сторону скрывшись от меня в чаще не теряя времени я выстрелил по-другому заросли сильно мешали прицелу я переведя очередной патрон стал прицеливаться еще раз в это время где-то за россыпью на которой стоял я услышал страшный рев и ломающиеся кусты у меня создалось впечатление что раненый мною кабан не добежав до меня несколько шагов упал и с ревом катится обратно во враг но так как с одной стороны камни мешали мне хорошо видеть и слышать а с другой я был занят наблюдениями за бегущими кабанами не теряя надежды послать удачную пулю я не мог сообразить что происходит за скалой выстрелив третий раз по кабанам я все же был смущен когда рев исходившие откуда-то поблизости от меня стал усиливаться казалось что подо мной гудят все камни и беспрерывно ломается сухой хворост этому времени убегающая стада скрылась за оврагом и я внимательно осмотревшись убедился что рев исходит из расщелины подо мной рев продолжался я моментально вскочил на самый верхний камень и тотчас же увидел в сорока шагах от меня черного косматого зверя пытающегося скрыться за ближайшей скалой я быстро вскинул ружье и выстрелил зверь скрылся но рев около меня продолжался от близкой скалы гудело эхо и разносилось по горам я все еще не мог сообразить в чем дело но вдруг из находившейся подо мной расселены вывалился черный мохнатый мишка сделал прыжок упал заревел и вновь вскочив с ревом бросился по лесу под гору первый же пущенный в него пули он перевернулся но сразу же вскочил вторая пуля уложила его на месте рев подо мной все еще продолжался с прежней силой будучи занят стрельбой по зверям я все еще не мог понять что в сущности происходит и откуда как из рога изобилия сыпятся медведи не успел мишка как следует перевернуться как из под меня вывалился следующий и с таким же оглушительным ревом как и первый сделав прыжок свалился затем вскочил но моя очередная пуля заставила его перекувырнуться он вновь вскочил но вторая пуля положила его на месте когда все утихло только два медвежьих трупа на белом снегу говорили о только что происшедшем в этот момент сзади меня раздался тревожный голос подбегающего на выручку люли кого ты стреляешь я слышал много твоих выстрелов находясь за горой бросил следить кабана на следу которого крови не оказалось подбежав к тебе и поднявшись на вершину горы я увидел откуда-то из под тебя выскакивают черные звери и убегают но после твоих выстрелов падают и остаются на снегу я даже не успел зарядить ружье осмотрев убитых медведей мы пошли познакомиться с местом из которого они появлялись все оказалось очень провоста в россыпи на которой я очутился стреляя по кабанам была берлога в которой спали три медведя оказалось я стоял на краю россыпи рядом с ними всего в двух сажениях из пещеры в которой лежали медведи выводили в разные стороны 6 небольших отверстий и только на противоположной от меня стороне было одно большое но все же с большим трудом позволяющие медведю выбраться услышав мои выстрелы они с испугу стали метаться по берлоге старались скорее из нее выбраться друг другу мешали и дико ревели следует отметить что случай с тремя медведями занял не более двух минут причем первое время занятые все целой охотой на кабанов я не мог понять что происходит когда же первому медведю удалось выскочить он упал на сухой хворост как и все остальные так как от долгого лежания у мишек отекли ноги этим и объясняется причина их странных прыжков и падений сопровождаемых диким ревом на этот раз мое счастье также сопутствовало мне случись что отверстие из которого выскакивали медведи было бы расположено прямо на меня чтоб тогда произошло предоставляю судить читателю осмотрев следы около скалы куда убежал первый медведь мы крови не нашли видно пуля запоздала уж очень был короткий срок видимости зверя а продолжать слежку из-за отсутствия снега было невозможно поделившись впечатлениями мы на радостях начали варить чай и подогревать свой незамысловатый обед бен то ели мы с большим аппетитом настроение после удачной охоты было приподнятым да и мы изрядно проголодались время подходило к трем часам следует отметить что мне повезло с охотой еще и потому что вместо моего пятизарядного спрингфилда со мной была моя английская 11 зарядная винтовка так как пришлось сделать подряд девять выстрелов не имея времени на перезарядку четыре по кабанам и пять по медведям покончив с обедом мы ложили медведей на хворост и засыпали их сверху чтобы до них не могли добраться и испортить ворон и орлы после этого мы отправились на след раненого сикача крови оказалось много и она была черной что подсказывало тяжелое ранение но следить при отсутствии снега было трудно кабан пошел по солонопекам чаще была густая солнце уже закатывалось а до фанзы было верст 10 волей-неволей мы побрели домой вернулись поздно шин уже ждал нас и волновался так как слышал мои выстрелы но не знал в чем дело решили наутро взять двое саней и пойти всем вместе люля с корейцами должен был вывести к фанзе медведей а я и шин уговорились следить раненых медведей и кабана рано утром наша компания подкрепленная парой возщиков и парой быков с волокушами отправилась в путь дорога была трудная пришлось местами топорами прорубать очень густой кустарник и валежник и лишь к полудню мы добрались до медведей люля остался с корейцами чтобы вывозить добычу шин пошел по следам убежавшего медведя который ночью как выяснилось возвращался назад к берлоге разыскивая своих товарищей медведь по-видимому обнюхав туши и убедившись что приятели с ним не пойдут ушел к вершине нападе я вернулся по следу за раненым сикачем в начале следить было легко кабан терял много крови но постепенно ее на следу становилось меньше снег по солонапекам лежал кое-где да и притом лишь пятнами кабан сразу же отделился от стада что говорил за то что он ранен серьезно кабан вообще на ранение самый крепкий зверь и даже серьезно ранен идет от места выстрела до первой лежки от пяти до десяти верст причем старается держаться наиболее крутых и заросших мест через которые трудно бывает пробиться кроме того это увеличивает опасность при преследовании для охотника ибо в таком месте трудно заметить притаившегося зверя если он готовит засаду чтобы подстеречь охотника и напасть на него со своими страшными клыками правда это бывает не так часто и по большей части тогда когда зверь тяжело ранен и не в состоянии уходить легко от преследования но конечно бывают и исключения пройдя еще с полверсты я наткнулся на ночную лежку она была сильно укатана и на ней было много крови видимо зверь оставался на ней долгое время дальше следить стало труднее пройдя еще версты полторы я убедился что кабан сделал два круга я обнаружил еще две лежки но обе они были мало прикатаны зверь на них оставался недолго не было следов крови так как местами были старые следы других кабанов то следить стало еще труднее на одном очень крутом косогоре солонопеке я окончательно потерял след было очень неприятно потерять такой ценный приз принимая во внимание что этим срывался мой такой редкий триплет кроме того кабан несомненно был тяжело ранен и возможно уже лежал где-нибудь мертвым часто в таких случаях в поисках помогают вороны но для этого нужна менее заросшая местность да и ворон нигде не было видно солнце уже склонилась горизонту до фанзы было верст десять но я все же решил искать до наступления темноты оставалось одно делать круги по местам где легче обнаружить выходной след так как местами особенно по низам лежал снег становившись на этом решении я двинулся в обход по крутому косогору и сделав всего полкруга неожиданно наткнулся на волокушу приблизительно на сто сажен ниже того места где я окончательно потерял след сомнений не было это мог катиться только мой секач я устремился по волокуше вниз и пройдя сажение пятьдесят на уступе косогора обнаружил свою потерю зацепившегося за дерево мертвого застывшего кабана секач был крупным с великолепными клыками весом около десяти пудов пуля оказалось попал ему сзади и прошла вдоль всего тела становившись на груди под кожей с таким сильным ранением только кабан мог выдержать и пройти так далеко выпотрошив и завялив свою находку хворостом я пошел к фанзи была уже ночь мне приходилось очень долго пробираться почаще прежде чем я выбрался на тропинку настроение было прекрасно особенно потому что мой редкий триплет по крупному разнородному зверю был завершён так удачно фанзи я застал уже всех участников нашей экскурсии лежащими на каннах передававшихся отдыху и ждавших меня к ужину по рассказу шана стало ясно что он проследил с большим трудом медведя верст пять спугнул его с лёжки в густой чаще куда он забрался но день был очень тихий и преследовать дальше не имело смысла так как медведь обладает очень тонким слухом и так слова охотника корейца подтвердились дикая пать пями горе оказалась заслуживающей внимания и обильной зверем ибо не раз впоследствии мы имели в ней крупную интересную добычу пробродив еще ряд дней и взяв несколько кабанов и кос я с люлей решили вернуться домой оставив шина одного продолжать охоту так как меня призывали дела шин же как охотник промысловик не был ограничен временем обратной дорогой уже знакомой нам возвращаться не хотелось и мы оставив на попечении шина наши вещи и убитую дичь решили пойти через горы на запад чтобы верст за 40 выйти к городу мусан откуда идет железнодорожная ветка на соединение с той по которой мы приехали вообще же район мусана считается в корее самым обильным по количеству крупного зверя ибо с одной стороны он граничит с пактусаном а с другой с самым малообитаемым районом маньчжурии отправились мы налегке взяв лишь одного носильщика горная тропа пересекал один хребет за другим все горы были заросшие дремучим лесом вырубать который и вывозить ввиду неприступности района невозможно это всегда особо радует таежника так как дает возможность сохранить хорошую охоту часто нам попадались следы кабанов в одном месте мы наткнулись на след тигра но следить не было возможности так как снега мы так и не дождались заночевав попавшийся нам под вечер корейской фанзи и расспросив по обыкновению хозяина обо всем интересовавшим нас по части охоты мы рано утром отправились дальше здесь с нами произошел комичный инцидент лучше всего рисующий насколько в то время провинциальная корея была непосредственной и дикой мы прошли большое расстояние перевалив несколько гор и подумывали уже об обеде поднявшись на одну из гор заметили впереди вдоль тропы в полу горе несколько корейских фанзи гора была очень высокая за ней по рассказам было еще две за которыми стоял город мусан цель нашего похода день выдался теплый поднимаясь на гору мы сняли шапки вытирая вспотевшие волосы из ближайшей фанзы вышел кореец который увидав совсем светлые волосы люли подошел к нам с лицом на котором было написано полное недоумение остановившись он стал ощупывать люлины волосы не переставая высказывать свое недоумение затем оставив нас он бросился сзывать всех жителей поселка вскоре собрались почти все обитатели этого небольшого выселка удивлению которых казалось не было конца так как часть жителей оказалась где-то в отсутствии должна была вернуться к вечеру наши новые знакомые стали уговаривать нас остаться на ночевку для того чтобы и другие их сородичи могли бы полюбоваться на своеобразное чудо из расспросов выяснилось что большинство обитателей поселка никогда нигде не бывали дальше мусана а некоторые даже ни разу не видели линии дороги которая была доведена до этого пункта лишь год тому назад стоит только подумать что выше описанный случай произошел всего лишь двенадцать лет тому назад с тех пор корею не узнать так сильно продвинулась вперед цивилизация под умелым руководством непон и все вот такие медвежьи уголки давно уже исчезли обедов мы покинули поселок и двинулись дальше поздно вечером были уже в мусане а к обеду следующего дня дома после трехнедельного лазанья по горам и лесам и знаете ли что было для нас самым заветным желанием кто угадает пойти в баню и смыть то что мы так усердно копили в течение двадцати суток ночуя против нашей воли в грязных фанзах ничто так не утомляет в тайге зимой как невозможность тщательно вымыться уважаемые слушатели аудиокниг нужно сказать что те аудиокниги которые читают актер костя суханов то есть я большинстве своим в абсолютном большинстве являются абсолютно бесплатными и выходят на всех площадках в открытую без всякой дополнительной платы аудиокниги выходят на youtube канале актер кости суханов на бусте вконтакте одноклассников на сайтах а книга . орг книговухи на рутубе яндекс дзене очень многим нравится слушать телеграм поэтому создан отдельный канал который называется аудиокниги читает костя суханов что касается этой аудиокниги основным спонсором если кому-то так нравится но я называю это меценатом этой аудиокниги является владимир синичников из города владивосток он нашел достал выкупил и прислал мне саму книгу которая является крайне редкой и очень хорошо поддержал меня финансово поэтому все мы слушаем эту аудиокнигу абсолютно бесплатно спасибо владимир но и ваши странички безусловно здесь есть потому что ваши донаты также поддерживают мое творчество наше с вами творчество книги вечны и таким образом мы с вами оставляем свой след в истории спасибо огромное каждому из вас поддержать наше с вами совместное творчество может каждый отправив финансовую поддержку на карту переводом по номеру телефона плюс 7 901 715 27 88 на сбербанк тиньков и юмани яндекс банк а также номер плюс 7 901 715 27 88 это мой прямой мобильный ватсап и конечно же телеграм для нашей с вами связи и предложений также со мной вот связался владимир и сделал такое предложение и вот появилась эта аудиокнига спасибо также считаю помощью ваши заказы поздравлений для своих близких рекламы и тому подобное огромное спасибо аудиокнига продолжается барс на фоне восходящего солнца мне хочется рассказать незабываемой по красоте и переживанием случае охоты на барса произошедший с нами 28 декабря 1940 года в манджурии такие случаи как раз и составляют главную прелесть охоты пробыв в тайге около двух месяцев имея уже много интересных трофеев и не менее интересных переживаний я и моих сыновей валерий арсений и юрий решили в это холодное декабрьское утро закончить нашу охоту и отправиться домой в корею чтобы канун нового года быть уже дома нам предстояло пройти пешком до границы около 70 верст что как мы думали займет двое суток возвращались не без разочарования ноябрь и первая половина декабря выдались бесснежными мы же выезжая на охоту мечтали о тиграх которых как известно при бесснежье добыть почти невозможно тому же и все наши поиски в течение двух недель после выпадения снега оказались тщетными и ни к чему не привели не будь так близко новый год мы бы еще не поехали домой тем более что довольно сложная часть охоты это переезды и отъезды со всякими формальностями при переходе границы как то визирование паспортов таможенные обрядности оформление оружия и так далее надо отдать должное властям они всегда шли нам навстречу однако делать было нечего новому году следовало вернуться домой поэтому когда мы утром сидели за последним завтраком в паукову настроение было уже не охотничье старший из моих сыновей валерий вышел немного раньше чтобы в следующем селении хваньгоу заявить властям о нашем уходе после чего должен был подождать нас чтобы идти вместе мы втроем нагрузив телегу нашим охотничьим скарбом и забрав свору собак распрощались хозяевами и отправились следом за ним дойдя до хваньгоу мы зашли в один из домов на окраине поселка чтобы проститься со знакомыми русскими стражниками у которых порядочно засиделись а выйдя оттуда уже не застали валерия в селении он не дождался нас и ушел мы увидали его фигуру на полверсты впереди нас как только вышли из деревни скоро он уже скрылся из глаз за ближайшим поворотом узкой скалистой долины собаки бежали тут же близость только что покинутого селения казалось бы не сулила никаких охотничьих сюрпризов влево от нас возвышалась крутая гора с изредка разбросанными старыми деревьями с густо заросшими кое-где по косогору небольшими скалами россыпями камня и перерезающими ее маленькими оврагами едва мы зашли за небольшой уступ над дорогой скрывающий от нас этот косогор как услышали за ним лай одной из собак в начале не придали этому значения так как не ожидали встретить здесь ничего существенного однако когда лай повторился я и арсений выскочили на бугорок чтобы посмотреть что происходит лай доносился из леса сожжение в ста от нас не хватало же на лицо двух молодых собак ассори и вори мы стали прислушиваться все еще не придавая значения лаю младший же мой сын юрий оставался на дороге не веря что мы набрели на крупную дичь собаки сворой тоже крутились около нас видимо не доверяя лаю молодых но вот прошло две-три минуты и лай сделался серьезным и басистым мы поняли что они лают не на козу или зайца она крупного зверя вроде кабана в это время на пригорок поднялся и юрий все еще не верившись чтобы здесь было что-то серьезное но я уже стал думать что не кабан ли это заблудивший так близко к селению обнаружен с собаками и вот решив поддержать собак травя остальную свору мы полезли по кустам к верху рассыпавшись в порядке как стояли я оказался правым левее стоял арсений а еще дальше юрий сыновья мои наступали прямо по овражку на лай а я наметил себе путь на лежащий впереди холмик в это время рванулись вперед собаки ральф и ларга лай усилился но из-за холма я не мог ничего видеть так как я не видел и охотников скрывшихся в лесу скоро ушли оставшиеся при мне север и кома и после этого эхо их лая загудело вовсю не слышавший этого звука песни собак никогда не поймет тех переживаний которые испытывает охотник когда не существует ничего на свете и ничто не может остановить его особенно когда он чувствует впереди себя интересную добычу при этом воображение почти всегда рисует нечто большее чем бывает в действительности однако бывают и исключения как и случилось у нас стремясь как можно скорее увидеть в чем дело я изо всех сил старался вскарабкаться на холм а лай шести собак все усиливался и вот уже стал разноситься по лесу так громко что все время ему вторило эхо я поднимался на восток в сторону восходящего солнца было 11 часов утра и навстречу мне из-за высокой горы брызнула золотое солнечное сияние нестерпимо зимой уже перед самым восходом на сопку я ясно определил что лазь совсем недалеко за перевалом еще несколько шагов передо мной открылась картина какую я редко видел за долгие годы своей охотничьей жизни на расстоянии ста шагов впереди на вершине старой высокой дугой изогнутой березы боком ко мне стояла всю свою красоту старый красавец барс шерсть на всем его изогнутом теле стояла дыбом а восходящее солнце в ореоле которого он предстал передо мной окружала его золотым сиянием барс конечно всецело был занят собаками устремив на них горящий взгляд он рычал чувствуя себя пока в относительной безопасности он не замечал еще приближение охотника как я в это время пожалел что со мной не было фотографического аппарата конечно при первом же взгляде на такой редкий трофей мне захотелось его получить но тут пришлось взять себя в руки и спрячь всю выдержку старого тигра чтобы не сделать промаха и выстрелить уже наверняка солнце светящее прямо в глаза мешало выстрелу к тому же я знал что в случае моего промаха если я лишь раню барса он может в борьбе задрать несколько собак что уже случалось у нас в прошлом и после чего мы дали слово стрелять барса на дереве лишь наверняка нельзя же было позволить зверю уйти мысли проносились быстро и причин этому было много я понимал что надо прежде всего подойти так чтобы избежать светившего в глаза солнце но при этом спустившись за холм я попал бы в чащу правда не теряя из вида зверя но сквозь ветки выстрел не мог быть верным надо было обойти до относительного редколесия но при этом пройти почти на виду такого зоркого и смелого зверя как барс окончательно же усложнило дело то что в лесу я был не один другие охотники в любой момент могли иметь лучшие условия для стрельбы могли бы снять зверя у меня под носом если зверь услышав меня успеет спрыгнуть с дерева раньше чем я пройду через густую чащу он сможет уйти от меня без ворота невозвратно все это волной пронеслось в уме но выдержка взяла верх и откинув мысль о поспешном выстреле я держа на виду зверя стал красться к чаще забирая вправо чтобы выйти в сторону от солнца собаки почуяв приближение охотников лаяли выли наполняли лес несмолкаемым гомоном барс же продолжал прогуливаться по нависшей дуге березы и в бессильной злобе рычал на загнавших его на дерево собак все тело его было напряжено и вся шерсть дыбилась когда мне оставалось до дерева не больше семидесяти шагов барс почуял охотника волнение его усилилось и он видимо решил попробовать прорвать блокаду чтобы удрать изгиб березы от земли был не ниже шести сажений конечно такого прыжка сделать он не рискнул стал спускаться по стволу вниз видимо намечая место дальше от круга занимаемого собаками когда до земли барсу оставалось около трех сажений он остановился готовясь к прыжку я видел все это но из-за густой чаще все еще не мог стрелять и только ускорял шаг чтобы миновать последние ветви мешающие сделать смертельный выстрел оставалось не более сорока шагов когда барс напряг все мускулы своего стального тела и отделившись от дерева тугой пружиной сделал пятисаженный прыжок через собачий круг еще миг и он убежит я вскинул ружье собаки бросились преследовать барса секунда прицела и затем выстрел пуля пронзила зверя насквозь он перевернулся и вся свора собак в миг сидела на нем когда я подбежал у ног моих кружился сплошной собачий клубок зверь вагоне царапал землю собаки в азарте рвали его иногда он наносил им своими лапами сильные царапки все мои попытки оттащить собак чтобы предохранить их от случайных ранений были тщетны такой момент невозможно пристрелить раненого зверя так как живой клубок сплетающихся на нем собак мешает выстрелу через три-четыре минуты подбежал арсений юрий они тоже были совсем близко но из-за чаще не могли стрелять по барсу а только слышали и выручание хорошо еще что шкура барса очень крепка и не поддается собачьим зубам но досталось и собакам базарте вори все же всунул ногу в открытую пасть зверя который прокусил ее этот прокус залечивал потом целый месяц все было кончено барс лежал неподвижно привязав веревки мы по снегу потянули убитого зверя к дороге где нас ждала наша телега с грузом положив на нее барса мы отправились дальше вся наша охота заняла не более сорока минут перед уходом мы решили выяснить откуда появился барс и по следам увидели всю картину оказывается что ночью недалеко от дороги барс задавил дикую козу всего в полуверсте от селения хвань гоу с аппетитом полакомился ею и залег отдохнуть на ближайшей скале оттуда-то он и увидел свору наших собак идущих мимо него аппетиту зверя опять проснулся и он захотел полакомиться собачатинкой для чего спустился со скалы и залег неподалеку от дороги за камень только на этот раз собачатина оказалась не по зубам для зверя только мы успели тронуться дальше как нас догнал вышедший из хвань гоу грузовик со стражниками у которых мы час назад пили чай они были очень поражены такому быстрому успеху нашей охоты но еще больше был поражен старший мой сын валерий которого мы встретили идущим к нам на встречу за первым поворотом он не слыхал выстрела и ничего не знал валерий повернул обратно по совершенно другой причине отойдя всего одну версту он пересек идущий через дорогу след крупного тигра ясно он не мог пропустить такого случая повернул к нам чтобы поторопить нас следить хищника но обо всем связанном с этим тигровым следом я расскажу в другой раз сибата и барс случая которым я хочу рассказать произошел в феврале 1928 года был у нас один приятель охотник непонец по фамилии сибата это был старый промышленник любитель но настоящий старый корейский таежный бродяга считающий себя лучшим охотником в нашей губернии человек он был в сущности обеспеченный имел в городе ранане большой магазин где у него торговали дети а сам он любил бродить месяцами по горам как и у всех местных промышленников успех его зависел главным образом от хороших зверовых собак когда стрелять зверя приходится наверняка и по большей части на очень близком расстоянии правда здесь требуется большая выдержка но отнюдь не та меткость когда вам приходится стрелять на несколько сот шагов да еще на бегу или в густой чаще все эти собачьи охотники как я их называю зависят всегда своим успехом от своры достаточно кабану или медведю прикончить вожака своры да еще вдобавок одного или другого из его помощников как такой собачник на год-два пока не восстановит свои своры переходит на второстепенное положение я лично никогда не строил своего охотничьего благополучия на одних собаках а главным образом на хорошей винтовке и меткой стрельбе будь то стоячая лежачая бегущая или летящая цель чего я придерживаюсь и сейчас но конечно неплохо иметь хорошую зверовую свору это необходимо еще и потому если принять во внимание густые заросли корейской и манджурской тайги особенно в бесснежные периоды охоты особенность сибата заключался еще в том что он любил хорошо выпить от дома это ему не разрешалось родными на охоте же по вечерам он часто бывал навеселей тогда любил часами увлекательно рассказывать вспоминая все свои приключения за двадцать пять лет бродяжничества по корейской тайге так как охота по зверю особенно сложна и в сущности представляет собою целую науку то всегда со вниманием выслушиваешь такие рассказы каждый особенный случай который может пригодиться на практике познакомился я с сибата совершенно случайно бродя как-то осенью 1923 года до выпадения снега за кабанами я встретил его в одном глухом горном ключе идущем мне навстречу позади него плелись четыре серых собаки манджурские лайки день выдался жаркий был уже заполдень все вместе взятое располагало к отдыху сибата был высокого роста с большой черной бородой лопатой что придавало ему стиль таежника он отлично говорил по-корейски и это дало нам возможность разговориться кроме того я решил использовать подвернувшийся случай чтобы расспросить о корейской охоте так как это был всего лишь второй год моей жизни в корее расположились ручья я стал варить чай а мой новый знакомый рис и поджаривать вяленую рыбу которую так удобно носить и сохранять особенно летом когда от жары мясо быстро портится встретились в тайге и не зная друг друга каждый из нас осторожно обнюхивал другого разговор не клеился мой собеседник явно уклонялся от ответов когда я задавал вопросы о кабанах тиграх и тому подобное наконец обед закончился до вечерней охоты оставалось еще часа два мы разлеглись на сухой мягкой траве но наше знакомство ни на шаг не подвинулась вперед наконец я уяснил что мой новый знакомый попросту не считает меня за серьезного охотника это побудило меня прибегнуть к моему излюбленному трюку который даже в юные годы ставил меня на почетное место как стрелка сибата полежав стал с видом знатока рассматривать мою трехлинейную винтовку интересовался как она бьет я ни слова не говоря взял ружье перевел патрон поднял с земли левой рукой круглый камень величиной в куриное яйцо и держа в правой руке винтовку левой я подбросил камень в воздух быстро вскинулся и выстрелил момент и от камня в воздухе осталась только пыль сибата как видно в момент выстрела хотел спросить что я делаю но так и остался с открытым ртом не каждый сможет понять то впечатление какое этот выстрел произвел на человека тайги считающего себя первым стрелком охотником во всяком случае в северной корее где он жил и вдруг явился кто-то совсем неизвестный и сделал выстрел о котором он даже не мечтал когда прошло первое впечатление он подошел ко мне и молча пожал мою руку а затем попросил снова повторить такой выстрел желая как видно проверить не является ли он простым фокусом я молча поднял второй камень и проделал тот же номер свидетелем всего произошедшего был мой постоянный кореец-носильщик который не только слышал о моей стрельбе от корейцев но и сам неоднократно видел ее когда сибата несколько успокоился он отозвал в сторону моего корейца и долго чем-то расспрашивал затем он подошел ко мне и сказал раньше я думал что я здесь первый стрелок и охотник но теперь я вижу что нас двое а потому будем друзьями и после этого он рассказал мне многое о корейской тайге когда мы расставались он дал мне свой адрес и обещал приехать к нам в гости в сайсин добавив что как только он узнает о появлении где-либо тигра то сообщит мне и мы вместе отправимся на охоту время шло мы встречались иногда с ним в тайге иногда он заезжал к нам а я бывал у него во время игровой экспедиции господина рида которую я организовал в 1927 году мы вновь встретились в тайге с сибата ненадолго соединили наши своры по кабанам но вскоре же разошлись уйдя дальше в горы об этой охотничьей экспедиции продолжавшиеся 30 дней я как-нибудь расскажу впоследствии однажды вечером в конце февраля 1928 года сибата сообщил мне по телефону из раннана что по точным сведениям исходящим от корейцев вершине раннанской паде верстах в двадцати в тайге появился тигр сибата приглашал меня утром с первым же поездом захватив собак приехать к нему чтобы совместно тронуться за тигром у нас конечно же все заволновались и все имеющиеся в наличии охотники попросили их взять с собой готовились весь вечер рано утром отправили на вокзал собака позднее на автомобиле поехали охотники в составе меня моего племянника виктора г и сыновей валерия которому тогда было 16 и 13-летнего арсения начало было несчастливым автомобиль опоздал с подачей а мы в свою очередь опоздали к отходу поезда следующий поезд был только в полдень а сибата обещал нас ждать с утренним предупредив что если мы опоздаем он уйдет вперед один пришлось нажать на автомобилиста и заставить его вести нас прямо в ранан погрузившись в авто с собаками мы пустились в перегонки с поездом у которого в пути были две остановки в результате чего мы прибыли в ранан одновременно с ним нас встретил сибата уже готовый к походу со своими собаками что составил общую свору в шесть штук с нами были вожак своры сангори и кома с орликом кроме того к сибата присоединился охотник кореец ким сразу же уложив вещи на подводу мы тронулись в путь сибата еще раз подтвердил что его вызвал из гор знакомый кореец уверявший что там действительно был тигр не скажу чтобы я был в этом безусловно уверен так как знаю насколько большие фантазеры в этом отношении корейцы всегда склонные все преувеличивать я не раз попавшись на удочку не доверял им часто из-за чего не раз и терял ценный трофей во всяком случае если в данный момент это был не тигр а барс то и тогда охота обещала быть интересной по полудню мы добрались до верхней фанзы рананской долины на краю тайги откуда был вызов хозяин фанзы продолжал нас уверять что в ближайших горах действительно обитает тигр снега было очень немного и только в глухих северах все остальное пространство было вытаившим наскоро пообедов мы решили разойтись по горам в разные стороны в поисках следов тигра дело оказывалось трудным но раз приехали приходилось доводить его до конца вышли все группой и отойдя с полверсты от деревни спугнули козла который отскочил на горку и остановился на бугре расстояние было шагов триста я вскинулся было чтобы выстрелить но сибата сказал что на такое далекое расстояние мне не попасть однако выстрел раздался и замертво подстреленный козел покатился к нам по косогору вся свора набросилась на него и нам стоило большого труда отогнать шесть собак пройдя немного мы разделились чтобы идти поодиночке в поисках следов тигра наша свора пошла со мной пройдя верст десять я забрался в старые дубники скоро стали попадаться следы кабанов причем довольно свежие собаки скрылись с горизонта но через четверть часа я услышал лай приближавшийся в мою сторону выбрав для стрельбы удобное редколесие я остановился на бугре лай медленно приближался вскоре послышалось и характерное пуканье идущих от собак кабанов обыкновенно каждый такой момент переживается охотником особенно ярко пожалуй даже убитый лежащий уже у ног охотника трофей не дает такой яркости переживаний как ждание меж деревьями замелькали приближающиеся спины кабанов это были три старые чушки на поросят отсутствовали щетина на спинах кабанов стояла торчком они ежесекундно оборачивались на преследующих и идущих по бокам их собак которые лаяли но нападать боялись чтобы не получить ранение кабаны двигались с достоинством временами останавливаясь выбрав крупную чушку я выстрелил и она бросилась в сторону чаще две других бросились мимо меня по второй пули бежавшая впереди замертво перевернулась на месте и лежала не шевелясь по-третьей я выстрелить не успел и она скрылась чаще собаки с яростью стали рвать поверженного врага и я дал им несколько времени этим насладиться тем более что шкура кабана так крепко что они не в состоянии ее продрать выпотрошив кабана и вынув желчь которая в корейской медицине играет не последнюю роль и часто оценивается в четверть стоимости всего кабана я завалил тушу хворостом и пошел посмотреть следы раненой первым выстрелом чушки она теряла много черной крови что доказывало серьезность ранения но день уже кончался и в лесу темнело следить стало невозможно и мне пришлось повернуть на ночлег бивуаку до которого через горы было не меньше двух часов ходьбы проведенным днем я был вполне доволен и спешил увидеть всех участников разведки чтобы узнать новости о тигровых следах вернувшись я застал всех уже лежащими на теплых канах фанзи никто из них как и я никаких признаков пребывания тигра не видел что конечно понизило общее настроение смущали только две вещи кореец категорически уверял что тигр есть отсутствие при взрослых чушках поросят как будто бы говорила за то что они стали жертвами хищника сибата ругал корейца будучи смущен тем что вызвал нас напрасно но у меня настроение было прекрасное и мы решили следующий день вновь посвятить поискам тигра необходимо было также вывести убитого кабана и постараться отыскать раненого с раннего утра все охотники вновь разошлись поодиночке в различных направлениях а я пошел с возчиками показать убитого кабана не дойдя версты до места где лежал убитый накануне зверя я обнаружил в полуверсте от себя на старой липе несколько каркающих ворон они временами слетали на землю и вновь поднимались на дерево у меня тотчас же появилась уверенность что следить кабана мне не придется ибо за меня это уже сделали вороны которые уже предвкушают пиршество но ждут только когда прилетит к ним на помощь орел и своим сильным клювом прорвет толстую подмерзшую кожу или же чтобы на их карканье подошел голодный волк предположение оказалось точным под липой лежала вчерашняя чушка которую я передал возчиком также как и выпотрошенную накануне после чего пошел дальше на разведку за этот день я отошел дальше чем за предыдущий тщательно все обследовал но никаких признаков тигра не нашел вернувшись на бивак я узнал что таких же плачевных результатов добились остальные охотники приходилось предполагать что если тигры был то по своей бродяжнической привычки перешел куда-нибудь уже далеко за весь день никто ничего не добыл и настроение у охотников было нерадостное между тем меня призывали домой текущие дела а молодежь должна была мне сопутствовать так как сыновей ждали уроки а старших работа сибата со своим компаньоном также решили вернуться в свои оси позавтраков утром мы стали укладывать вещи уже подъехали нанятые нами сани и мы решили ехать напрямик в сейсин не заезжая в рано когда уже половина вещей было сложено прибежал кореец из соседней фанзы и взволнованно сообщил что ночью у него из фанзы тигр внес собаку известие казалось настолько фантастичным что я не сразу ему поверил но затем все же решил проверить хотя и оставил молодежь продолжать укладываться дойдя до фанзы я действительно установил по следам оставленным на пашне и на песке около фанзы что ночью приходил барс который залег в засаду в непосредственной близости от входа в нее шагах в трех обыкновенно в корее внизу входной двери прорезывается отверстие и на шарнире привешивается маленькая болтающаяся дверка для свободного прохода собаки так что хозяину не нужно впускать и выпускать ее открывая дверь ночью когда собака выскочила во двор барс схватил ее загрыз и унес в соседние скалы расположенные на горе позади фанзы что было видно по следам волоку и оставленным кое-где каплем крови как видно во всем играет большую роль его величество случай и уйди мы на полчаса раньше я конечно так и не знал бы о приходе барса гора в который ушел барс со своей ношей возвышалась на версту это был южный склон так называемый солнопек густо заросший кустарником крутой перемежающийся скалами кое-где росли отдельные старые сосны самое любимое место для пребывания хищников днем является солнопек и барс плотно позавтракав собачатиной наверняка лежал в это время в одном из уступов скалы и дремал время от времени лениво наблюдая жизнь внизу и высматривая собачонку которая подошла бы ему на поздний ужин в этот момент он конечно не предполагал о грозе могущей разразиться над его головой а правильнее шкурой решили так сибата и виктор соединив обе своры пойдут по следу гнать барса который будучи вспугнут неизбежно начнет подниматься в гору от преследующих его собак мы же остальные охотники предварительно до выступления собачников обойдем гору и займем позицию по ее вершине где и будем ждать гона на это нам была дана фора в два часа охотник ким остался сибата на одной из средних вершин остался ждать валерий а на промежутке несмотря на свои 13 лет остался арсений я же поднялся на главную вершину и занял центр предполагаемого лаза как говорят охотники лезли мы около двух часов включая в это время и обход прошло томительных полчаса ожидания все было тихо хотя с моей вершины в бинокль была видна фанза из которой барс похитил собаку но загонщиков там видно не было ожидание становилось все более напряженным в голову лезла мысль а что если барс уже вышел из зацепленного района и давно уже вне нашей досягаемости ведь снега было так мало что обходя гору мы пропустили выходной след и может быть теперь окарауливаем пустое место барс же был особенно желанным трофеем так как за пять лет нашего пребывания в корее мы много раз безуспешно гонялись за барсом валерию удалось даже раз подранить его но взять хищника нам не приходилось параллельно с этим рисовалась как таких случаях бывает следующая картина вот там на пушке вдруг покажется барс крадущийся и прислушивающийся к отдаленному лаю собак и не подозревающий нашей засады а я налюбовавшись пускаю ему пулю в зависимости от расстояния и положения в голову или сердце нет тому кто не испытал этих переживаний никогда не понять их как часто это бывает финал разыгрался совершенно неожиданно внезапно мои мысли были нарушены отдаленным лаем собак доносившимся снизу откуда пошла охота лай был глухой едва слышно и с перерывами но все же сердце встрепенулось появилась надежда что он идет не по случайному зайцу или козе через небольшой перерыв лай повторился и слышались отдаленные голоса гон шел по направлению номера валерия через некоторое время внизу раздался выстрел вначале я не мог понять кого стреляют но усилившийся лай показывал что это выстрелил сибата чтобы поднять дух своры действительно по скалам загудело эхо от шести собачьих глоток и лай все приближался по направлению кавалерию в перемешку с собачьим лаем раздалось грозное рычание барса которому с полным животом было видимо трудно уходить от преследования собак естественно что зверь злился еще потому что собаки не дали ему спокойно насладиться отдыхом на теплом солнышке после столь обильного завтрака можно было быть уверенным в том что у него слюнки текли от предвкушения нового любимого кушания когда он увидел собак около фанзы теперь приходилось удирать от них гон тем временем продолжался и судя по лаю и ворчанию барса был уже недалеко от валерия зная выдержку сына я не сомневался что подпустив зверя он уложит его на месте неожиданно барс свернул влево и пошел параллельно горы под меня и вскоре остановился сожжение хвста в скалах подо мною из-за густых зарослей ничего не было видно так прошло еще минут десять по-видимому хищник остановился в удобном для него месте и не хотел оттуда выходить а собаки не могли его стронуть это мог быть высокий камень или трещина в скале и собаки не могли подойти сзади определив положение я рискнул оставить свой номер и постарался подойти к зверю приспустившись я подозвал арсения на свой номер чтобы он караулил за меня сам стал спускаться на лай предприятие оказалось очень сложным так как чаще овраги со скалами куда завел барс собак были почти непроходимыми эхо лая разносилось во все стороны трудно было определить точное местоположение своры хотя от нее я и находился шагах в ста пятидесяти пробираться приходилось очень осторожно чтобы не спугнуть раньше времени зверя весь косогор был завален сухими шуршащими дубовыми листьями упавшими сучьими перемежавшимися с рассыпавшимися камнями ну конечно не смолкая мылась собак и рычание барса значительно облегчали дело шаг за шагом пробираясь вперед я старался увидеть барса или собак но все мои попытки были тщетны особенно мешали в этом отношении густые заросли корявых горных сосен зелень которых окончательно закрывала горизонт я был на одном уровне слоем и мне казалось что шагах в 75 от цели пришлось продвигаться еще более осторожно курок ружья был взведен на случай моментального выстрела так как барс не будучи в состоянии удрать от собак мог спрыгнуть на меня откуда-нибудь сверху судя по его ручению был достаточно сильно раздражен да и самолюбие его было несомненно ущемлено чувствовалось что без борьбы он свою шкуру не собирался отдавать в этот момент я совсем забыл что кроме меня и собак снизу зверя преследует еще трое охотников и по времени они уже должны быть недалеко совершенно неожиданно я услышал уже неподалеку от себя хруст сломанного сухого сучка и сразу же сообразил что сук это треснул под ногой одного из нижних охотников подбиравшимся на лай собак подобно мне это дало мне толчок поспешить чтобы не упустить случая взять такой интересный трофей я ускорил шаги но продолжал красться лай уже был где-то совсем вплотную передо мной находился неглубокий заросший овражек видно собаки были в нем и поэтому я не мог их видеть но где же в таком случае находился барс впереди меня в овраге росла толстая сосна ствол который голый от сучьев сажение на три выселся кверху а выше на вершине дерева была густая шапка хвой не знаю куда лают собаки я не догадался взглянуть кверху может быть из-за гущей ветвей я бы ничего и не увидел бы так пробираясь шаг за шагом я подошел к дереву до ствола которого оставалось всего не больше пятнадцати шагов но концы ветвей кроны его были уже надо мной лай шел из оврага где-то буквально из под меня но ни собак ни барса не было видно я конечно был готов в любой момент к выстрелу в случае неожиданного поворота событий еще шаг я был поражен увидевши падающую с чистого неба бомбу впереди меня шагах в двенадцати свалился с дерева клубком барс первый момент у меня создалось впечатление падающего сетчатого мешка наполненного яблоками но мешок коснувшись земли мигом развернулся барс не бросился на меня перескочила враг в котором сидели собаки и пустился на утек на соседнюю горку до перевала ее было от меня не больше сорока шагов собаки ринулись за ним я моментально вскинулся и выстрелил в угон но барс скрылся за горой перевалили ее и собаки я перескочил овраг и быстро стал подниматься за собаками взбежав на половину подъема я услышал впереди себя страшную возню лазь собак и рев зверя тут мне стало ясно что пуля сделала свое дело барс тяжело ранен и собаки настигли его не успел я подняться как мне навстречу появился самый молодой пёс дружок с окровавленной мордой на перевале появился кома морда его тоже была вся в кровя левый глаз разодран когтем зверя свалка слышалось шагах в пятидесяти впереди в зарослях куда я мчался полным ходом раненые собаки бежали за мной побежав я увидел замечательную картину четыре оставшиеся собаки вцепились в горло зверя все катались общим клубком постепенно скатываясь все ниже было видно что барс получил смертельную пулю терял силы но несмотря на это выворачивал голову стараясь схватить зубами одну из собак вернувшийся кома присоединился к остальным собакам молодой дружок больше нападать не решался было необходимо добить зверя чтобы избавить собак от риска получить еще больше ранения так как почти все они имели уже царапины все поле битвы было закровавлено к сожалению азарт собак был настолько силен что не отозвать нет тащить их одному было невозможно а стрелять в клубок во избежание ранения или случайного убийства собак я не мог барс каждой минуты ослабевал на счастье в этот момент ко мне подбежал охотник ким он был близко от меня и как я и предполагал подбирался к барсу на лай собак ким схватил за хвосты двух собак и оттащил их а я воспользовавшись моментом добил барса в шею при добивании хищника избегаешь стрелять в голову чтобы не попортить черепа который идет для коллекции вскоре собрались все охотники и конечно стали рассказывать свои переживания особенно много пережил валерий на которого барс шел в начале зверь преследуемые собаками вплотную подошел к нему ворчал и бросался на собак но был в густой заросли что не давало возможности стрелять было время когда казалось что зверь вот-вот покажется но в последний момент он свернул в сторону так и не показавшись на глаза валерию рассказом виктора и сибата они поднявшись на первый выступ скалы нашли остатки костей собаки мясо которой вместе с кожей и мелкими косточками было уничтожено зверем барса собаки подняли на следующей террасе не дальше трехсот шагов от фанзы где насытившийся зверь решил провести день наблюдая за фанзой и обдумывая как видно план в которой из фанз деревушки стащить другую собачку подняв барса собаки в начале шли нерешительно и чтобы подбодрить их сибата сделал выстрел после которого они дружно погнали и уже не отставали от зверя притащив зверя к фанзи мы уложили его на сани с нашими вещами распрощались сибата и кимом и отправились напрямик в сайсин это был первый барс добытый нами в корее и дома нам устроили торжественную встречу три барса приехав в январе 1940 года в маньчжурию мы начали с охоты на косы кабанов так как снега почти нет не было и о тиграх и барсах нам приходилось только мечтать правда изредка следы попадались но следить не представлялось возможным ждали то новолуние то полнолуние когда есть больше шансов выпасть очередному снегу но время шло у нас менялась ожидаемый снег кончался пустоцветом тяжелое это испытание для таежника принимая во внимание все тяжести таежной жизни для охотника любителя которому судьба приготовила как эмигранту долю охотника промышленника как не верти с месяца нет тебе никакой скидки хочешь не хочешь жди 30 дней до рождения очередной луны так было и на этот раз пришлось довольствоваться только козами и кабанами в одно морозное утро выйдя из местечка чунго в котором мы задержались на несколько дней я направился на солонопяки специально за козами которых в тех местах было действительно очень много иногда в день можно было встретить до сорока и даже при бесснежье брать от трех до семи штук день выдался очень тихий козы выскакивали далеко и я к полудню взял только двух козлов район был почти безлесным я не рассчитывал встретить ничего крупного поднявшись на одну из вершин я почувствовал приближение времени обеда посмотрел на часы было четверть второго надо сказать что даже при тридцати градусах мороза охотясь по горам приходится одеваться очень легко поверх свитера обыкновенно надета замшевая куртка и такие же брюки все согревание рассчитано на движение и поэтому во время обеда приходится разводить костер чтобы около него греться и конечно пользуясь случаем подогреть bento коробка с крышкой в которой лежит отваренный рис с приправой и сварить чай по большей части из собранного снега на все это при умении уходит не больше тридцати сорока минут для обеда охотник старается занять такой пункт с которого виден далекий горизонт или же на зверовой тропе и пользуясь свободным временем пока кипит чай осматривает призматический бинокль все складки местности находя часто таким образом зверя и так перевалив за хребет и осмотрев горизонт я не заметил ничего подозрительного ниже меня шагов на двести спускался довольно от логии косогор сильно заросший желтым горным ковылем местами ковыль был довольно высоким и густым так что за десять шагов ничего нельзя было видеть по косогору росли кое-где отдельные дубы ниже шага в двухстах косогор пересекался неглубоким крупным оврагом противоположная сторона которого была хорошо видна хотя на ней тоже кое-где были разбросаны старые дубы по обыкновению находясь в тайге ежесекундно на готове я держал винтовку на перевязи на правом плече и стал собирать земли тонкие сухие сучья стараясь не производить шума набрав приличную охапку я подошел к намеченной площадке чтобы развести костер поднял голову еще раз взглянул на горизонт в этот момент я увидел ниже себя шагах 150 вскочившего на ноги барса стоявшего ко мне боком на небольшом холмике просвечивающего ясным силуэтом сквозь редкий в этом месте ковыль у меня получилось впечатление что барс спал на солнце но услышав мой шорох вскочил и прислушивается конечно мой хворост в миг разлетелся по сторонам а винтовка очутилась у плеча я выцелил и выстрелил но был поражен случившимся вслед за раздавшимся выстрелом вместо одного стояло в ряд три барса все с поднятыми головами круто поднятыми хвостами но это длилось только мгновение второго выстрела я произвести не успел барсы в миг спрыгнули под бугорок и скрылись переведя патрон и держа ружье наготове я бросился к тому месту где стояли барсы в надежде увидеть их удирающими через овраг но пока я бежал не сводя глаз горизонта я ничего увидеть не мог скачив на возвышенность на которой находились в момент выстрела барсы я видел одного из них стоявшего шагах в тридцати от меня в траве и смотрящего в мою сторону в момент моего появления он лег и трава совершенно скрыла его ничего не оставалось делать как выцелить в траву где по предположению мог быть барс я выстрелил еще раз барс видимо тяжело раненый перевернулся через голову и стал волчком крутиться на месте я наблюдал предполагая что он сейчас же упадет мертвым но зверь проделав несколько раз колесо вскочил и бросился в сторону скрывшись в густой траве не теряя времени я добавил патронов осмотрел горизонт и не видя других барсов бросился влево на ближайший холмик как только я вскочил у него то увидел другого барса переваливающего следующий холмик шагах в сорока от меня выстрелить я не успел и бросился тому месту которое только что перевалил зверь он бежал не тропясь и я увидел его переваливающим следующий холмик я гнался за барсом шагов двести мельком видел еще несколько раз но ни разу не мог выстрелить третьего барса мне больше не удалось увидеть вернувшись осмотрел следы стал разбираться в них что при полном бесснежье оказалось очень трудной задачей все же провозившись полчаса я восстановил полную картину происшедшего осмотрев место на котором были барсы я заметил несколько капель крови следы вели к тому месту где я увидел зверя когда он прилег вторично насколько была серьезной первая рана установить не представлялось возможным все же была какая-то причина которая заставила зверя задержаться пробежав всего десять сажений лежи он спокойно я направляясь по следам несомненно попал бы ему в зубы так как лежащим его увидеть не мог на мое счастье я еще увидел его стоящим а прилег он уже у меня на глазах думаю что стреляя барса в траве наугад я не попал в него только спугнул следующая же пуля пущенная на бегу ранила серьезно так как на месте колеса была масса крови дальше след завел меня сплошные тростники выше человеческого роста и местами настолько густые что дальше двух-трех шагов ничего не было видно я продвигался крайне медленно и осторожно пробежавший зверь буквально оставил канаву в зарослях причем трава с обоих сторон была обильно измазана кровью кровь была густой и темной идти дальше одному да при том еще без собаки было безумием так как при таком ранении хищник не мог быть далеко и услышав мое приближение мог бы атаковать сделав засаду при всей бдительности и виртуозной стрельбе он может захватить охотника врасплох от бивака я находился на расстоянии верст 15 идти туда для того чтобы затем вернуться с кем-нибудь из охотников тот же день было невозможно оставлять след без снега и потерять на следующий день было жаль такой трофей не каждый день встретишь ведь барс был очень крупным взвесив все я осторожно стал продолжать слежку дело происходило на салон напеки земля была сухой как и трава и следить было трудно кровь терялась приходилось делать круги что отнимало много времени естественно утомляло и уменьшало бдительность обед мой все еще находился в пейтузе примечание пейтуза охотничий мешок было уже три часа найдя снова след пройдя немного почти по чистому месту я вновь влез в сплошной тростник след шел не по ровному месту а по косогору и снова голос здравого смысла говорил что нужно бросить слежку и прекратить рисковать самолюбие же тигра старого охотника говорила что если ты действительно тигр то обязан идти дальше не бросать следа кроме того я фаталист я подумал что за полвека моей охоты я не задумываясь подвергался еще большим опасностям и ни разу перед ними не отступал неужели мой дух стал слабым нет я не могу не идти дальше и отправился по следу выкинув из головы все сомнения так как видимость горизонта стала более чем ограниченный а след представлял собой продавленную в сухом тростнике борозду с каплями крови на траве я на всякий случай ощупал за поясом нож осмотрел еще раз взведенный курок винтовки и стал медленно и осторожно пробежаться прислушиваясь поминутно к малейшему шороху и стараясь вловить тяжелое дыхание раненого зверя лежащего где-нибудь поблизости в чаще должен сказать что дыхание раненого зверя не раз давало мне возможность разыскать его в чаще однако ничто не выдавало близкого присутствия барса между тем как тяжелое ранение несомненно заставило его забрести в ближайшие заросли он не мог быть далеко тем более что я не встретил ни одной лежки неожиданно я потерял след видимо зверь не пошел дальше так как я оказался в тупике следа я прислушался ничего слышно не было предполагая что барс сделал высокий прыжок не задевая камышей я остановился и стал разглядывать ничего не увидев впереди я повернул вправо и мороз пробежал по моей коже всего в двух шагах от себя я увидел лежащего барса первое что я сделал это прицелился но не успел выстрелить так как в момент скидки рассмотрел что зверь лежит на спине все четыре ноги его были задраны кверху и он был мертв ох сюрприз был конечно приятный со времени когда я стрелял в барса прошло около часа ясно было что будучи тяжело раненым пришел сюда он и по своей привычке свернул к верху в сторону и лег над своим следом на косогоре чтобы в случае преследования напасть на охотника сверху дождаться ему моего появления не пришлось смерть наступила раньше и он уже будучи мертвым перевернулся и скатился почти на свой след хищник оказался крупным самцом завалив тушу нарезанным камышом я пошел осмотреть еще раз место откуда я стрелял по барсам и выяснил следующее три барса лежали на маленькой возвышенности в камышах играли и катались на солнышке так как вся поляна была укатана случайно один из зверей встал не подозревая даже моего присутствия поблизости в эту минуту я взглянул в его сторону в момент первого выстрела вскочили остальные два эффектно показались три головы и три хвоста но тотчас же звери спрыгнули с горки однако они не побежали а задержались не разобрав сразу в чем дело я увидел их добежав до места лежки по-видимому два спрятались в густой траве а раненый не лег когда я его увидел обстреляв по первому я добавил патрона в свой спрингфилд и бросился искать нет ли поблизости других тогда спугнул второго но выстрелить в него мне к сожалению не удалось вывод в конечном результате таков при полной удачи как и на этот раз все кончилось благополучно но необходимо все же помнить что не всегда так заканчивается удачно теоретически при охоте на хищников особенно когда дело дошло до стрельбы или преследования даже в том случае если вы не вполне уверены ранен или зверь или зверей несколько нужно быть спокойным осмотрительным и не лезть зря в чащу однако надо добавить что те охотники которые проявляют слишком большую осторожность при охоте на хищника никогда и никого не убивают как уже сказано выше я лично фаталист верю в свою звезду никогда в жизни ни перед чем не останавливался ни перед какими опасностями даже имел счастье чудом выйти из под тигра сравнительно мало искалеченным а вообще смело могу сказать у меня есть что вспомнить помимо случаев с хищниками я не раз рисковал своей жизнью в боях с хунхузами браконьерами подвергался нападению бандитов штормовал в бурю в море управляя шхуной бывал в бурю за бортом спасаясь при взрыве бензина от которого в море загорелась яхта тонул в водовороте горной речки спасая других тонущих имел массу подобных случаев в жизни пишу об этом не потому чтобы похвастаться лишь разъяснить молодежи что для этого нужно быть быстрым смелым уверенным в себе решительным и сильным физически и ловким всегда хорошо тренированным быстро соображать и раз решив уже не отступать конечно прежде всего нужно быть сильным духом это начало и конец всех успехов кроме того при всех приготовлениях на дело сопряженные с риском нельзя быть небрежным ленивым рассеянным и беспечным нельзя также упускать после окончания рискованного происшествия всех его малейших деталей нужно все их взвесить и во всем разобраться иначе говоря быть всегда и ко всему готовому все же еще должен сказать надо быть фаталистом и верить в счастье кто должен утонуть тот не сгорит ибо все нам заранее предначертано в книге судеб я буду конечно вполне удовлетворен если прочтя эти строки хотя бы один только юноша вникнет в их суть и попробует провести их жизнь ибо сам я не мыслю для юношества иного понимания приключение с брехоньером описываемый мною случай произошел в приморье в моем имении с дыми в 1912 году чтобы не повторяться напомню что в помещенном в этой книге рассказе приключения с медведем частично описана структура охраны оленево парка был конец июля ночи стояли темные погода была туманной но теплой папоротники и травы достигали полного роста в приморье они обычно скрывают человека с головой для браконьеров настало давно желанное время забраться к нам в олений парк и застрелив оленя пангача скрыться с его золотой головой которая обеспечивала человеку с небольшими запросами безбедное существование на целый год но в большинстве случаев беспросыпное пьянство в кабачках владивостока недели на две если кабачек не обберет свою жертву раньше в одно действительно прекрасное утро из центрального сторожевого домика в семивершинной паде раздался телефонный звонок было часов 8 утра говорил старый сторож митюков сейчас раздался выстрел внутри парка не дальше версты от сторожки скажите не ушел ли кто-нибудь из домашних на охоту навожу справки выясняется что на охоту никто не уходил значит залез браконьер немедленно звоню по всей линии и отдаю распоряжение усилить бдительность по всей линии ограды чтобы браконьер если он уже имеет срезанную с пантами голову не мог бы перелезть ограду и удрать из парка необходимо указать что в те времена охрана у меня была уже поставлена хорошо и браконьерство стало большой редкостью приходили или совсем неопытные или же как говорят прошедший огонь воду и медные трубы не задумывающиеся пустить пулю в хозяина или навязчивого сторожа надо сознаться что они достигли блестящих результатов на острове путятине где в конце концов из 1500 оленей осталось не больше двухста лучше обстояло дело с охраной на островах аскольд и рекорд где олени принадлежали приморскому обществу любители охоты это нужно отнести на счет энергичного председателя общества председателя владивостокского окружного суда н.н. бушуева конце концов 1913 году убитого браконьерами при охране оленей его заменил не менее энергичный товарищ председателя инспектор владивостокской таможни п.л. ерышкин который оставался на своем посту до окончания существования общества между прочим в конце 1918 года ерышкин в перестрелке на острове аскольде застрелил знаменитого на все приморье браконьера и стрелка андрея кочергина свое время подозревавшегося в убийстве бушуева но не увлеченного считаю нужным пояснить что полуостров янковского с трех сторон он омывался чудным японским морем а с четвертой на протяжении трех верст от моря каналом шириной в сто сажений соединяющимся с огромным лебяжим озером протяжением в пять верст полуостров от материка отделялся болотистыми местами топким малопроходимым летом перешейком в две версты шириной озеро вокруг заросло высокими камышами браконьеры иногда пользовались маленькими лодками и ночью переплывали на них озеро иногда же они приплывали из владивостока на лодках и высаживались со стороны моря с островов протяжение морского берега полуострова превышало 20 верст что также затрудняло охрану особенно в темные ночи и туманы лодка высадившая браконьеров уходила в ближайшие мелкие острова и ждала сигнала когда вернуться за добычей все это конечно затрудняло охрану вывести пант из полуострова янковского считалось и настоящих браконьеров своего рода доблестью вывесший их как бы переходил высшую категорию хищников поэтому чтобы быть на высоте с охраной парка пришлось не только выдавать при успехе крупной премии но и строить ее на спортивных началах которая из двух сторон выиграет мы или браконьеры я естественно стоял во главе охраны конечно всегда нес некоторый риск своей головой на которую почему-то всегда смотрел довольно легкомысленно правда меня часто спасала большая решимость ловкость и быстрота а также дурная слава которую я не отрицал но подтверждал когда мне задавали вопрос сколько вы на своем веку отправили на тот свет браконьеров теперь же сознаюсь честно ибо мне никого уже не надо запугивать ни одного браконьера я не убил правда перестрелки были умышленно легко раненые но когда мне приходилось брать на мушку браконьера а это бывало нередко и он слышал мой ласковый голос положи ружье иначе застрелю не было случая чтобы он не сдался конечно я знал преимущество на моей стороне я охраняю а браконьеры грабят кроме того все браконьеры считали меня выдающимся стрелком наряду с этим если они обнаружили меня первыми то не хотели брать риска стрелять опрятались ибо знали что при промахе они уже будут на мушке я верил в свою звезду и поэтому шел на риск всегда спокойно придерживаясь теории надо уметь заставить врага всегда чувствовать что у тебя две шкуры а у него одна тогда он отступит вернусь к прерванному рассказу одновременно с телефонным распоряжением сторожам по сухопутной линии я дал инструкцию следить и за береговой усиленно наблюдая вечером и ночью за лодками и подаваемыми световыми сигналами второй линии ловли браконьеров если бы с наступлением темноты им удалось незамеченными выбраться из парка было соединение канала с озером так называемый исток канала который можно было легко перейти вброд и перешек полуострова имевший два прохода или по берегу озера или по главной дороге идущий посредине перешейка все три указанных перехода занимались с вечера до полуночи так как предполагалось что если до полуночи браконьеры не вышли то останутся в парке поохотиться на следующее утро недалеко от перешейка была расположена имени моего брата я на ныне умершего его обязанности в таких случаях входило с вечера вместе с вооруженными рабочими занять оба прохода по перешейку поседлав лошадь и собрав около десяти человек верховых обыкновенно это частично были служащие частично молодежь гостившая в умении летом мы тронулись цепью по парку искать браконьеров задача была нелегкая мешали заросли рост цепи скалы проездили пробродили до вечера но ничего обнаружить не удалось не обнаружили мы труп оленя из чего можно было заключить что стрелявший утром браконьер сделал промах и вечером они снова возобновят охоту от дома до истока канала было верст пять взяв с собой двух человек я выехал в сумерки сам чтобы сделать засаду так как это место считалось самым ответственным спрятав лошадей в стороне мы засели быстро спустилась темная ночь прошел час другой то не бывал в таких засадах тому трудно понять все ощущения и переживания в голову лезут всевозможные предположения и воображение от нечего делать рисует всевозможные картины как это все должно пройти кто на этот раз предполагаемые браконьеры обыкновенно бывает все наоборот вопреки всяким предположениям и поэтому все нужно соображать уже по ходу самого дела самым же неприятным фактическим переживанием являются визиты комаров и мошки нужно иметь дьявольское терпение тем более что сидеть приходится молча не шевелиться а главное что очень тяжело для курильщиков не курить вам приходится все время прислушиваться ко всем шорохом так как приблизившийся незаметно браконьер может удрать назад или же выстрелить в подкарауливающего вы нервно сжимаете винтовку но в то же время знаете что стрелять будете только в крайнем случае да и то скорее воздух чтобы напугать врага комары тем временем беспощадно грызут и грызут вас время от времени вы проводите рукой по лицу и чувствуете липкую кровь часы идут и укусы комаров еще более озлобляют вас против браконьеров неожиданно плеснет выпрыгнувший игра из воды пеленгас всплеск один второй третий вам уже кажется что это через канал идет браконьер миновавшие стороной сторожей но снова наступает тишина и вы убеждаетесь что это был пеленгас кажется что время идет очень тихо сидеть приходится минимум до 11 часов вечера на часы опять же лишний раз не взглянешь нельзя зажигать спичку комары становятся все более назойливыми у курильщиков уже лопается терпение лежащие в засаде шепчутся попался бы нам сейчас браконьер взяли бы его разделе да подержали полчаса голым чтоб комары попитались долго бы это отбило у него охота воровать панты можно с уверенностью сказать что не будь всем участникам облавы привито спортивное чувство никто бы не высидел при такой обстановке положенного времени так было и на этот раз время уже подходило к тому чтобы возвращаться домой поспать так как четыре часа нужно было быть всем по своим местам вдоль ограды неожиданно послушались быстрые шаги кто-то спешил в нашу сторону все насторожились наконец-то браконьеры будут наши голову продолжает сверлить одна и та же мысль кто же попался на этот раз еще минута и идущий приблизится почти вплотную темень страшно ничего не разберешь наконец окликаю кто идет все одновременно вскакиваем и окружаем чтобы схватить неизвестного и вдруг слышу спокойный голос митюкова свой подходит в сопровождении помощника старший сторож спешу узнать чем дело оказывается уже в потемках часов около девяти в том же месте что и утром вновь раздался выстрел оставляю помощников с митюковым продолжать засаду и даю инструкцию пробыть до двенадцати ночи затем митюкову вернуться в сторожку остальным ехать домой сам же еду дальше на перешейк к яну это еще верст пять чтобы снять его посты и сговориться о плане действий на следующее утро со мной едет один из моих помощников а времени посты должны быть уже сняты подъезжаю к усадьбе брата расположенные в версте от перешейка полуострова залаяли собаки услышал ян и вышел на крыльцо он уже успел раздеться и встретил меня в ночной длинной рубахе я сидя на коне я говорю что вечером был новый выстрел в ответ он мне сообщает что на дороге дозор уже сняты люди отдыхают а с озера должны вот-вот вернуться неожиданно в этот момент со стороны дороги в полуверсте от нас раздался выстрел эхо которого гулка разнеслось в ночной тишине мигом нам представилась картина возвращавшийся с дозора патруль столкнулся с браконьерами кто-то из них сделал выстрел повернув коня я полным ходом понесся к дороге было так темно что я почти не было заметно я скакал как говорится набу через канавы рытвенные камни мой помощник где-то отстал но я не обращал на это внимание так как нельзя было терять времени проскакав около версты я услышал голоса и подъехав сторожам увидел их мирно курящими выяснилось что возвращаясь домой они стали вынимать патроны из стволов причем у одного из них произошел нечаянный выстрел тревога вновь оказалась напрасной обескуражены не успев обменяться впечатлениями мы тронулись к усадьбе как услышали шаги бегущего нам на встречу человека мы остановились и стали ждать на нас неслось белое привидение вначале мы не поняли в чем дело оказывается на встречу нам бежал в длинной до пят ночной рубахе мой долговязый брат ян с винтовкой в руках он спешил к нам на помощь не думая о том эффекте какой произведет его появление в столь странном туалете это было третье приключение в течение нашей злополучной ночи так как браконьеры не вышли из парка с вечера то мы условились с яном что он со своими людьми займется четырех часов утра в помощь сторожам западную часть просеки а наши центр и восточную часть до восьми часов утра все будут караулить и слушать не повторяться ли выстрелы после чего мы начнем облаву собрав к тому времени человек пятьдесят то есть всех свободных обитателей обоих имений было уже около часа ночи мы с племянником направились домой немного туманило и стало морозить но я решил возвращаться горами через лес в надежде что сырость заставит браконьеров развести костер или же они ночью станут подавать световые сигналы лодки если они прибыли в парк с моря только зная хорошо местность мы могли рискнуть на этот путь через россыпи овраги да и менее таким путем было верст восемь но так хотелось перехватить браконьеров у меня почему-то была уверенность что вот на этот раз хозяйничают самые головорезы так как в течение дня после выстрелов не постарались даже удрать вы все наши ночные старания пропали даром и мы только к трем часам вернулись домой расседлав лошадей дав им корм поставили будильник на четыре часа утра мы моментально заснули а спать вернее даже дремать нам оставалось меньше часа так как летом светает рано а в четыре часа нужно по телефону разбудить сторожей и вновь скакать чтобы руководить поисками ровно в четыре зазвенел будильник а за ним и телефон было условлено что в восемь утра все останутся на своих местах а к девяти собираются кроме расставленных редко на горах часовых к центральной сторожке метюкова после чего устраивается цепь из пятидесяти человек конных и пеших с тем чтобы обшарить все укромные места парка я двинулся по линии объездив все посты и к семи утра подъехал к центральной сторожке где застал помощник метюкова одного из сторожей корейцев позвонил по линии мне ответили что новых выстрелов в это утро слышно не было в ждании сбора сторожей я остался у сторожки а сторожу корейцу дал распоряжение пока что обследовать ближайший район в котором накануне был сделан выстрел нет ли там трупа оленя с отрезанной головой резав коня я сел в ожидании понемногу стали собираться люди подошел метюков и мы успели обменяться с ним парой слов как вернулся очень взволнованный сторож кореец которого я посылал на разведку и сообщил что всего лишь двухстах сожжениях от сторожки если идти по указанным тропинке прячется вооруженный человек позади указанного места была горка чтобы не терять времени я решил с имеющимися в наличности людьми окружить браконьера и поймать его так как стрелять конечно же не хотелось между тем если бы мы пошли цепочкой с одной стороны то спугнули бы браконьера а если бы он стал удирать то пришлось бы в него стрелять чего я всячески избегал я только упустил из виду что там мог быть не один браконьер а несколько у меня сразу же созрел план я отправил трех сторожей окружить гору с противоположной стороны и ждать а сам решил пойти по указанной тропинке если удастся задержать браконьера если он побежит то несомненно наткнется на засаду тем более что люди вот-вот подойдут медлить было нельзя я направился по тропинке была сильная роса стоявший группами папоротники были мокрыми держа наготове ружье я медленно пробирался вперед дальше тридцать сорок шагов между деревьями ничего не было видно напряжение нервов было сильно ибо в каждую минуту я мог бы получить в лоб пулю пройдя шагов шестьсот я действительно заметил между папоротниками подозрительный предмет не то колода не то еще что то продвигаясь очень осторожно ползком я приблизился к таинственному предмету шагов на двадцать пять но все же не смог рассмотреть что это было казалось что это человек или несколько их спрятавшихся в тени большого дерева вблизи находившийся в папоротниках колоды я подполз еще ближе и наконец разобрался в чем дело передо мной лежал человек держа в руках винчестер прикладом в мою сторону до него оставалось шагов восемь и отступать было поздно хотя поблизости могли быть мои люди надо было на что-то решаться и вдруг к моему удовольствие я услышал громкий храп этого было достаточно я приподнялся смотрелся и увидел что передо мною на боку ногами в мою сторону лежит человек с ружьем в руке голова его была покрыта суконной бобриковой тужуркой чтобы не кусали комары спящий зверски храпел я надел свою винтовку на спину один прыжок старого тигра вырван и отброшен в сторону винчестер тужурка дальше надвинута на голову я уже сижу на спине врага обхватив его руками и ногами зажав так чтобы он не мог вырваться и время от времени луплю его зная что скоро моя злость уже выдохнется борьба не была продолжительной скоро моя жертву почувствовала полную свою беспомощность и покорилась делаю одной рукой за спиной три выстрела условный сигнал на нашем языке означающий собирайтесь ко мне и вдруг слышу отпустите я задыхаюсь по голосу слышу что это говорит кореец на довольно приличном русском языке спрашиваю тот такой хозяин отпустите слышу в ответ никогда больше не буду приходить к вам на охоту повторяю вопрос кто ты такой я пак из верхней адемии что в десяти верстах от манчжурской границы я две недели тому назад взялся с артелью косить сено взяв при этом аванс сто рублей но артели не привел а разузнав порядки в парке явился понтовать я был искренне удивлен так как знал что пак является старым промышленником и притом зажиточным человеком в это время на мои выстрелы прибежал один из стражей корейцев желая напугать пока так чтобы действительно он не только больше не приходил для понтовки в парк но и заказал это и всем другим так как понтача он не убил и суд максимально приговорил бы его к трем-четырем неделям выседки я громко по-корейски сказал сторожу сделав ему при этом знак рукой чтобы он никуда не уходил беги скорее сторожку принеси топор лопату и кайло мы отрубим ему голову выроем яму и закопаем никто об этом не узнает если бы вы знали какой эффект произвели эти слова на мою жертву он стал умолять меня по щаде завопил отпустите никогда этого не забуду всю жизнь буду даром работать на вас но я был неумолим не хотел бы я попасть на место браконьера так прошло минут десять он все же продолжал молить меня по щаде я же продолжал свою игру наконец стали сбегаться сторожа рабочие все те кто в течение суток кормили комаров и почти не спали особенно были озлоблены старослужащие корейцы когда узнали кто был виновником происшествия каждый из пришедших считал своим долгом дать паку по физиономии и мне с трудом удалось остановить это избиение поручив охрану пленника двум русским больше от предотвращения избиения чем от побега пленника повели в усадьбу решили отправить виновника торжества во владивосток а не в адеминскую волость где у него были свои и скоро бы его освободили атер уходил на другой день и до его прихода пленника посадили в подвал под кухней где была прочная западня совершенно случайно вся эта история кончилась курьезно и сильно обогатила легенды о наших расправах с браконьерами вечером когда прислуга кормила пленника видимо плохо забили гвоздь в западне помимо того она боялась спать в кухне и никому ничего не сказав отправилась ночевать к соседке пак ночью выбрался из подвала в кухню и решил удрать через окно которое как и все окна нижнего этажа усадьбы в седеме было забрано толстыми железными решетками чтобы никто не мог проникнуть во внутрь дома стремясь пролезть сквозь решетки пак снял куртку и положил ее на окне но не помогло и это когда он поднялся по лестнице на второй этаж и удрал спустившись по столбу поддерживающему балкон оставив в нашем распоряжении только забытую куртку утром я отправил волос нарочного с просьбой арестовать пока но мне сообщили что он домой не возвращался и объявил что выдам сто рублей премии тому кто укажет где он находится но был уверен в том что он бежал за границу которая отстояла от его фанзы в десяти верстах осмотрев отобранный винчестер я признал в нем бывший мой проданный корейцу охотнику из деревни адеми год тому назад как потом выяснилось охотник дал его паку при условии выдачи ему половины стоимости добычи я в сущности был доволен таким оборотом дела ибо бегство за границу было бы большим наказанием чем ему мог бы дать суд но все же этим дело не кончилось через три дня после случившегося ко мне приехали три брата пока посидев некоторое время молча по-восточному они дипломатично начали беседу о своем брате браконьере я вначале был уверен что им просто неудобно передо мной за поступок брата и они решили выразить свое соболезнование по поводу случившегося но поговорив с ними убедился что мои предположения ошибочны тогда я обратился к ним с просьбой помочь мне разыскать их исчезнувшего брата пообещав за это сто рублей они ничего не ответили но задали вопрос где был в заключении их брат я сказал им что он сидел в подвале и при этом показал оставленную им тужурку братья переглянулись между собой и вышли казалось вопрос был исчерпан однако прошло около двух часов и братья снова явились ко мне они стали расспрашивать об исчезновении брата более подробно вначале я не мог понять в чем дело но затем убедился они не верили в бегство пока когда они волнуясь вначале попросили а затем мы потребовали чтобы я показал подвал в котором содержался их брат мне стало ясно что они убеждены в том что их брат убит и закопан в подвале ха-ха думаю до них дошел уже искаженный слух о том что я грозился отрубить паку голову и закопать загадочное же его исчезновение по мнению братьев являлось только подтверждением моих намерений учтя эффект этих слухов я категорически отказался впустить их в подвал сделав вид что это мне по какой-то причине нежелательно и тем самым еще более укрепил их подозрения братья подняли скандал но я был неумолим и кончилось тем что они высказали мне в глаза свои подозрения и заявили что сообщат об этом властям цель была достигнута и слухи о расправе с браконьером быстро разнеслись по окрестностям вскоре я узнал что через три дня после визита ко мне братьев пак вернулся домой взял свои вещи и бежал снова за границу вернувшись окончательно домой только через год я конечно сделал вид что ничего об этом не знаю ибо и так он был достаточно наказан так родятся легенды распускаемые нарочито слухи о привязывании к деревьям раздетых до гола браконьеров для кормления комаров и всевозможных других истязаниях служили мне самыми лучшими дешевыми помощниками и сторожами при исключительно тяжелой рискованной охране оленей но конечно самыми смелыми браконьерами в случае когда их захватить было невозможно приходилось применять меры более действующие на нервы это аккуратное обстреливание их из засады при том так чтобы пули ложились от них на расстоянии скажем одного двух аршин браконьер конечно не предполагает что вы не хотите в него нарочно попасть а думает обратно и спешит удрать зато в большинстве случаев вторично он избегает нанести визит да еще другим не советует когда-нибудь в другой раз я расскажу о более рискованных случаях при ловле браконьеров макар и кабаны это произошло в период с 15 по 22 декабря 1933 года зимы в то время мы проводили еще не у себя в корейском умении на вине а в городе сысин нужно сказать что декабрь самый благоприятный месяц для охоты на кабанов так как с ним совпадает сезон кабан них свадеб иначе говоря по охотничий гона кабаны особенно самцы сикачи буквально дуреют и увлекшись ухаживанием зачастую не обращают внимание на выстрелы что значительно облегчает охоту правда в этот период раненый кабан опаснее при преследовании чем обычно но тут только от охотника требуется большая бдительность кроме того в желудевые годы в декабре в лесу еще остается много желудей и поэтому кабаны в поисках их собираются в дубниках что опять таки позволяет легче их отыскивать восемь часов утра мы сели на поезд отходивший с сейсина на север а в 10 30 утра уже высадились на станции сухио откуда к вечеру нужно было добраться до местечко унгидон панзу корейца макара расположены в двадцати верстах от линии железной дороги для охотника побывавшего хотя бы раз в унгидоне название этого местечка никогда не изгладится из памяти это буквально кабани эльдорадо мы бывали там зимой ежегодно и эта поездка была уже по счету десятый течение десяти лет были изучены все любимейшие места пребывания кабанов я как-то в шутку направляясь туда говорил охотником если хотите иметь полный успех начинайте думать по кабани в этом нет никакого преувеличения несмотря на свою неуклюжесть кабан не только быстрый ловок в движениях но и очень умен когда стадо спугнуто оно так умело может скрываться и прятать следы что неопытный охотник по плохому снегу в них не разберется и может потерять след стада даже в 25 голов спрятавшихся где-нибудь поблизости вот тут то и нужно думать по кабани тропа идущая от станции по глубокому оврагу переваливает через горный массив около 2000 футов высоты и далее спускается по крутым узким падям и оврагам заросшим исключительно старым и молодым дубняком охота в котором является особенно трудной так как молодой дубняк имеет неприятную для охотника особенность он всю зиму не роняет засохших листьев что дает зверь возможность легко скрыться от преследования нас было трое охотников я и два моих сына валерий и арсений к 12 часам дня мы выбрались по тропе на перевал и закусили а тем временем к нам подошли носильщики с поваром и зверовыми собаками собак мы отправили в табор а сами по принятому обычаю разошлись на разведку в разные стороны чтобы вечером собравшись у костра быть в курсе того на что можно рассчитывать в ближайшие дни охоты если бы разведка оказалась неудовлетворительной на следующий день пришлось бы идти в противоположную сторону пробродив до трех часов я не обнаружил ничего интересного до бивока оставалось не более трех верст день клонился к вечеру и без тренинга ноги чувствовали пройденные горы все же я продолжал свою разведку так как вправо от тропы идущей прямо к табору поднималась рысья падь с горой того же названия мое любимое место кабани охоты соблазн был большой зайти туда или нет может быть в сумерках кабаны выйдут попастись я не обращая внимания на усталость полез вверх воображение как всегда в лесу рисовала картину какой-нибудь неожиданной интересной встречи снег был старый месячный и только остатки его лежали по глубоким ключам да по северным склонам гор все пади косогоры были покрыты сухими опавшими со старых дубов листьями сдававшими под ногами идущего сильный шум под вечер ветер стих охота становилась еще более трудной стали попадаться свежерытвенные следы только что прошедших кабанов я очень медленно поднимался по лесной тропинке идущий по сплошному молодому дубнику ступая на носки выбирая для этого места где было меньше листьев ежеминутно останавливался и прислушивался к шороху так как когда кабаны пасутся на желудях их можно услышать шагов за 200 так я прошел с полверсты пока наконец не услышал знакомый столь желанный шорох я остановился прислушиваясь сомнений не было где-то поблизости рылись кабаны но из-за чаще ничего не было видно расстояв некоторое время я наконец заметил несколько силуэтов в густой заросли за врагом стрелять по кабану не наверняка если имеется хотя бы маленькая возможность избежать этого нельзя и бараниный кабан не скоро ложится а иногда уходит не останавливаясь и очень далеко а если и ложится то в густой чаще откуда заслышав приближение охотника удирает или что случается гораздо реже нападает на него и притом неожиданно и стремительно сопровождая нападение диким ревом как и все звери вообще кроме того каждый легкомысленный промах по крупному зверю тяжело переживается охотником ибо иногда от выстрела до выстрела приходится проходить сотни верст и терять неделю времени стадо передвигалось медленно кормясь параллельно моему курсу наконец в прогалине между кустами я выбрал самого крупного кабана расстояние до него было шагов сто пятьдесят я выцелил в шею позади уха и спустил курок вон рюхнул исчез тот же момент мимо того места где он стоял по густой заросли пронеслось еще несколько зверей я успел сделать еще два выстрела безо всякой надежды на успех и затем все стихло я постоял с минуту прислушиваясь и присматриваясь не объявится ли где-нибудь хотя бы один из разбежавшихся кабанов или зашумит стрельный мною но было тихо я уже начал спускаться во враг чтобы выяснить не лежит ли в нем стрелянный мною зверь так как царившая там тишина была подозрительной но в этот момент влево от себя в чаще услыхал шорох характерной кабанью я прислушался неясно было что из-за горы вышел секач шедший вверх по моему ключу я тихо стал подниматься по своей тропинке ему навстречу тщательно всматриваясь в чащу но ничего не было видно слышно было только что и кабан по временам останавливался и прислушивался к моему шороху стараясь выяснить что или кто к нему приближается мы осторожно шли оба на сближение и так как крались навстречу друг другу шагов сто то момент дыр охотника был исключительно захватывающий наконец я заметил шагах в пятидесяти от себя в густой заросли силуэт кабана но сделать верный выстрел в него при таких условиях было нельзя однако это могла быть последняя возможность увидеть зверя и поэтому я выцелив по предполагаемой передней лопатке выстрелил зверя рванулся вверх по паде его не было видно и только слышался треск ломаемых густой чаще сучьев и шум листьев знаю хорошо расположение ключей я бросился по тропинке вверх надеюсь увидеть еще какого-нибудь сикача переваливающего через хребетик тем более что выше было редколесье пробежав немного я и увидел зверя он поднимался на холм хромая на переднюю ногу и остановился от меня шагах в четырехстах я выстрелил на не попал зверь перевалил через гору я стал вновь забегать надеюсь увидеть его еще раз действительно кабан показался вновь самой вершине оврага но расстояние было уже около шестисот шагов видно рано и высокий подъем в гору давали себя чувствовать шел он тихо а затем остановился в чистом крутом сон на пеке наверное выстрел рассчитывать было трудно но это был последний шанс добить зверя тщательно выцелив я выстрелил увидел что пуля взрыла землю под его животом зверь продолжал стоять как видно не знаю куда ему бежать я выстрелил вторично и о радость замертво поверженный кабан покатился вниз несмотря на усталость и наступающую темноту необходимо было взобраться на гору шагов шестьсот чтобы выпотрошить зверя поднявшись шагов сто я неожиданно услышал позади себя виск кабанов я остановился и стал прислушиваться виск повторился и увидел силуэты вышедших из-за перевала двух крупных кабанов до них от меня было шагов триста но так как уже стемнело верный выстрел на такое расстояние сделать было невозможно к тому же я вспомнил что при мне нет запаса патронов так как покидая станцию я не рассчитывал на хорошую охоту осмотрев свою десяти зарядку я с грустью убедился что осталось только два патрона однако раздумывать было некогда и я почти на виду стал спускаться к зверям стараясь подойти возможно ближе кабаны были так заняты флиртом что не замечали моего присутствия и это дало мне возможность приблизиться к ним на расстоянии ста шагов я выбрал момент и стал тщательно целить чтобы не сделать промаха так как на каждого зверя у меня было только по одному патрона с первого выстрела под ухо секач сразу повалился даже не дрогнув чушка отскочила шагов на десять и видимо с удивлением смотрела не понимая в чем дело в момент моего второго выстрела она шагнула и пуля прострелив зад заставил ее сесть патроны были кончены я тронулся к своим трофеям хотя и очень медленно чушка все же привстала и начала лязгать на меня зубами не имея патронов я посматривал на ближайшие деревья чтобы в случае нападения влезть на одно из них положение получилось дороге комичное мне необходимо было выпотрошить секача но подруга его охраняла наконец чушка не выдержала и волоча зад скрылась за гору я быстро подошел выпотрошил свою добычу теперь предстояла еще более трудная задача почти в полной темноте взобраться на гору отыскать убитого секача и выпотрошить его не имея при этом ни одного патрона хотя он и покатился но все же мог бы быть только раненым и напасть на меня стрелять в него я не мог из-за отсутствия патронов дело казалось принимала рискованный оборот но все же несмотря на полные сумерки я двинулся на поиски зверя удачная охота заставляла забывать об усталости ноги буквально несли меня на высокую гору не без труда я разыскал свой трофей поверженный вепрь лежал на косогоре зацепившись за дуб первой пулей я прострелил ему ногу вторая же прошла недалеко от сердца это был поистине прекрасный выстрел с трудом в потьмах я выпотрошил зверя не закрывая хворостом пошел домой все равно необходимо было вернуться сюда завтра рано утром отыскать раненую чушку и осмотреть место где я сделал первый выстрел по кабану и откуда убежал преследуя другого выбираться в полной темноте по россыпям крутеком и чаще при полном отсутствии снега было нелегко мои компаньоны на таборе на этот раз долго ждали меня к ужину разведка валерия и арсения дала слабые результаты поэтому валерий с утра отправился на запад осматривать новые районы охоты арсений пошел со мной помочь следить чушку с собой мы захватили наших носильщиков и повара чигони вытаскивать убитого зверя утром по выходе из охотничьей фанзы мы обнаружили массу кабаньих следов и изрытых площадей видно было что в последние дни сбором желудей здесь занималось несколько табунов благо что урожай был настолько блестящим что желуди лежали повсюду толстым слоем не доходя немного до того места где я накануне встретил стадо кабанов мы заметили новое небольшое стадо этих зверей первый выстрел я сделал с расстояния в 200 шагов чушка явно раненая метнулась через гору исчезла с горизонта остальные звери бросились в разные стороны почаще один из кабанов ринулся в нашу сторону и когда он несся мимо нас шагах 30 под гору со скоростью экспресса мы с арсением дали зал кабан перевернувшись через голову покатился под гору начавшийся день суил удачу к сожалению вторую чушку тоже раненую мы не могли выследить так как вся местность была сильно притоптана свежими следами хочу здесь отметить что для настоящего охотника любителя и стрелка главным удовольствием является убить зверя метким и красивым выстрелом на бегу или на очень далекое расстояние и обязательно наповал выпотрошив свою добычу мы пошли дальше на розыске указав по пути носильщиком на двух вчерашних сикачей принялись за слежку тяжело раненые вечером чушки снега не было и приходилось следить чрезвычайным напряжением но и здесь улыбнулось мне счастье хотя двести сажений мы прошли в два часа но обнаружили раненую накануне чушку она была еще теплой отсюда мы направились осмотреть то место где я накануне сделал первый выстрел каково же было мое приятное удивление когда мы увидели лежащего замертого колоссального вепря пуля попала ему в шею сзади уха и он видимо так быстро грохнулся что я не успел заметить этот экземпляр весил 11 пудов и пошел на чучело для стокгольмского музея его купил у нас гостивший в новине известный охотник ученый исследователь бергман он прожил у нас год и часто участвовал с нами в охоте был уже полдень и мы пройдя немного стали присматривать место для обеда наконец остановились и стали собирать хворост для костра в этот момент выскочили бросились на утек две козочки но мы удачным залпом уложили их с расстояния 200 шагов из почек козы мы сделали шашлык традиционное блюдо на охоте день был теплый и насогреваясь на солнце с удовольствием пили чай и не торопились идти дальше наши наличные трофеи уже гарантировали успех охоты даже если бы мы в этот день больше ничего не взяли бы мы предполагали пробыть на охоте неделю и впереди у нас было еще пять дней после обеда мы разошлись арсений пошел налево в сторону бивока а я решил сделать более глубокий обход и пошел вправо перевалив два холма я заметил впереди пасущегося козла искрав его очень удачно взял с первой пули это был поистине счастливый день но этим как оказалось в дальнейшем наше счастье не кончилось спрятав козла я стал сбираться на основной хребет по которому собирался вернуться к биваку так как день заканчивался и солнце было уже близко к закатам лишь только я поднялся на гору как заметил в ближайшем овраге новое стадо пасущихся кабанов место было удобным я сделал небольшой полукруг и выйдя на бугор оказался в ста шагах от стада которое паслось на соседнем косогорье правда заросшим но удобным для обстрела надо указать на одну особенность кабанов после первого выстрела они обязательно бросаются на утек в ту сторону в которую каждый из них смотрел если же тревога происходила в густом кустарнике то через несколько прыжков кабаны останавливаются и прислушиваются кто из них куда бежит этим моментом конечно охотник и пользуется чтобы стрелять по стоячему кабану кроме того для первого выстрела нужно воспользоваться моментом когда пасущиеся звери стоят головами к охотнику тогда они с перепугу часто набегают на него и дают ему возможность легко заполучить трофей осмотрев местность я убедился что кабаны их было всего штук пятнадцать разбрелись в разные стороны я наметил одну чушку и выстрелил в нее несомненно раненая она бросилась влево а я тем временем выстрелил в молодую чушку бежащую вправо она покатилась под гору всюду стоял шум и треск но стадо успел уже скрыться лишь против меня по косогору лес кверху крупный секач я выстрелил в него с расстояния в 200 шагов зверь был ранен и стал сползать вниз вторая пуля в голову успокоила его на месте казалось все уже было кончено но в это время вправо на косогоре я заметил в густом кустарнике три крупных силуэта расстояние до них было шагов четыреста я сделал три последовательных выстрела с третьей пули один из кабанов покатился вниз а два других скрылись вправо за холмом в том направлении где я стоял местность куда скрылись кабаны была очень пересеченной и заросшей благодаря чему они должны были задержаться и поэтому я не теряя ни минуты бросился забегать по своему хребту на перерез пробежав шагов триста я вновь увидел убежавшую от меня пару они тихо стояли пользуясь сумерками в густой чаще думая что опасность уже миновала в этот момент я услышал выстрел арсения и понял что часть кабанов убежавших от меня наскочила на него и он в свою очередь тоже не зевает выделив по сягачу я выстрелил он свалился и поехал по косогору а чушка пустилась удирать по ключу параллельно моему холму спускавшемуся впать окончательно одуревший ободренный диким успехом я решил попытать счастье увидеть еще раз эту чушку когда она будет подыматься на противоположную мне гору я пустился бежать вниз и как оказалось не напрасно вскоре я увидел ее подымающийся по совершенно чистому месту горы шагах шестиста от меня хотя здравый смысл говорил за то что стрелять на такое расстояние не следует но бывают особенные моменты удачи когда хочется дерзнуть усевшись я выделил с колена и выстрелил пуля взрыла землю под зверем косогор был крутой чушка подскочила и стала почти на то же самое место после второго выстрела получилась такая же картина наконец после третьего она упала и медленно поползла вниз солнце уже село и мне буквально пришлось спускаться в черную пропасть на противоположную от бивака сторону хребта чтобы выпотрошить убитую чушку причем от нее до первой убитой чушки было не менее версты а в промежутке были разбросаны остальные убитые кабаны необходимо было успеть всех выпотрошить а я не знал даже где они лежали конечно среди них могли быть и только ранены спустившись во враг я выпотрошил свою последнюю жертву и оставил ее не закрывая с тем чтобы на завтра прийти пораньше утром стал снова подыматься чтобы отыскать вторую было настолько уже темно что я с трудом нашел ее споров живот оставил не выпотрошенный из остальных я с трудом нашел еще одного кабана а двух так и не разыскал оставив поиски на следующий день пробираться домой пришлось ощупью и в этот вечер мои компаньоны ждали меня еще значительно дольше чем накануне вечер прошел в приподнятом настроении мы все делились впечатлениями дня оказывается на арсения набежали от меня четыре сикача из которых он одного убил а второго ранил но взять его не удалось решили что арсений будет следить раненого накануне им кабана а мне пришлось озаботиться подвозом дичи к биваку рабочим не успевшим вывести вчерашнюю дичь прибавилось много новой работы корейц иван рассказывал нам с каким трудом ему с четырьмя помощниками удалось извлечь гиганта сикача из крутого врага глубиной в несколько сажен и при том сохранить не сломанными клыки которые отличаются большой хрупкостью и при перевозе для их сохранения приходится морду зверя обматывать мешками с соломой взяв рабочих я с утра отправился на розыски выпотрошенных накануне кабанов вскоре к трем выпотрошенным прибавились еще один сикач и чушка так что всего из последнего стада я взял пять штук не смог выследить только одну которую я стрелял первой хотя позднее и оказалось что она была смертельно ранена и отбежала в обратную сторону за густо заросший склон шагов на триста я нашел ее спустя пять дней сильно объеденную тигром общий результат двухдневной охоты оказался рекордным мы взяли с арсением 11 кабанов и две козы и только одна чушка была молодая остальные были исключительно крупными общий вес 11 зверей был около ста пудов но этим наша охота не закончилась поджидая снега мы продолжали бродить по чернотропу погода стояла на редкость приятная и в меру холодная впрочем дающая возможность замораживать убитого зверя и предохранять его от порчи фанза макара стояла под горой в очень глухой заросший старым лесом долине с получистыми солонопеками по крестным горам было много пашин всегда привлекавших к себе внимание кабанов по неписанному закону тайги посторонние охотники сюда не заглядывали уступив этот район нам кроме того он находился всего лишь в 15 верстах от границы манджуга на хороших переходных путях зверя забирающегося в корею из манджурии сейчас когда я пишу эти строки прошло со времени описываемых событий ровно десять лет за эти прошедшие годы не одну чудную неделю мы провели в унгедоне и теперь как только выпадает снег и мое бренное тело почему-либо не может вырваться туда душа моя часто уносится в унгедонские горы на четвертый день охоты спускаясь поздно вечером к фанзе макара я услышал страшный рев зверей было темно и вначале не мог понять чем дело но подойдя ближе убедился что подо мной во враге происходит страшная драка секачей темнота помешала начать охоту и ее пришлось отложить на следующий день вернувшись я рассказал своим спутникам о слышном и мы разработали утренний план охоты я должен несколько отвлечься от темы и сказать что тот кто не переживал охотничьей горячки в тайге тот не может понять всех переживаний таежного охотника даже те которые как я живут в таежном районе это не испытывают того что переживаешь в тот момент когда находишься на биваке и слушаешь рассказы своих компаньонов о том что они встретили того или иного зверя или напали на его след вообще же вечера на охоте проходят всегда очень оживленно особенно если в ней принимает участие несколько человек по возвращении с охоты проходит подобие скаутской беседы у костра каждый по очереди обязан рассказать подробно всем остальным участникам охоты свои похождения за день часто делясь при этом своими собственными впечатлениями и переживаниями в итоге рождаются интересные рассказы и при том поучительные не только для молодых но и для бывалых охотников практически же выясняются охотничьи возможности составляются планы на следующий день серьезная охота является подлинной наукой в ней все должно быть учтено принятого внимания к сведению на будущее кроме того каждый новый день охоты дает новые познания каждый новый хотя бы и варьированный эпизод прибавляет опыт и увеличивает охотничьи навыки обыкновенно порядок рассказов бывает таков начинает рассказывать или младший участник охоты или охотник пришедший на бивак последним а затем в таком же порядке по старшинству или возвращению остальные на этот же раз нам выдался исключительно удачный вечер как я уже упоминал хозяин фанзы макар давал нам приют в течение десяти лет это был настоящий тип корейского горного хуторянина просола бродяги и контрабандиста в прошлом отчасти в настоящем когда мы пришли в описываемое время на охоту макара дома не оказалось а из расспросов его жены и старика тесте в прошлом охотника еще времен фитильных ружей а ныне имеющего за плечами семьдесят пять лет мы толком ничего не могли добиться почему не выполнены кое-какие наши поручения по перестройке фанзы как бывало из года в год и на что были оставлены деньги да и вообще все незатейливое хозяйство было запущено макар и прежде часто уходил через границу до которой от его фанзы было всего десять верст да и охранялась она в те времена довольно слабо границей являлась река тюменю лам довольно порожистая и бурная но замерзающая зимой иногда при преследовании раненого зверя ее приходилось переходить почти не встречая стражи это было очень удобно особенности для корейцев из которых состоял и приграничное население манчжурии к тому же они не имели паспортов но вот неожиданно когда мы сидели и разговаривали открылась дверь и появился макар вид у него был довольно растерянный поздоровавшись он долго не отвечал на наши расспросы почему не выполнил данных ему поручений потом что-то начал мямлить только посидев некоторое время в фанзе он поведал нам свою троедию весной он и трое его горных соседей решили подработать для чего вырубили в вершине глухой паде площадь леса и посеяли мак мечтая о сборе опиума который давал большой доход при продаже манчжуром корейские же власти строго следят как за посадкой мака так и за торговлей опиумом и строго наказывают провинившихся полиция проследила плантаторов трех участников арестовали а макару удалось бежать через границу где он и скитался четыре месяца изредка приходя домой по ночам а иногда и днем с целью помочь семье собрать урожай оказывается накануне старик тесть уговорил соседа сходите передать макару о нашем приезде чтобы он вернулся и выпросил у нас сумму необходимую для уплаты штрафа и таким образом освободиться от положения находящегося в бегах макар долго рассказывал нам о своих мытарствах в прошлом рисовал картины безотрадного будущего если только мы не пойдем ему навстречу он давал обещание работать по доставке нам из тайги убитого зверя что он организовывал всегда очень быстро и талантливо и что нас очень устраивало но я очень боялся чтобы он не удрал с деньгами за границу так как заем ему пришлось бы отрабатывать несколько лет уговоры продолжались два-три дня причем чтобы не попасть в руки полиции макар просиживал дни у костра в лесу а ночи проводил в неотопляемый кладовой в итоге его просьбам пришлось уступить деньги дать макар сдержал свое слово и выплатил долг частями в течение пяти лет наши разговоры вечер появления макара затянулись почти до полуночи что редко бывает в тайге после утомительного дня лазанья по горам дважды кипятила нам жена макара чай который вечерами после таежного трудового охотничьего дня кажется блаженством наконец наметив план охоты по кабанам на следующий день мы улеглись спать утро оказалось ясное не особенно морозное вообще в северной корее декабрь почти весь стоит не очень холодным но дни становятся такими короткими что приходится дорожить каждой минуты ввиду больших переходов на зверовой охоте уходить с бивака приходится на рассвете а возвращаться неизбежно поздно порой приходится брести в кромешной тьме два-три а то и пять часов не успели мы подняться с полверсты как напали наслед вчерашнего стада весь лист был перекопан в поисках желудей кроме того сильно были вытоптанные полянки на которых особенно яростно дрались секачи за свое первенство в стаде снега не было совершенно так как склон был южный по нашим предположениям стадо насчитывало голов пятнадцать побродив около часа по следам мы выяснили их направление и пройдя до кромки глубокой и сильно заросшей паде убедились что следы спускаются в лежащие внизу заросли так как место было теплым и уютным можно было предположить что кабаны придаются дневному отдыху идти по густым зарослям не имело смысла так как во первых была плохая видимость во вторых это создало бы шум и вспугнуло стада мы решили разделиться валерий должен был остаться на следу и ждать пока мы обойдем пать с противоположной стороны и тогда уже начинать слежку я и арсений поднимались очень медленно все время прислушиваясь и присматриваясь чтобы не спугнуть зверей мы потратили около двух часов чтобы пройти расстояние в две версты причем огибая пать не встретили выходных следов все говорило за то что кабаны где-то между нами и валерием продолжая свой путь и высматривая место которое могло привлечь к себе вспугнутых валерием кабанов мы неожиданно услышали два его выстрела раздумывать не приходилось и мы бросились в разные стороны что давало больше шансов на встречу с кабанами лес был густой и только кое-где виднелись полянки я пробежал вправо и остановившись на небольшой горке стал ждать кабанов видимость была по редколесью шагов на сто прошло минут пять томительного ожидания полных самых острых переживаний для охотника когда думаешь только об одном выскочит или нет увижу ли зверя ну и так далее наконец я услышал впереди треск сучьев и шум листьев тот-то приближался ко мне затем я услышал сильное сопение видно звери поднимаясь на гору сильно запыхались однако из-за заросли ничего не было видно еще несколько мгновений и я увидел медленно приближающуюся крупную чушку с годовалым поросенком создавалось впечатление что после выстрела они потеряли в тайге остальное стадо и теперь его разыскивали подпустив чушку шагов на пятьдесят я тихонько свистнул она остановилась прислушиваясь и в тот же момент свалилась замертво пораженная пулей в шею годовик бросился в сторону но со второй пули тоже упал очень интересен был рассказ валерия о том как ему удалось взять выдающегося по величине красавца сикача выждав после нашего ухода как было условлено около часа валерий стал осторожно пробираться по следу спустившись на половину склона крутого оврага он услышал впереди страшный рев и лязганье клыков и подкравшись немного дальше увидел следующую картину два огромных сикача бились за первенство и в смертельной схватке бросались друг на друга с ревом и страшной стремительностью они наносили друг другу сильные удары клыками иногда остановились на дыбы и старались сбить один другого на спину чтобы всадить свой клык в живот соперника так как кожа на животе не такая толстая как на боках и спине сикач задолго до гона подготавливает себе эту специальную броню натирая бока и спину о смоляные стволы хвойных деревьев мне не раз в жизни приходилось видеть поединки оленей но кабани захватывают зрителя во много раз сильнее по словам валерия это зрелище захватило его так сильно что он любовался им около получаса затем он подкрался ближе и метким выстрелом уложил одного из вепрей остальное стадо ринулась в чаще и пущенная в догонку вторая пуля никого не задела при осмотре кабана мы нашли на нем более десятка глубоких шрамов некоторые из которых были шириной до шести и глубиной до двух дюймов однако ни одна из ран нанесенных соперником не была смертельной это наша охота продолжалась девять дней и принесла нам добычу двадцать одного кабана шестнадцать кос и одного горала необходимо добавить что в наши дни это редкая удача принимая во внимание еще и плохой снег наш санный обоз на быках при возвращении на станцию состоял из восьми саней тайге вы не можете себе представить всей прелести охоты по свежей пороге для старого охотника каждый день новая страница охотничьей книги вы тихо-тихо бредете исключав ключ с холма на холм вам попадаются следы диких косых лёжки в тайге их масса бывают дни когда видишь тридцать сорок голов стреляем их редко чтобы не наделать шума далее идут следы стада кабанов видно что они кормились в орешнике вспахали носами землю даже в листьях борозды от носов просят в ближайшем болотце вырыта яма в ней купался секач то есть папаша кабан обливал себя грязью чтобы казаться страшнее своему сопернику виден след лапы с пальцами это шел барс на снегу у него мерзнуты лапы и он забрался полежать на пологую лисину а вот лежит перевернута еще летом колода с которой содрана старая кора это мишка в начале лета собирал жуков и червей пока не поспели ягоды и желуди теперь он спит в берлоге хорошо было бы отыскать его и извлечь из нее но глаз ищет самое заманчивое следы царя тайги тигра встретить их нелегко так как следы стали теперь очень редки войдете дальше поднимаетесь на высокую гору перед вами широкий горизонт склоны холмов покрыты дремучим лесом с редкими полянами высадитесь на камень и вынув цейсовский бинокль осматривайте горизонт селись заметить где-нибудь владельцев замеченных нами визитных карточек одновременно вы прислушиваетесь ко всяким шорохом ибо за вами тоже следят и поэтому ваша заряженная винтовка всегда лежит у вас на коленях на этот раз мы счастливы несмотря на неблагоприятные условия охота очень удачная добыча ли вам и забилует многими интересными трофеями мы уже взяли 19 кабанов по одному барсу и гималайскому медведю которые являются очень интересными экземплярами двух енотов 40 кос и прочее особенно интересно прошла охота на гималайского медведя утром в тайге мы ранили крупного медведя и пустили по следу собак медведь повел их свои любимые непроходимые дебри бурелом камни кустарник все это перепутано ужасно течение нескольких часов напрягая все усилия преодолевая все препятствия мы никак не могли его догнать только к трем часам дня наконец собаки догнали зверя и подняли его слежки мы услыхали страшно оглушительный лай прерываемый ворчанье моревом медведя шесть-семь раз когда мы уже были близко зверь уходил от собак которые шли по медведю впервые но в завале бурелома мы никак не могли его увидеть медведь был ранен тяжело поэтому вскоре собаки его вновь брали поднимая снова страшный гомон а мы то перескакивая через вывораченные деревья то проползая под ними пробирались сквозь сплошной колючий кустарник проваливаясь между камней неслись вдогонку и когда казалось что вот-вот настигнем него он вновь уходил от собакам и травили их и гонка продолжалась шел снег светок сыпался за воротник и надул оружие тут еще приближалась ночь но снова лай и мы напрягая последние силы гнали вновь чтобы не упустить зверя кроме того так как медведь все время делал круги нужно было быть начеку чтобы не попасть ему в лапы об этом конечно вспоминали в тех случаях когда лай приближался на несколько десятков шагов но идти вперед все равно было нужно медведь завел нас видимо в свою любимую трущобу наконец последние усилия рев лай и неожиданно голова зверя показалась над сваленным деревом в нескольких шагах от нас меткий выстрел рев затих и собаки с наслаждением впились зубами в шкуру медведя и вымещали на ней свою злобу казался крупный с длинной серебристой шерстью редкий экземпляр гималайского медведя был уже вечер мы развели костер и стали закусывать с большим трудом мы сумели сориентироваться чтобы попасть домой в нашу охотничью палатку до которой напрямик через горы было верст двенадцать поздно вечером измотаны но счастливые добрались до палатки корейцы три дня прорубали потом дорогу чтобы вывести на быке тушу убитого нами медведя первая охота в маньчжури как я уже не раз упоминал в своих рассказах больше всего меня влекла охота за тигром которую я так блестяще начал в юности однако время шло проходили десятилетия а тигры увертывались от меня под разными предлогами являлись для меня своего рода синий птицей приходилось иногда гоняться по свежим следам заводящим в конечном итоге в непроходимую чащу где охота в сущности становилась игрой в кошки-мышки я со стервенением гнался по следам чтобы хотя бы заставить тигра броситься на меня создавая при этом риск на пятьдесят процентов снять шкуру с тигра или отдать ему свою но будучи фаталистом и притом метким и быстрым стрелком я почему-то верил что выигрыш будет на моей стороне в последние годы тигры в корее стали большой редкостью я очень обрадовался когда предоставилась возможность начать охоту в маньчжурии к сожалению здесь начало охоты было не совсем удачным первый раз я попал в маньчжурию на 10 дней во второй половине декабря 1939 года когда лежал отличный снег поехал с сыновьями и вальковом на пятый день нам удалось напасть на свежие следы двух тигров но к вечеру след завел нас в такую чащу что гоняться стало не под силу к тому же и собаки стали настолько трусливыми что прятались за нас и буквально оттаптывали нам пятки через день мы вновь попали на исключительно крупный свежий след тигра и к двум часам дня подняли его с лёжки но собаки вновь проявили свою несостоятельность а тигр крутил в густом кедровнике по своим следам мы безрезультатно делали все чтобы вызвать нападение зверя на нас но старательно уклонялся снег был недостаточно глубок чтобы утомить тигра и догнать нам его не удалось срок нашего разрешения на охоту в маньчжури истёк и мы правда с солидными трофеями взяли шесть кабанов и сто одну козу но без тигра возвратились домой в корею украденный кабан настала зима 1939-1940 годов мы получили разрешение охотиться в маньчжурии в течение всей зимы урожай желудей был исключительно богатым и казалось что тигр наконец будет нами взят вы зима оказалась бесснежной и я с сыновьями пробродив по тайге и дебрем около четырех месяцев так и не взял царя тайги несколько раз мы устанавливали пребывание в окрестностях тигра но снег так и не выпал в течение всей зимы и это лишало нас возможности хотя бы увидеть тигра вы не можете себе представить сколько было пережито разочарований хотя тигры и бродили около нас но из-за отсутствия снега были в какой-то шапке невидимки однажды я убил крупного кабана приблизительно пудов на девять весом верстах в девяти от бивака я завалил его ветками и хворостом пока дойдет до него очередь к вывозу что обыкновенно занимало от двух до десяти дней так как мы ежедневно добывали одного двух кабанов по несколько коз частые оленей а иногда даже медведя или барса нами были наняты специальные возщики с быком и работать для них было с головой только на третий день после того как я убил кабана дошла очередь до его вывоза когда вечером вернулся с очередной охоты то встретился с возщиками возвратившимися с пустыми санями старший из них пактеги заявил что кабана он не нашел и что по-видимому его украли в начале я в этом усомнился так как воровство в тайге вообще редкость да и человеку трудно унести кабана весом в девять пудов а следов сани пактеги не обнаружил я предполагал что пактеги просто не нашел указанного ему места но из дальнейших расспросов выяснил что куча хвороста оказалась развороченной а между тем убитый зверь исчез снега не было а малоопытные в отыскании следов кореец не мог выяснить как это случилось вскоре же после детальных расспросов картина для меня стала ясной кабан мог быть вытянут из-под хвороста только тигром который унес его не оставив никаких следов со мной соглашались и мои компаньоны по охоте но корейцы отвергали такую возможность на следующее утро я отправился на место чтобы самому выяснить причины таинственного исчезновения кабана утро выдалось очень холодным дул сильный ветер а приходилось около пяти верст пересекать открытую долину удовольствие которое может выдержать только бывалый закаленный охотник принимая во внимание что для хождения по горам приходится одеваться легко так как тяжелая одежда сильно утомляет и мешает быстрому передвижению подойдя к куче хвороста под который был спрятан кабан я был поражен туша была вытащена так искусно что куча оставалась совершенно целой склон оврага был южным без малейших признаков снега заросль вокруг не очень густой ясно было что убитый кабан не мог испариться я тщательно стал искать следов его похитителя со времени похищения нужно было думать прошло дня четыре погода стояла ветрено лист сильно передуло что значительно усложняло поиски пришлось делать круги осматривать местность шаг за шагом и через полчаса я наконец нашел сажениях в пятнадцати выше по крутому косогору подосрительно сломанный кустоволожника пройдя дальше по этому направлению я обнаружил на остро сломанном кусте сухого дерева на высоте оршина земли клок пуха с кабани шкуры эти казалось бы не сложные следы нарисовали мне полную картину всего происшедшего сомнений не было тигр взял зубы девятипудового кабана как охотничья собака берет подстреленную утку и понес на крутую гору не задевая за землю почему и не оставил никаких следов продолжая свои поиски я поднимался зигзагами к верху отыскивая кое-где сломанный сухостой течение полутора часов я проследил шагов двести и обнаружил место первого пиршества тигра под деревьями в густой чаще была сильно выкатана поляна на которой и вокруг которой валялись большие пучки щетины видно что тигр провел здесь не меньше суток больше я ничего обнаружить не мог и решил следить дальше в надежде что я могу найти его на месте нового пиршества остатков полусъеденного кабана меня теплилась надежда что наша встреча состоится я смогу рассчитаться со зверем за его самоуправство оказалось что тигр со своей ношей направился вновь к верху и постепенно склонялся вправо к глухой вершине ключа следить стало легче так как в чаще стала попадаться выпавшая щетина иногда даже пучками переступаясь величайшей осторожностью я крался как кошка чтобы не спугнуть раньше времени зверя пройдя шагов полтораста я услышал впереди в ключе карканье ворон это мне показало что там находятся остатки съеденного тигром кабана откравшись я спугнул стадо ворон но тигра уже не было свежие следы говорили за то что я опоздал на полдня тигр доел остатки мяса и ушел ночью в поисках новой пищи возле старого сваленного дуба на земле лежал чисто обглоданный скелет кабана фактически остался только хребет череп и две лопатки все остальное было съедено без остатка вокруг валялись клочья шерсти щетина поляна была сильно укатана за время двухдневного пребывания на ней тигра на несколько квадратных сажений от пребывания ворон все колоды были белыми сейчас птицы встревожены моим появлением сидели на всех ближайших вершинах как видно опасаясь за то чтобы я не отню у них остатки жил оставшиеся еще на костях кабана немного выше главной полянки под огромным пнем старого дуба была отдельная лежба на которой видимо царь тайги отдыхал после обильных обедов и по временам рычал отгоняя черных крылатых хищников с недоеденного мяса тщательно осмотревшись и убедившись что опоздал я развел костер и стал варить чай и разогревать бенто для обеда переживая свою неудачу не столько от потери кабана сколько и за опоздание лишившего меня встречи с тигром попади я сюда на день-два раньше я поймал бы четырехногого разбойника на месте преступления кто знает может быть его шкура послужила бы расчетом за его хищничество победов я перевалил на северный склон на котором кое-где был снег отыскал след ушедшего тигра след был ночной я прошел по нему северами верст пять но тигр видимо направился в новые места ни разу не останавливаясь дальше вновь пошли южные бесснежные склоны и охоту пришлось прекратить возвращаясь домой я наткнулся на двух чушек с годовалым поросенком и удачно взял пару как бы в компенсацию за потерянную возможность убить тигра как читатель видит незадачливый охотник часто получает такие жестокие удары зима проходила снега все не было обыкновенно как правило снег выпадает в новолуние или в полнолуние живя в тайге с трепетом ждешь этого момента просыпаясь ночью по несколько раз с тем чтобы выйти и посмотреть не сгущаются ли облака или не идет ли снег как часто приходится возвращаться разочарованным и с грустью снова ложится спать но тут тебя навещает бессонница иногда радость начинает идти снег но он быстро же прекращается и небо вновь проясняется вам жители города не понять переживаний таежного охотника также как и он не может понять переживаний горожан думаю их могут понять только заядлые игроки ожидая часа открытия клуба или горькие пьяницы в ожидании бутылки водки раненый бык расскажу еще один интересный случай игры судьбы после описанного выше случая с кражей кабана прошло около месяца зима подходила к концу а снега не было тигры продолжали ходить вокруг нашего нового бивуака в котором мы жили уже с неделю повало вечером возвращаешься с охоты к зимовью на тропе все чисто а утром находишь на пыли следы ночного визита тигра а следить его не представляется возможным в это время мы удачно охотились на кабанов и оленей взяли двух барсов много коз но тигры так и остались для нас заколдованными душа охотника изнывала от обиды но как видно чаша терпения еще не была переполнена огорчениями для которых оставалось еще много места правда параллельно с разочарованиями копится и счастье это никогда нельзя забывать охотнику иначе он не будет достаточно стойко переживать все огорчения однажды вечером к нашему зимовью на ночевку приехали несколько корейцев возщиков леса с быками зимовья было два в одном жил я с тремя сыновьями в другом наши корейцы рабочие с нашим же быком это зимовье было большим и снабжено специальным помещением для ночевки быков в нем и поместились приехавшие корейцы ночи были лунные зимовья расположены среди чистой долинки на берегу замерзшей реки поля были распаханы и только за речкой начинался лес так как быки были из разных мест и поставленные в фланзе очень тесно то скоро затеяли драку и подняли сильный рев тогда один из корейцев вывел своего быка для ночевки из фланзы и привязал к свинарнику шагах в пяти от входа в их зимовье и шагах в двенадцати от нашего узнав об этом я сказал своим сыновьям ну смотрите как бы тигр сегодня не полакомился бычком признаться откровенно я грешным делом этого желал зная какой лакомой приманкой является для тигра бык и что задавив его зверь далеко не уйдет и его можно будет скараулить пострадавшего же корейца легко будет компенсировать за гибель быка однако мои сыновья будучи еще мало знакомы с хваткой тигра отнеслись к моему заявлению очень скептически непредаваемо должного внимания погода с вечера ничего не предвещала луна светила вовсю и во дворе зимовье было светло как днем наши шесть собак забившись в сено спокойно спали после трудной дневной работы по преследованию кабанов быки успокоились и мы тоже сильно устав за день быстро заснули ружья по таежной привычке у всех охотников лежали заряженными под боком ибо помимо хищников в том районе в то время иногда пошаривали хунхузы я спал эту ночь беспокойно несколько раз просыпался прислушивался выходил на улицу но все было спокойно оставшись один бык лежал сонно и пережевывал свой ужин с полуночи поднялся сильный ветер небо занесло черными густыми тучами при отсутствии снега на полях стало непроглядно темно иначе говоря наступила настоящая тигровая ночь было около четырех часов утра и весь лагерь мирно спал по двой буре когда раздался страшный рев быка я слышал его сквозь сон и воспринял как результат возобновившейся драки то же самое подумал и владелец быка который все же вскочил и выйдя наружу с криком бросился к дерущимся но когда кореец подскочил в темноте к быку чтобы его ударить то обомлел на быке сидел тигр и грыз несчастное животное увидев подбежавшего корейца тигр с перепугу рявкнул и бросился бежать со всех ног в лес перепуганный насмерть кореец вбежал в наше зимовье и заорал что пеме тигр давит быка я как был в длинной ночной рубахе босиком схватил винтовку и бросился к быку но было темно тигра как говорится уже и след простыл в это время успели проснуться и мои сыновья компаньоны по охоте зажгли свет и авторитетно заявили не может быть чтобы это был тигр корейцу с перепугу так показалось на самом деле это был барс ну или валк у меня однако никаких сомнений не было одевшись я взял фонарь и пошел осмотреть быка у которого оказалось сильно прокушена шея и разорвана задняя нога видно в горячке тигр не нашел свое любимое место и благодаря этому бык остался жив рядом в пыли были видны громадные следы тигра который пользуясь темнотой и сильным ветром подполз против него под прикрытием берега реки к своей жертве так что его не учули даже собаки надеюсь теперь мой читатель поймет мое очередное огорчение ведь тигр был в двадцати шагах от меня и снова улизнул все же я попытался найти его оделся тепло и сделал засаду но тигр больше не появлялся так до утра даром и просидел на морозе утром мы следили его версты две но за отсутствием снега след потеряли хотя мы и бродили целый день по горам в поисках тигра но безрезультатно с тех пор мы следов этого тигра больше не видели видимо он считал себя опозоренным тем что безоружный кореец не только посмел кричать на него царя тайги но и отнял лакомый кусок прямо изо рта пробыв еще недели две в тайге мы пятнадцатого марта вернулись домой лили надежду что на будущий год охота на тигра будет более удачной казалось бы что наша чаша разочарований должна быть уже переполненной а счастье должно быть уже накопилось ведь сильный дух и сильные нервы всегда вырвут победу слабого духом недаром талантливая певица рэджи поет в романсе митчман джонс терпи немного держи на норд ясна дорога и близок порт будешь первым не сядь на мель чем крепче нервы тем ближе цель счастье накопилось наконец настала зима 1940 41 годов с половиной ноября мы всей нашей охотничьей семьей были в маньчжурии но нам опять не повезло не было снега пришлось охотиться по чернотропу на результаты охоты пожаловаться было нельзя несколько взятых кабанов чередовались с добытым хорошим ямалайским медведем а несколько оленей с крупным барсом все это пересыпалось обильно козами и повторялось вновь что за благословенная страна маньчжурия для охотника по крупному зверю обилия которого здесь по моему мнению не сравнима ни с одной другой страной в мире ходи только по горам не ленись до стреляя не маш наконец к 20 декабря выпал снег и мы усиленно занялись поисками тигровых следов прошла неделя и никаких результатов а тут уже приближается канун нового года и нужно выбираться к праздникам домой так уж принято у русских людей да и домашние ждут сами охотники пробыв тайге полтора месяца честно заслужили отдых особенно тяжело в тайге без бани это пожалуй самое больное место для охотника ведь только подумать что в течение шести неделю не удается ни разу выкупаться мыться и то приходится не каждый день ибо помимо холода это не удается сделать и вследствие отсутствия воды часто приходится мыть руки или лицо снегом посмотреть бы как выглядит после такого умывания хотя бы в течение недели горожанин итак мы с грустью все же покинули 28 декабря нашу фанзу хваньгоу и пошли пешком границы до которой было около 80 верст прошли мы верст 20 и неожиданно наткнулись на трехдневный тигровый след за это время зверь успел уйти далеко всегда так бывает когда счастье накопилось в недостаточной мере можно подумать что здесь путает нечистый все же мы решили побродить до вечера и выяснить куда ушел тигр проходили долго и вернулись к ближайшему жилью в селении чунгоу лишь к десяти часам вечера выяснив что тигр находится где-то здесь поблизости после ужина долго совещались что делать и наконец пришли к заключению потратить еще один день на разведку и если не встретим свежего следа то тогда уже возвращаться к новому году домой на утро следующего дня вновь раздались голоса за то чтобы не идти в горы и возвращаться домой уж очень хотелось некоторым из нас не опаздывать к новому году и получить заслуженный отдых лишь только после сильного нажима с моей стороны было принято решение произвести разведку причем если не найдем свежего следа то на следующий день двинемся домой отправляясь на разведку на всякий случай захватили с собой собак палатку с печкой и провизии на два дня бродили целый день сделали огромный круг но к сожалению кроме старых следов ничего так и не обнаружили через день мы уже сидели в поезде который к вечеру 31 декабря нас доставил в шуоцу и новый год мы встретили дома побыв дома две недели мы наслаждались заслуженным отдыхом и отъедались нагуливая тело после полуторамесячного трудового скитания по горам во время которого часто приходилось делать нечеловеческие усилия и не всегда достаточно и вовремя питаться но прошли недели две и вновь потянуло в тайгу все неприятности и трудности охоты забылись и остались только в памяти самые приятные воспоминания чудились захватывающие моменты воображение с прежней силой вновь рисовала волнующую встречу с тигром в промежутке с прочими интересными зверями дома не сиделось а тут еще и в полнолуние выпал свежий снежок и как всегда оказалось что в тайге он должен быть более глубоким одним словом охотничья болезнь вновь обострилась здесь кстати будет сказать несколько слов о зверовых собаках как хорошо известно всякому таежному охотнику при охоте в тайге по крупному зверю большую роль играют хорошо натасканные собаки особенно если свора дружно и хорошо тренировано к сожалению это достигается с большим трудом так как собаки слишком часто гибнут от зубов хищников а еще чаще от клыков кабанов с которыми охотнику приходится нередко сталкиваться часто охотник потеряв в один день одну другую из лучших собак обескровливает себя на целый сезон особенно когда гибнет вожак стаи так было и у нас с осени мы создали прекрасную стаю из молодых собак но в течение первых трех недель охоты барсы разорвали двух лучших том числе и вожака и одну сильно подранили пришлось срочно подбирать новых к нашему счастью попали удачные экземпляры к новому году мы подготовили вновь отличную свору которая удачно тренировалась сначала на кабанах потом по медведю позднее по барсам на празднике свора оставалась в манджурии так как перевозка собак сопряжена с большой возней и массой хлопот непосвященному человеку покажется странным состав своры в которую входили шесть собак вожак парис полуборзая север датский понтер с длинной жесткой шерстью ральф полуполицейка и мохнатые великаны ассори кома и вори манджурские лайки такой подбор был сделан не случайно одни собаки при преследовании дают голосистую истерику другие проявляют храбрость и нервный подъем третье резвости силу а все вместе храбрость это свора нас очень радовала ибо на лицо были все данные что собаки нас не подведут необходимо подчеркнуть что тигр имеет особый запах который почти всегда производит магическое действие на собак за редким исключением собаки храбро идущие на кабана медведя и даже барса осмеливаются идти на тигра обычно услышав запах тигра не поджав хвосты прячутся между ног охотника и лишь очень редкие из них идут в атаку на зверя наша свора хотя и была молодой но хорошо натренированной и последовательно брала не одного хищника она подавала надежды храбро пойти на тигра это в сериал еще больше надежд на будущие успехи и казалось что следует только найти свежие следы тигра и запасшись энергией преследовать его попитав какие бы дебри он не заводил снова в тайге 16 января мы собрались в путь к сожалению на этот раз нас ехало всего двое я и мой младший сын люля валерий по срочным делам выехал в шанхай а арсений предпочел охотиться в корее вновь пришлось проходить через самые неприятные этапы поезда переполнены а с нами много багажа и провизии на два месяца а на границе формальности с ружьями патронами биноклями и прочее вот наконец мы в лесу в корейской фланде расположены неподалеку от границы жители говорят да мы и сами знаем что в этом районе порядочно кабанов и много коз и что особенно ценно для нас недели две тому назад видели следы тигра после обеда люля направился в соседнее селение где должен был выхлопотать для нас у властей разрешение на право переезда в более дальний округ верст за двести куда мы стремились попасть а как там много было тигров местность это называется тум эндзы я пошел на разведку чтобы не терять время и попутно думал убить на мясо козла весь ближний район занимал южный склон горы поэтому снега почти не было так как свежий здесь не выпал а оставался только тот который мы еще видели во время нашей перед новогодней охоты вскоре я наткнулся на пару крупных чушек и очень удачно взял их обоих вообще же признаков пребывания кабанов было очень мало козже по-видимому было порядочно люли сообщили малоприятную новость наши прошения отправят в губернский город и если мы даже разрешение получим то и это займет около недели времени может быть и больше между тем мы могли ждать отказа так как нужный нам район являлся запретной зоной все это конечно нас обескуражило ибо время уходило приходилось вместо тигров довольствоваться прочей мелочью опять казалось что тигр отошли на задний план проохотились мы здесь неделю и наконец получили долгожданное разрешение казалось что все препятствия преодолены и завтра можно двинуться в путь пришло завтра но оно оказалось кануном китайско-корейского нового года и возщики категорически отказались нас вести видно счастье все еще продолжало накапливаться и нам ничего не оставалось делать как пойти на охоту по соседним горам правда пожаловаться на охотничий успех мы не имели права так как все же за неделю взяли девять кабанов и восемнадцать коз при этом мы успели несколько раз вывести в поле для тренировки после трехнедельного отдыха нашу свору собак одним словом мы могли выступать на тигров во всеоружии разорванная тигром лошадь наконец долгожданный момент настал и двадцать восьмого января мы смогли двинуться в избранном нами направлении к этому времени наступили самые сильные морозы сопровождающиеся постоянно дующим маньчжурским норд-вестом температура стояла двадцать пять тридцать градусов по цельсию что при ветре равняется добром сорока лишь в солнечные дни на солнопеках мы отогревались от ночной стужи но это нас мало устраивало так как южные склоны стояли сильно обтаившими следить зверя было трудно погрузив наш скарб на телегу которую мы наняли на месяц с условием что она будет сопровождать нас куда бы мы ни отправились мы тронулись на северо-восток проделав за день более 30 верст мы в сумерках добрались до деревни чунгоу в районе которой мы в конце декабря следили тигра с одной стороны вполне естественно что этот район нас очень интересовал из-за тигра с другой мы здесь охотились и ранее здесь у нас был наш старый знакомый старик кореец пак сам в прошлом охотник он нередко служил нам в качестве проводника и часто помогал вытаскивать убитого зверя как только мы устроились в фанзе нашего знакомого корейца к нам явился пак как всегда в сопровождении большинства жителей деревни чтобы поприветствовать нас рассказать все новости накопившиеся за время нашего отсутствия а в особенности охотничьи которых на этот раз имелось очень много и притом интересных рассказчики перебивали один другого во всем что касается охоты корейцы крестьяне большие фантазеры и притом путают следы тигра с барсовыми своим фантазерством они не раз подводили нас так тигровый след при проверке оказывался волчьем вчерашний след недельным и так далее и так далее я очень часто не верил этим рассказам хотя теперь и каюсь когда все немного успокоились мы попросили пока рассказать нам все толково и он нам поведал две недели тому назад то есть вскоре после нашего отъезда в окрестностях действительно появились тигры и так терроризировали лесорубов и лесовозов что те перестали ездить в лес рубить дрова особенно напугал их следующий случай несколько китайцев подводчиков верстах в четырех от поселка везли на парных подводах бревна и в глухом ключе на них напал тигр он схватил пристяжку задней подводы оборвал постромки и унес лошадь в лес напуганный обоз примчался в селении конечно этот случай терроризировал окрестное население никто не ездил даже за дровами а лесорубы вспомнив как в прошлом году тигры-людоеды унесли пильщиков дров перестали на несколько дней даже выходить из бараков но когда пак стал нас уверять что тигр не один а их несколько мы уже отнесли это насчет его фантазии старший полицейский подтвердил что после случая нападения на лошадь он с другим полицейским и двумя стражниками ходил осматривать место происшествия лошадь была унесена шагов за 200 от дороги и там съедено сомнений конечно не было тигры были может быть не один но где они сейчас вопрос один тигр не смог бы в течение двух дней съесть лошадь я посоветовался с люлей и мы решили обследовать местность более детально во всяком случае все рассказанное корейцами нас очень обрадовало и настроение у нас было приподнятое жители деревни также остались довольны принятым нами решением надеясь что мы избавим их от тигров и они смогут возобновить свои лесные работы следы четырех тигров встав рано утром мы для более быстрой и детальной разведки решили разделиться я избрал направление на северо-восток и юг а юлия пошел на северо-запад с ним упросился пойти старший полицейский сказавший что он уже давно мечтал поучиться охоте на тигров пройдя верст пять по шоссе вверх где горы сдавливались еще с двух сторон и где мы пересекли след тигра месяц того назад я обнаружил новые следы примерно недельной свежести так как на этом месте следы уже обнаруживались не раз я очень обрадовался следы были очень крупные по своим размерам напомнили мне виденные в декабре минувшего года проследив версты две я выяснил что тигр взял направление определенно на восток оставив след я повернул вправо держа курс на юг и делая большой круг через несколько верст я наткнулся снова на свет тигра но этот был размером меньше первого пройдя еще некоторые расстояния я обнаружил уже два следа идущих в одном направлении с первым но следы были средней величины все это говорило за то что в этом районе обитает три тигра огорчало только одно обстоятельство следы были не первой свежести четырех или пятидневные вообще же время было установить очень трудно так как снег был старый и от мороза сильно рассыпался побродив до вечера я определенно установил присутствие четырех тигров один был очень крупный держался отдельно а три поменьше но тоже крупного размера эти три тигра то сходились то расходились охотились на косы как видно неудачно конце концов все четыре следа ушли на восток возвращаясь на бивак я был в прекрасном настроении только подумать мы напали на след сразу четырех тигров все говорило за то что звери давно прижились к месту и бродят по окрестностям снег же был хотя и старый но хороший и облегчающий слежку и охоту моя фантазия рисовала самые умопомрачительные перспективы предстоящей охоты ведь не даром же всех охотников считают большими фантазерами и даже точнее говоря врунами у девяти из десяти и у нас так и бывает я часто задумывался над причиной этого и только теперь я понял я лично унаследовал в этом отношении традиции и принципы своего отца который всегда только рассказывал охотничью бы я строго придерживался этих принципов всю жизнь и внушил это своим сыновьям нам бравшим много хороших и ценных трофеев сочинения не нужны были даже больше того они бы свели на нет все наши действительные достижения так как никакая быль не может угнаться даже за самой скромной фантазии охотники любители да и притом горожане несомненно обладают фантазии не меньше моей при возвращении с охоты с пустым ягодашем и при встрече со знакомыми на вопрос об успехах для сохранения охотничьей репутации они начинают слегка подвирать их приятели не отстают от них и в результате получается соревнование не в охоте а во вранье но этого мало мне приходилось встречать таких охотников любителей которые могли часами рассказывать с мельчайшими подробностями свои приключения одно фантастичнее другого и было видно что они сами начинали верить свои рассказы одно лишь беда при повторении рассказов их трофеи неизменно увеличивались на таких рассказчиков я всегда смотрю снисходительно а вот когда ими начинают заниматься охотники действительно видевшие виды это на меня всегда производит удручающее впечатление и так возвращаюсь на бивуак я страшно фантазировал представляя себе встречу сразу с тремя тиграми и обязательно в таком месте где я успею выстрелить по всем трём хотелось мне и порадовать люлю будущими блестящими перспективами придя в фанзу я люлю не застал хотя было уже около семи часов вечера то есть прошло два часа после заката солнца времени после которого зимой становится настолько темно что стрелять не представляется возможным прошел еще час а люли все не было наконец часы показывали 9 часов вечером а я все еще не садился за ужин было ясно что люля встретил что-то такое что его задержало но вот через несколько минут залаяли собаки и появился люля в сопровождении своего спутника полицейского люля был в большом ажиотаже хотя и очень утомлен в кратких словах он сообщил мне что чуть не убил огромного тигра и очень сожалел что я не был его спутником по охоте мы сели с ним ужинать и я понял что моя новость о следах четырех тигров уже несколько потускнела когда мы приступили к чаю люля рассказал мне подробно весь свой день охоты живо напомнивший мне многое пережитое и мной в погоне за своеобразной синей птицей люля по свежим следам тигра расставшись со мной люля и сопровождающие его полицейские пошли как было между нами условлено на север поднимаясь по одной из солонопечных падий и пройдя верст пять они взобрались на становой хребет по которому направились вправо делая полукруг пройдя по этому направлению с полверсты они неожиданно наткнулись на свежий след тигра вошедшего в их полукруг и взявшего направление к скалам находившимся уже в обойденном ими полукруге все данные были за то что тигр скорее всего проводит дни в этих скалах день был холодный сопровождавшийся ветром и зверь естественные скалы уютного уголка при наличии двух хороших охотников можно было бы разделиться и подходить к скалам с разных сторон когда было уже на 90 процентов установлено что выходного следа нет однако люлин компаньон на это предложение не согласился им пришлось идти в месте когда они подходили к скалам зверь видимо их заслышал и оставя слежку стал уходить пересеченная местность и заросли скрыли уходившего тигр от их взоров и они лишь обнаружили еще не остывшую лежку началось преследование тигр по своей привычке стремясь выяснить идут ли за ним охотники стал постепенно забирать в сторону и сделав круг привел их на свою старую лёжку однако обнаружив что его преследует стал уходить вновь повторяя тот же манёвр но шел по таким местам чтобы его не могли видеть вскоре он вторично перешел свой след оба круга были не больше чем по версте было видно что место было очень удобное для засады а еще обиднее что ее некому было сделать после второго круга тигр выяснил что люди преследуют его и стал уходить в более глухую тайгу держа курс на север по временам делая круги улажать за прикрытием и наблюдая за своим следом идут ли еще преследователи или нет каждый раз учуяв охотников он поднимался и шел дальше время клонилось к вечеру и конечно самолюбивый ван царь тайги накалялся все больше и больше и положение охотников становилось все более рискованным однако люля у которого это был первый случай преследования тигра сознавал эту опасность скорее платонически чем реально а добыть такого красавца было лестно опасно был идти на такой риск с неиспытанным компаньоном тем более что тот не будучи тренированным все время отставал а в критическую минуту мог вообще бросить товарища в беде при нападении тигра да еще не раненого дорога каждая секунда от которой зависит жизнь или смерть охотника погоня длилась до темноты и завела охотников так далеко в тайгу что возвращение назад по прямой линии заняло четыре часа какое счастье что это возвращение обошлось без нападения тигра когда я рассказал люли о виденных мною следах он пришел в восторг и мы даже на радостях потанцевали индейский танец а затем принялись за составление плана будущих действий время пришло счастье накопилось преследование моих тигров мы решили временно отложить и направиться в погоню за тем на след которого напал люля сговорились выйти на заре я очень сожалел что отсутствовали двое остальных моих сыновей наш охотничий квартет был расстроен собрав все необходимое приготовив на четыре дня провизии мы только к часу ночи смогли лечь спать но заснули не скоро так как время от времени вспоминали что то или иное забыто главная сложность нашего рискованного предприятия заключалась в том что мы имели только двух носильщиков которые могли нести по пуду поклажи более тяжелый вес затруднял бы их ходьбу и задерживал бы нас что при погоне за тигром невозможно дни стоят короткие приходилось идти не только быстрым шагом но временами делать и перебежки взяли мы с собой малую походную палатку и печку морозы в то время стояли 30 градусные что уже составило 20 фунтов но дало возможность не брать с собой одеял к этому прибавили рис сухари немного мяса и прочую мелочь начиная от свечей и кончая иголками и нитками чтобы по вечерам починять изодранную одежду и обувь сожалению мы не смогли взять провизии для наших собак пришлось их рано утром накормить до отвала решив в дальнейшем для питания их и себя стрелять время от времени коз были конечно взяты топор с пилой для заготовки дров на ночлегах наша личная ноша включая пейтузы ружья бинокли и все необходимое тоже составляла по пуду рано на заре мы тронулись в путь утро было морозное и дул довольно сильный восточный ветер особенно это чувствовал с первой три версты так как наш путь лежал по открытой долине между высоких гор носы и уши щипало так что часто приходилось их потирать чтобы не отморозить собаки бежали впереди всей своры и чтобы согреться часто возились на снегу настроение у нас было чудесное воображение рисовало одну за другой интересные картины нашей будущей встречи с тигром три четверти пути нам пришлось идти лесной тропой а последнюю доставленного накануне следа уже по густым зарослям по дороге как полагалось исследовали каждый попавшийся след так как можно было предполагать что зверь сделав большой круг мог ночью пересечь дорогу за утро мы несколько раз пугивали кос но в них не стреляли так как в мясе надобности еще не было смотрели мы это место где тигр задрал лошадь горы в этом месте очень сужали долину а обочины густо заросли кустарником зашли по дороге к извозчикам китайцам которые с большой ажиотации рассказали нам об ужасе пережитом ими в момент нападения тигра зверь по их словам сопровождал свое нападение страшным ревом а уцелевшие лошади с перепугу несли их версты две до зимовья после нападения тигра не уже под вечер не работали они умоляли нас убить злого ванна и тем самым избавить их от опасности 11 часам дня мы наконец добрались до оставленного накануне люлей следа судя по которому тигр был действительно огромных размеров передохнув минут десять мы быстро двинулись по следу тигр сделал большую петлю и вернулся назад где судя по протаявшей лёжке долго ждал прихода преследовавших его охотников чтобы напасть на них потемках однако не дождавшись тронулся вверх попадя в самую чащу следить или правильнее идти по следу было трудно все время приходилось пробираться по густой чаще перелезать через толстые колоды а иногда даже и нырять под них имея нагрузкой полный пейтус но дичь была заманчивой и все преграды преодолевались легко к тому же на помощь приходила прекрасная тренировка мы следили уже два часа тигр два раза подолгу лежал выбрав для отдыха удобные бугорки и скрываясь за прикрытием видимо все еще ожидая погони наконец сделали остановку развели костер вскипятили чай разогрели бинто и позавтракали это все отняло у нас минут сорок и затем мы тронулись дальше зимний день короток и поэтому приходилось спешить скоро след показал что тигр несколько успокоился и начал охоту на коз след шел то в одну то в другую сторону по козьим следам поймать жертву однако тигру не удалось хотя он и бросался на коз но видимо промахнулся затем след свернул резко вправо и направился на крутую гору то есть на юг в сторону чунгол на след утром выходили какие-то два охотника потоптались по нему но преследовать тигра видимо не рискнули так как пересекли его и пошли в противоположную сторону продолжая следить мы постепенно спускались с большой горы в долину главному шоссе к тому месту где неоднократно замечался переход тигров идущих на юго-восток день кончался солнце заходило за гору и становилось холоднее на сегодня тигра поймать не удалось но и сам зверь за последние дни не захватил ни одной добычи и значит был голоден можно было надеяться что он постарается за ночь кого-нибудь задавить после чего наевшись ляжет спать дня на два и тогда уж мы его догоним такими предположениями мы утешали себя ночь надвигалась надо было подумать о ночлеге а с заходом солнца стало особенно холодно потянул свежий ветер который особенно чувствовали пропотевший за день под тяжелыми пейтузами наши спины на наше счастье тигр привел нас к вечеру в район находившийся всего лишь в пяти верстах от чунгол мы не споря решили воспользоваться случаем покормить на бивуаке собак и подпитаться самим не расходы запасы провизии багаж решили спрятать здесь же чтобы не носить его взад и вперед так как сговорились на заре вернуться и продолжать слежку быстро разгрузившись уложили вещи в кучу неподалеку от шоссе уютных кустах заложили их бурьяном и направились домой пройдя шагов двести обнаружили что не хватает севера стали свистеть но он не шел начало уже темнеть и я решил вернуться к вещам надеюсь его отыскать так как оставлять на ночь собаку одну и притом не кормленную было опасно подойдя я действительно нашел его север залез на вещи и свернулся калачиком он сильно дрожал и подвизгивал ему как понтеру было холоднее остальных собак и мне с трудом только на веревке удалось отвезти его домой уже совсем ночью добрались мы до чунгову пройдя за день с грузом по горам не менее тридцати пяти верст время от времени делая пробежки так как торопились со своим преследованием поужинали покормили собак и с наслаждением стали греться на теплом к не попивая чаек ноги конечно мы или ведь снег по северам был глубиной фут но все же при привычной тренировке мы чувствовали себя прекрасно к ночи ветер усилился перейдя в бурю и мы искренне радовались что тигр привел нас под вечер домой правда нашим домом была легко сделанная фанза скрипевшая под напором бури стенки легко продувались а потолок оклеенный только бумагой подранки шуршал при каждом порыве ветра ёжесть мы ясно себе представляли что в палатке было бы менее уютно заснули бы быстро и спали крепко по следам хищников проснулись и встали рано наскоро умывшись я взглянул на градусник показывавший минус двадцать пять градусов цельсия небо было закрыто облаками который гнал сильный штормовой ветер и поэтому холод чувствовался еще сильнее старые охотники говорят что в такие дни даже тигр бродит по горам днем чувствуя себя также спокойно как и ночью обычно днем тигр не бродит не будь в перспективе слежки ванна мы в такой день не вышли бы на охоту но тут у нас не было выбора нельзя было выпускать резкий шанс да и ветер мог оказать помощь если нагоним зверя накормив собак тронулись в путь мы едва терпели холод идя по открытому шоссе в своих замшевых куртках и брюках не спасали положение надетый на нас по две теплые фуфайки теплее одеться было нельзя так как это воспрепятствовало бы свободе действий в горах пройдя версты две мы неожиданно заметили на дороге свежие предутренние следы тигра это было для нас большим сюрпризом их было напутано очень много и во всех направлениях по пыли на дороге и по оставшимся клочьям снегового покрова шоссе пролегало по открытой долине солнопека и выдувалось ветром все южные склоны были затаяны за исключением ключей в которых еще оставался снег обращала внимание что тигры особенно натоптали по вчерашним следам наших собак видимо желая выследить их и полакомиться собачатиной скоро мы установили что тигр был не один хотя следы все были одного размера но прошло около двух часов прежде чем мы смогли установить полную картину как видно вскоре же после нашего ухода три тигра вышли к оставленным нами вещам главное к собачьим следам и отправились по ним идя по шоссе его сторонам куда забегали собаки пройдя таким образом версты три не решившись идти ближе к деревне они свернули солнопек оставь мы вечером с севера караулить наши вещи пожалуй сейчас мы обнаружили бы только клочья его шерсти продолжая разбирать следы мы наконец их выправили на снегу все три тигра вышли на весовозную тропу причем один из них часто отходил в сторону проявляя самостоятельность остальные два были неразлучны следы были ночные конечно тигры далеко уйти не могли наши сердца были переполнены радостью три тигра в одной группе это исключительная редкость скажу откровенно в моей жизни это был первый случай дувший же сильный южный ветер облегчал нам подход к зверю служливая фантазия вновь начала рисовать самые заманчивые комбинации нашей встречи со зверями осмотрев тщательно ружья и ощупав висевшие за поясом охотничьи ножи мы осторожно двинулись по следу порос и ветер продолжали свирепствовать но мы их уже не замечали свернув шоссе тигры скоро вышли на лесорубную тропу по которой тронулись вверх по ключу пройдя некоторое время вместе затем они разошлись цепью по кустарникам охотясь за козами следить стало трудно так как снег на южном склоне гор оставался только кое-где по углублениям а густо заросшие дубки издавали много шума приходилось двигаться очень медленно тщательно осматривая горизонт вскоре мы заметили впереди на деревьях несколько ворон подойдя к ним обнаружили под деревом задранную козу сущности воспоминания о ней мясо и кости были начисто съедены а на снегу видны только следы крови и клочки шерсти снег вокруг был сильно укатан видно тигры заморив червячка здесь долго лежали затем уже тронулись дальше пройдя еще некоторое время никого не поймав тигры вновь соединились и забрались на уютную вершину солнопеках где долго спали уже днем и видимо хорошо отдохнули пользуясь штормовой погодой следы были совсем свежими звери покинули эти места не больше часа было уже 12 часов дня наше волнение нарастало так что чувствовал что тигры были где-то совсем близко встреча могла произойти каждую минуту вскоре один тигр вновь отделился два остальных стали подниматься в гору идя тихо и спокойно среды были совсем мягкие тигры только что были здесь собаки начали проявлять большую нервность наша свора хорошо натасканная тренированная брала много раз кабанов медведей барсов но ни разу не ходила на тигров запах тигра как известно настолько действует на собак вообще что обычно из десяти собак ходивших на барса медведя только одна дверь рискнут пойти на тигра поэтому нас особенно интересовало которая из наших собак пойдет на тигра и в то же время не могла не смущать нас мысль что в сущности они ничего не смогут сделать против трех тигров несмотря на мороз мы сняли рукавицы шли в перчатках зорко осматривая каждый овражек так как важно было застать тигров врасплох при наличии плохого снега желтых дубняков и такой вот ужасной погоды рассматривать горизонт не выпуская из рук бинокля дело крайне утомительное но выдержка при такой серьезной охоте должна стоять на первом месте перевалив основной хребет мы вновь оказались на солна пяки следы шли по вершинам боковых овражков повернув направо и все поднимаясь вдоль хребта местами встречалось много желтых дубняков рассмотреть в которых тигра было почти невозможно отроги боковых хребтиков которые нам приходилось пересекать спускались довольно круто влево и достигали паде шагах в пятиста противоположная северная сторона этой паде была не сильно заросшей сохранила снег полностью поэтому на ней легко можно было обнаружить зверя я держался правее а люля шел ниже меня шагов на двадцать по следу собаки и наш носильщик кореец пончуни держались сзади люли ветер на горе усилился и дул нам в лицо со страшной силой что с одной стороны мешало смотреть в бинокль буквально примерзавший к рукам но с другой оказывал нам помощь заглушая шум от наших тридцати человеческих и собачьих ног перевалив очередной хребтик я стал осматривать в бинокль противоположный склон заросший довольно густым лесом в объятиях тигра совершенно неожиданно на крошечной прогалинке между дубов в трехстах шагах от меня я увидел полосатый бог красавца ванна стоящего спокойно и как бы позволяющего любоваться всей красотой его фигуры тигр смотрел куда-то в сторону и находился шагах в тридцати от следующего перевала меня он не видел и не чувствовал так как ветер силой дул от него люля была от меня влево шагах в тридцати он тоже вышел по следам уже на мой хребетик но из-за стоящей перед ним сосны не мог еще увидеть тигра прежде чем стрелять я тихонько свистнул люли и показал рукой в сторону стоявшего тигра дальше нельзя было медлить заметь он нас и в два-три прыжка скрылся бы за перевалом я тщательно прицелился и спустил курок тигр как подкошенный колос свалился не дрогнув позднее мы установили что пуля попала ему в сердце собаки бросились через овраг к убитому зверю люля подбежал ко мне и мы стоя на месте нервно искали других тигров ничего не было видно только первый убитый мной тигр лежал неподвижно и мы даже против обыкновения не пустили в него второй пули для верности не успел я помниться как почти с того же места вскочил второй тигр позднее было выяснено что это была тигрица и крупными шагами стал уходить через поляну мимо убитого как видно на наше счастье шторм не дал ему услышать первый выстрел я выцелил и выстрелил видимо сильно раненая тигрица сделала прыжок и скрылась взяв направление влево вниз к впадине не теряя секунды я устремился вниз по нашему хребтику параллельно пути тигрицы надеюсь увидеть ее вновь если она пойдет через спать в сивер люля с которым из-за калейдоскопической быстроты развития событий мы не успели обменяться даже словом бежал за мной а за ним следовал пончуни продолжая бежать я держал ружье на готове но курок не был взведен так как я и не предполагал что мне может грозить какая-нибудь непосредственная опасность пока я еще не нахожусь на кровавом следу или не встречу тигра на близком расстоянии бежал я несмотря под ноги все мои взоры были устремлены в сторону пади в которой я надеялся увидеть зверя спускаясь я пробежал шагов 150 хребтик по которым я бежал за рост кое-где желтыми дубками но не сильно правая сторона его была покрыта вершка на четыре снегом и спускался очень круто вправо добежав до середины я почему-то взял направление немного вправо на косогор где был в этот момент люля я не знал видеть его мне мешали кусты и вдруг чуть позади себя слева я услышал страшный рев тигра тот кто его никогда не слышал не может понять какая это сила я же впервые услышал его 46 лет назад и никогда его не забуду создается такое впечатление будто бы из парового котла травят лишний скопившийся пар я понял ясно только одно еще секунда и зверь будет на мне и никакая сила не может предотвратить надвигающейся катастрофы в голове мелькнула еще одна мысль это подошедший третий тигр сделал засаду поворачиваясь на рев я перекинул ружье из правой руки в левую одновременно взводя курок и скидывая винтовку к плечу уже повернувшись я увидел летящего на меня с огромной быстротой с горы тигра передние лапы его были широко расставлены как будто для объятия пасть была раскрыта во всю ширину зияя клыками глаза горели а уши были прижаты к затылку от конца моей винтовки до него расстояние было не больше сожжений я выцелил ему в голову и выстрелил отскочить назад чтобы увернуться от жутких объятий я не имел времени так как прошло не больше секунды я не успел даже отнять ружье от плеча как пораженный пулей в голову тигр ударил со страшной силой своего восьмипудового тела меня мордой в локоть державший ружье левой руки он выдал ружье обхватил меня обеими лапами вонзив свои когти в левое плечо и правый бок и со всей силой треснул меня мерзлую землю на мое счастье земли и мерзлого снега вначале коснулась мое плечо а не голова противном случае мой череп был бы разбит когда я пришел в себя без сознания я был секунд пятнадцать то увидел а вернее ощутил тигра окатившегося на мне со страшной быстротой под гору в этот момент я ударился о примерзшую к земле коряжину а зверь при ослабевших силах слетел с меня за колоду и став боком ко мне повернул мою сторону морду наши взоры встретились расстояние между нашими головами было не более четырех футов эти мгновения я не забуду никогда в жизни первое что я осознал это то что тигр набросится на меня снова первый момент мне казалось что положение мое безнадежно но затем сознание прорезала как молния мысль что предпринять быстро пронеслось в голове ружье выбито и оно далеко от меня я еще не сознавал в тот момент что обе мои руки не действуют значит единственное что можно сделать это не шевелиться и смотреть зверю в глаза гипнотизируя его свою очередь так я и сделал наконец я заметил что правый глаз тигра был прострелен вся морда зверя была в крови и обильно стекавший и падающий на снег образуя на нем большую красную лужу тигр стоял не двигаясь ноги его сильно дрожали он находился на крутом склоне по которому начал медленно сползать тут я понял что у меня есть шанс на спасение зверь с простреленной головой не может прийти в себя и возможно больше не только на меня не бросится но может быть сам свалится и больше не встанет я не мог понять где люля он должен был бежать непосредственно за мной но если он даже и отстал то все равно должен был слышать рев тигра и мой выстрел кроме того меня интересовало где же собаки почему они не прибежали на выстрел ведь они также могли отвлечь внимание зверя от меня все эти думы пронеслись у меня в голове в течение 15 секунд но мне не казались длинными минутами в этот момент раздался выстрел тигр подпрыгнул сделал прыжок и остановился тут я уже понял что я спасен грянул второй выстрел тигр сделал еще три прыжка и грохнулся на землю казалось все было кончено в этот момент прибежали собаки и всей с ворой навалились на зверя и вдруг я вижу как тигр поднялся встряхнулся и собаки разлетелись в разные стороны только один вори висел на загривке зверя конечно это была уже огонь и на все же люли пришлось делать еще один выстрел после которого зверю пал и потянувшись успокоился тут моей радости уже не было границ казалось во мне все пела и ликовала люля медленно приближался ко мне меня поразила его бледность на нем как говорится не было лица и глаза ярко горели я не мог понять причину этого испуга тем более что чувствовал себя счастливым наконец подойдя ко мне шага натри он взволнованно спросил ну как я все еще не осознавая своего положения решил изобразить веселую мину и ответил слава богу все хорошо как хорошо последовал недоуменный вопрос и только теперь я начал понимать в чем дело из четырех рваных на голове илбуран не считает царапин обильно текла кровь и замерзала на моей бороде вся тужурка была закровавлена снег около меня был розовым сгустки крови на лице люля принял за вырванный глаз если представить что я четыре недели не брился а зверь проехавший на мне через несколько головешек помог мне измазать все лицо сажей то интересно на что была похожа моя улыбка которой я встретил люлю люля мне позднее рассказал что когда он подбегал к стоящему надо мной тигру ему показалось что я уже не шевелюсь и он решил что я мертв в сущности он пережил больше моего однако когда я решил продемонстрировать что целый невредимый попытался встать из этого ровно ничего не вышло я был обескуражен руки мои отказывались повиноваться я барахтался около колоды в снегу тщательно отряхивая его с себя оказывается я притащил с собой колоде гору снега и это смягчило удар при падении наконец с помощью люли корейца я встал и начал себя ощупывать и осматривать я обнаружил что весь из царапан правое плечо разбито и рука не действует левый локоть так разбит что даже почернел рука действует только лишь в плече и пальцах на голове и лбу пять рваных ран из которых сочится кровь и замерзает сосульками рваные раны и царапины были на правом боку и левом плече кроме того я весь был жестоко исцарапан и избит перевязав кое-как раны мы делились впечатлениями и любовались тиграми один из которых был у наших ног а второй напротив на косогоре когда мы несколько отошли люли мне рассказал следующее он бежал сзади меня шагах в пяти тоже смотрел далеко вперед почему и не увидел лежащего тигра который в сущности залег почти на голом месте за небольшим кустом при снеге на бугре в два вершка когда раздался рев он увидел впереди себя летящего на меня ласточкой тигра и выстрелить не успел когда же зверь сбив меня с ног цепился в меня когтями и по рыхлому сухому снегу понесся на мне по косогору люля не мог нас догнать так как боялся быстро бежать чтобы не споткнуться и не упасть ибо в таких случаях нужно быть готовым к выстрелу в любой момент я прокатился шагов около сорока и на мое счастье по пути попалась обгоревшая примерзшая колода которая меня и задержала в противном случае я свалился бы в обрыв бывший от нее в четырех сожжениях и разбился камни стрелять же во время нашего скольжения люля не решался по его словам рев тигра его сильно оглушила он вечером еще плохо слышал более всего его испугал мой вид когда он подбежал ко мне добив зверя затем мы пошли осмотреть зверя который оказался тигрицей его трепали собаки но мы не стали их отгонять чтобы они убедились что грызть тигра нет опасности это нам было важно для будущего осмотрев голову тигрица мы поняли почему я остался жив оказывается моя пуля попав в глаз одновременно раздробила челюсть зубы перестали действовать и зверь ударил меня по инерции головой в локоть а когти всадил также по инерции сжимая лапы расставленные для прыжка мы поднялись по моей волокуши вверх почти около вершины хребтика я нашел свою шапку немного ниже сожжение в двух стороне лежал ружье поднявшись на самый верх мы нашли лёжку на которой лежала тигрица и каково же было наше удивление когда мы обнаружили здесь порядочно крови это меняло дело напавший на меня зверь был не третьим а вторым которого я ранил стали следить обратным следом оказалось что после ранения тигрица бросилась вниз но увидя дальше чистые места повернула в нашу сторону и затем залегла мы сами набежали на нее когда преследовали третий тигр как видно отделился от них раньше нашей встречи ушел куда-то в сторону люля стал меня уговаривать возвращаться скорее в фанзу и сделать перевязку а сам решил остаться с корейцем и спустить убитых тигров в пати откуда их легко можно было бы вывести на санях я не хотел их оставлять так как для двоих тигр был бы тяжелым да к тому же я еще не успел осмотреть первого убитого мною зверя в это время неожиданно залаяли собаки находившиеся в чаще около первого тигра лай шел откуда-то ниже могли нулись и изумились тигра не было на своем месте бросившись на собачьи лайма увидели катившегося с горы зверя оказалось что подбежавший к нему север стал дергать его и сдвинул с места в результате чего зверь скатился а прибежавший на шум кома не разобрав в чем дело стал яростно лаять спрятавшись в кустах хотя руки мои не действовали я мог помочь своим спутникам сделав петлю из веревки здоровым плечом вытаскивать зверя спустив убитых тигров в долину мы уложили их рядом на снегу и очень жалели что с нами не было фотоаппарата чтобы заснять наши трофеи до деревни было версты 3 но я очень сожалел что из-за ранений не мог пойти дальше преследовать третьего тигра который по моим предположениям не мог уйти далеко на шоссе мы встретили сани едущие в лес за дровами я направился в чунгол а люля поехал с ними за тиграми которых и привез вскоре же после моего возвращения мои ранения давали себя чувствовать хотя у нас и была походная аптечка и запас бинтов все же перевязка оказалась делом сложным особенно меня беспокоила страшная грязь и пыль в фанзи но не хотелось уезжать домой не попытавшись найти третьего тигра перспективе еще было самый большой четвертый которого мы следили накануне с горяча я еще не давал себе отчета насколько серьезно я покалечен фельдшера в деревне найти было нельзя и я прибег к помощи люли для которого такая роль была новинкой при том кровь и рваные раны на теле отца так его расстроили что он сильно нервничая не мог даже мне обстричь на голове волосы вокруг ран наконец все было закончено раны промыли перекисью водорода и залили реванолом фанзи как я уже сказал было исключительно грязно и пыльно и я шил себе специальный колпак который носил до тех пор пока раны не зажили осложнений с ранами не было все они в конце концов совершенно зажили вызвав искреннее восхищение люли выразившаяся в следующем заявлении ну папа на тебе все заживает как на паршивой дворовой собаки это правда на мне никакая рана никогда не гноится всего на мне оказалось 20 ранений но ни одного от зубов тигра кроме того на ногах было сломано три ногтя на руке один раны были четыре на голове четыре на лбу по одной на ушах одна под левым глазом четыре на левом плече три кофте оставили свой след на правом боку сильно был прикушен язык но все это было пустяки по сравнению с контузией рук руки были так отбиты что в течение недели я не мог лежать и спал сидя обложив себя мешками с нашим охотничьим скарбом но я был так счастлив успешными итогами охоты что не замечал боли до тех моментов когда я задевал обо что-нибудь больными местами в своем дневнике я записал сейчас когда уже прошло больше трех недель контузии продолжают давать себя сильно чувствовать но я их стараюсь не замечать и такого хорошего настроения у меня не было уже несколько лет от когтей тигра меня в значительной степени предохранили тужурка и брюки из толстой оленей замши привезенные еще из седыми но конечно самое большое счастье заключалось в том что пуля попав в глаз зверя раздробила и челюсть не будь этого в лучшем случае я стал бы стопроцентным калекой и тогда прощай навсегда тигровая охота а этого я не хочу ибо через год снова будет зима снег и тигровые следы на нем на вынужденном отдыхе листки из дневника единственное о чем я сожалею во всей этой эпопее это о том что хотя и на короткое время я потерял сознание иначе я попытался бы пырнуть тигра ножом в живот в тот момент когда он на мне ехал это был бы очень эффектный финал охоты но весьма вероятно мои руки уже не были в состоянии выполнить этот план промыв раны я стала отлеживаться не могу не добавить что вся деревня пришла навестить меня и осмотреть итоги моего пребывания в объятиях тигра вечером я сказал люли что третий тигр наверняка в ближайшее время придет искать своих друзей на место побоище в этом я был уверен зная хорошо звериную повадку искать друг друга люля имея меньший опыт не разделял моего мнения но я настаивал твердо на своем это меня очень обескураживало ибо не имея возможности двигаться я не мог люли доказать свою теорию на практике вся эта история произошла со мной 31 января и мы вечером послали в новину телеграмму вызывая на помощь арсения и сообщая о моем ранении 1 февраля с трудом я уговорил люлю пойти осмотреть окрестности и место схватки чтобы узнать не приходил ли тигр помимо того что он не был согласен с моими предположениями я не мог не заметить что тигры при первой встрече да еще протекавшие при таких драматических обстоятельствах произвели на него должное впечатление он понял всем своим нутром непреодолимую мощь хищника чего до сих пор не осознавал еще два дня тому назад когда он вернулся после своей легкомысленной гонки за тигром и я стал ему говорить о тех опасностях которым он себя подвергал люля видимо не доверял моим опасениям и не придавал должного внимания моим словам мне не раз приходилось наблюдать в жизни как храбрится молодежь отправляясь утром со мной по следам тигра и даже тогда когда я по следам убеждался в том что тигр рассержен и начинает вести контратаку в густо чаще все мои предупреждения об опасности не имели успеха но стоило было тигру в полусотни шагов от нас задрать одну из преследовавших его собак и подошедшая на место происшествия молодежь видела как и столько что расставшийся с жизнью собаки шел пар а снег вокруг нее был обильно окрашен кровью то действительно храбрые становились серьезными охотниками а более слабохарактерные заявляли я дальше не иду когда-то я сам 46 лет тому назад пережил это я никогда не был трусом на такой же рев так же прозвучавший несколько позади меня и так же меня оглушивший заставился это вспомнить сразу же в момент нападения тигра что касается люли то я его хорошо знаю он доказал свою выдержку храбрости сил воли когда на него наскочили сразу три медведя он всех их уложил вчера он также проявил свою волю и храбрость однако когда он довольно быстро вернулся сегодня с разведки я наблюдая за ним убедился что вчерашнее происшествие он пережил вновь с прежней силой рассказывая мне о некоторых деталях нашей вчерашней схватки которую он выяснил сегодня по следам он с трудом старался быть спокойным вдобавок ему утром не повезло со сворой при выходе деревни наши собаки так покусали вори что ему пришлось затем отлеживаться недели две вернувшись люли сообщил мне что тигр не приходил и от себя добавил наверное и не придет больше 2 февраля мы вызвали из мергена фотографа и снимали тигров я с трудом встал для этого так как все мои изъяны давали себя чувствовать руки едва гнулись шансы на скорое выздоровление поиски тигров были небольшие первого мы вызвали телеграммой на подмогу арсения валерий все еще остается в шанхае 3 февраля люля плохо себя чувствовал и не мог пойти на охоту чтобы проверить приходил ли тигр 4 февраля люля уехал в хончун чтобы получить деньги за тигров к сожалению мне пришлось продать их здесь так как для ввоза их в корею нужно было бы платить высокую пошлину я уговаривал корейцев пойти посмотреть не приходил ли тигр но никто из них не согласился к сожалению нас не было ни убитых коз ни кабанов чтобы положить их для приманки зверя корейцы в чунгоу были так напуганы моим ранением и знаю что еще осталось два тигра боялись даже ходить в лес за дровами которых ни у кого из них не было им приходилось обрубать хворост на соседних с чунго в склонах вчера я попросил хозяйку согреть мне воду в большом котле и лежа на кане по очереди парил по часу обе руки от припарки боль несколько уменьшилась руки как будто бы стали гнуться лучше сегодня я повторил эту операцию и заметил значительное улучшение попробовал даже прицелиться из ружья но ничего не вышло все же левая моя рука действовала в плече но локоть был черным и не сгибался правая отказывалась подниматься но пальцы действовали на обеих руках люля сегодня должен был вернуться но не приехал видимо что-то его задержало 5 февраля снова повторил я операцию варки собственных рук до плеча и после третьего распаривания заметил сильное облегчение попробовал прицелиться не торопясь вставил ложе под мышку и прицелился дело видимо налаживается ура я могу уже стрелять раны на голове и теле стали подживать нагноений не было и все шло прекрасно третий тигр не дает мне покоя он мог прийти в поисках своих друзей а затем уйти навсегда и тогда конец всем надеждам после обеда я решил немного пройтись взял винтовку свистнул собак и не торопясь пошел по направлению к тому месту где мы убили тигров дойдя до места где нужно было свернуть шоссе я тихо пошел по лесной тропе по которой я добрел до подъема на горы отдохнув немного я стал сбираться подъем был очень крутой и я поднимался с большим трудом ноги скользили приходилось прибегать к помощи рук что вызывало сильную боль в конце концов я одолел подъем и приблизившись к месту побоище был вполне вознагражден на том месте где была убита тигрица я обнаружил ночные следы тигра осмотрев детально я нашел и вчерашние следы таким образом тигр приходил два дня подряд к сожалению район был сильно оттаянным и следить не было возможности собаки стали проявлять нервности когда я зашел заросли бросились с лаем в кусты я вскочил на гору и увидел что они погнали козу рождав с полчаса возвращение собак я отправился домой люля и сегодня не вернулся это меня очень огорчает что-то видимо очень серьезное задержало его 6 февраля утро люли все еще нет принимаю решение идти за тигром сам беру свою свору и обоих наших корейцев если не удастся найти тигра постарайся убить козу и положить на приманку чувствую себя физически значительно лучше а настроение стопроцентно радостное придя на мое место обнаружил вновь ночные следы тигра решил сделать обход дул сильный ветер было очень трудно идти по кромке снега поднялся на самую вершину горы выходного следа не было как видно тигр ушел вправо вниз в более заросшую тигровую горку хотел только повернуть вправо для обхода как заметил за горой пасущегося козла это было очень кстати отойдя назад за гору при помощи корейцев привязал свору к деревьям оставил их сторожить собак которые когда я уходил начали сильно выть я пошел скрадывать козла к счастью сильный ветер относил вой в сторону от козла скрав козла я долго приложил ружье в плечо и наконец выстрелил козел покатился мертвым вновь пришлось влезать на гору и послать корейцев за убитым козлом которого проволочили сожжение 200 и повесили над следами тигра ну теперь если придет он вечером то наверняка задержится покончив с приманкой пошли домой чувствовал я себя значительно лучше вечером приехал люля его задержали китайцы с расчетами из-за происходивших праздников когда я ему рассказал о моей слежке он был поражен теперь нужно ждать утра весь вечер мы провели в мечтах о завтрашнем дне считая что у нас имеется 90 процентов на успех добыть третьего тигра все эти дни я поджидал приезда арсения но о нем не было никаких вестей третий тигр наконец-то 7 февраля мы отправились на охоту мы взяли с собой всех собак кроме вори который еще болел пончуни я дал свою пейтузу так как сам еще не в состоянии был ее нести вышли рано утром день выдался сравнительно теплый хотя термометр и показывал минус двадцать градусов ветер был в меру силен как раз такой какой нужен для охоты собаки отдохнули и бежали весело настроение у нас было приподнято чувствовалось что счастье накопилось и все говорило за успех охоты особенно интересовали нас собаки теоретически они должны были пойти за тигром но как известно теория очень часто расходятся с практикой сам я еще далеко не был в форме но все же решил взять себя в руки напрячь все усилия чтобы не подкачать подойдя к тигровой горке стали обходить ее вокруг по кромке снега чтобы убедиться в том был ли на ней тигр сначала нашли вчерашний входной след видимо тигр пошел в поисках добычи а вскоре обнаружили входной утренний все шло как по расписанию обошли три четверти горки по северо-западной стороне и дошли до места первой удачной охоты тигр сюда не приходил козел болтался на дубу как маятник стали пересекать горку вдоль по верху мне стало ясно что тигр прятался в ней где-то в скалах собаки вели себя очень взволнованно видно чуяли запах тигра который тут болтался несколько дней прошли всю горку вдоль до низу пересекли все овражки где был входной след но ничего не обнаружили повернули кромкой по юго-восточной стороне и замкнули круг выходного следа не было люля не верил что тигр может оставаться в такой небольшой горке длина ее была версты 2 склоны всего шагов по 500 но я по наблюдениям сделанным в прежние дни был уверен что тигр вернувшись сытым прятался именно здесь был уже полдень наскоро развели костер разогрели замерзшие bento быстро закусили и решили вновь обходить кромкой снега чтобы выяснить куда девался столь желанный нам зверь пройдя по северному склону сверсту мы неожиданно обнаружили свежий след тигра ушедшего через наш дневной след ясно было что зверь нас почуял сначала прятался а затем часа два того назад не выдержал и когда мы были внизу солна пёка вышел через гору в север след был мягкий часы показывали 2 30 дня мы двинулись по следу к которому собаки стали проявлять интерес и уходили по нему шагов за сто но затем возвращались к нам мы пересекли север и спустились впадь дальше пришлось подниматься на очень крутой высокий солна пёк следить было трудно но помогали собаки идущие все время впереди нас не теряя следа поднялись на высокую гору и увидели в бинокль через пать на противоположной северной стороне след тигра перевалившего уже вторую гору верстах полутора от нас мы прибавили ходу мне идти было трудно в особенности при спусках все тело болело когда приходилось прыгать или хвататься в обрывах за деревья спустились в глубокую пать и стали подниматься на гору след стал совсем свежим с половины подъема парис и ральф ушли вперед шагов на 200 и скоро скрылись за горой север пройдя с ними шагов 100 вернулся назад ассори и кома держались при нас и очень жалел что отсутствовал вори искусанный компаньонами посвори ведь он был одной из самых храбрых собак том что собаки пойдут за тигром мы не сомневались так как им уже посчастливилось рвать двух тигров но мы не предполагали что они проявят просто чудеса поднялись на третью гору собаки не возвращались мы прислушались стояла тишина стали спускаться так как след снова направился вниз было уже три тридцать мы волновались хватит ли нам времени чтобы догнать зверя до наступления темноты спустившись шагов триста когда мы уже сделали треть спуска с горы услышали внизу сильный раздельный лай все говорило за то что тигр там так как противоположный север представлял собой редколесье а наш склон и низ были сильно заросшими взбежав на ближайшее возвышение мы стали прислушиваться пробовали травить оставшихся при нас собак но они не шли спускаться ниже было невыгодно ничего не смогли бы увидеть а между тем судя пола угнавшихся за зверем собак они шли уже по склону противоположной горы верхушки кустов лезли нам в глаза и для того чтобы лучше увидеть пришлось забраться на упавшее дерево стоя и балансируя на нем вынули бинокли начали рассматривать противоположный склон и вдруг люля бросил смотри смотри вон он действительно по склону напротив нас высоко подняв хвост и часто озираясь шагал красавец ван расстояние было настолько велико что стрелять без надежного упора не имело смысла но для того чтобы подбодрить собак пришлось несколько раз выстрелить в воздух и это подействовало стоявшие возле нас псы сразу жринулись вперед и скрылись между тем преследовавшие тигра парис и ральф стали наседать сильнее но вдруг хищник неожиданно повернул назад заревел и бросился на ральфа у нас внутри все похолодело оказалось он вот-вот схватит пса но ральф увернулся и пустился наутек принудив зверя двинуться в нашу сторону парис бежал по пятам хищника но в этот момент неожиданно для нас всех там появились остальные наши собаки они атаковали зверя сбоку он развернулся и сделал выпад псы ретировались а тигр начал спускаться вниз по ключу свора быстро перестроилась и начала дружно нападать сзади вскоре все скрылись в густо заросшей пойме небольшой паде это было на руку ибо группа направлялась в сторону главной долины где было меньше густых зарослей но даже теперь когда я пишу эти строки думаю что нужно было обладать большим счастьем чтобы лицезреть эту изумительную неповторимую картину противоборства собак с тигром тигр исчез с поля зрения но снизу долины доносился до нас усиливающийся лай всей своры по которому было слышно что зверя задержали добавив в магазин патронов мы бросились следом лай раздавался внизу в нескольких сотнях шагов от нас скоро к нам вернулся кома видимо сильно напуганный не рисковавший больше бросаться на тигра помню недавний суровый урок мы условились с люлей быть чаще более осторожными не расставаться чтобы в любой момент пойти друг другу на выручку так мы пробежали версты две лай то приближался то удалялся чувствовалось что собаки не могут надолго задержать тигра и здесь неожиданно мы увидели шагах четырехстах бегущего вправо в гору тигра собаки шли по пятам получив момент мы дали по выстрелу тигр видимо рассверепел он круто повернулся к собакам и с ревом стремительно пустился под гору за ссорий который заезжав перепугу бросился обратно вниз к ключу ральф выручая приятеля наседал сзади стрелять было невозможно из-за риска убить собаку моменты вновь тигры собаки скрылись чаще я не бегал так лет двадцать и чувствовал что нужно беречь силы чтобы не выдохнуться так как неизвестно сколько еще нужно будет бегать за хищником лай все удалялся и наконец затих пробежав еще сверсту мы увидели впереди в сажениях стад себя выход из нашей паде ключа в главную падь чунгоу но лая нигде не было слышно право и влево были крутые горы ущелья снег лежал только пятнами и куда ушла охота было неизвестно уже близко вечер зверя упустим и не догоним оказалось вот-вот возьмем назойливо сверлила одна и та же мысль на не ставшем снегу нашли след показывающий направление влево в гору мы направились по следу было круто и скользко начали выдыхаться и хвататься за кусты чтобы облегчить подъем у меня продолжаются нестерпимые боли в руке экономлю силы чтобы хватило до наступления темноты гора очень крутая поднялись шагов двести и вдруг слышу сзади себя голос не выдержавшего наши темпы люли что ты тихо лезешь лезь вперед отвечаю я люля вырывается вперед бежит шагов двадцать и выдыхается дальше он идет уже тише сбираемся на гору одновременно и почти задохнувшись увы след потерян вместо перевала выемка и вновь подъем гора продолжается лезем еще шагов сто конца нет какой ужас лая нет снега нет все пропало наверное собаки бросили преследование может быть половины их уже нет живых проносится в мозгу берем по косогору влево в надежде пересечь след но его нет потеряли как видно совсем люля мне говорит я слышу лучше тебя я буду слушать а ты лезь выше там снег и может быть на нем есть следы резу по инерции вдруг слышу крик люли лают лают прислушиваюсь действительно где-то далеко по ветру доносится лай но откуда за падью ли из которой мы только что поднялись или следующий за ней очень крутой горой необходимо спуститься снова впать и подняться вновь на крутик шагов триста сил уже нет кроме того пока мы уже дойдем пройдет еще минут 30 наступит вечер и собаки бросят зверя но где кончается предел силы настоящего охотника мы стали бегом спускаться и люль обогнав меня бежит вперед мои бедные руки от хватания за кусты вновь дают себя чувствовать боли нестерпимые падаю часто и вновь страдает то локоть то плечо сломанные ногти на ногах вновь кровоточит и ноет сотрясение при спуске еще больше увеличивает боль но ведь там авось мы его догоним третий тигр люля поскользнулся на спине по камням едет под гору вот-вот разобьемся но молодец ловко ловит момент и вскакивает на ноги я подбегаю к нему папа посмотри кажется вылезла кость позвоночника ощупываю спину делаю серьезное лицо и знаю что если он еще может идти то ничего серьезного нет авторитетно заявляю нет ничего все в порядке сбегаем вниз лезем снова на гору откуда-то находим себе силы люля впереди меня шагах десяти я все еще продолжаю держать свой темп вижу он остановился уперся спиной о пене еле-еле переводит дух ловя ртом воздух круче страшно цепляясь доканчивая остатки рук и наконец желанная вершина собаки продолжают лая какое счастье даже не верится ведь от никобана тигр и его долго нельзя держать зубами его не схватишь несемся полным ходом вниз спустились на ничего не видно лают где-то дальше недалеко от нас но где не видно солнце слепит глаза но почти у горизонта пройдет еще минут пятнадцать она скроется начинаю присматриваться и вдруг вижу впереди себя на склоне горки между кустов стоит серый север и белый пар вьется над ним клопками на нас же от пота нет сухой нитки других собак еще не видно как и тигра все они под цвета общего фона я хорошо знаю местность вокруг этой горки вернее мыса с трех сторон она окружена довольно чистыми местами вправо выше поднимается гора на которой начинается густой вес видимо собаки отрезали тигр от леса и держат не давая ему уйти а вымотавшийся зверь ждет темноты чтобы удрать в гору сильный ветер дует в направлении от собак поэтому забравшийся в кусты тигр нас не видит и не слышит собаки же по-видимому нас увидели так как лазь значительно усилился посылаем им на подмогу кома но он не идет что предпринять единственный верный план это взять еще более вправо залезть на мыс отрезать пути отступления тигру и оттуда спускаться к собакам тогда тигр куда бы он не бросился будет наш но мы окончательно выдохлись и побежали уже два часа после целого дня утомительного преследования и подниматься больше были не в силах а мыс очень крутой останавливаемся едва переводя дыхание советуемся перед нами три варианта первый лезть прямо в гору второй подняться по сбегающему боковому хребтику в три четверти горы и подбираться на выстрел по склону и третий казалось бы самый правильный зайти в обход сверху но на это до наступления темноты у нас не хватит времени ибо уже вечереет и ветер дует с вершины вниз зверь нас может учуять наконец после трехминутного освещения во время которого мы немного отдышались и почувствовали прилив новых сил выбираем второй вариант хотя он не из лучших на день вы догорает и мы оба отлично понимаем что если сейчас не удастся разделаться с хищника то с наступлением темноты он легко уничтожит часть собак и тогда всему конец в надежде что это последний подъем напрягаем оставшиеся силы лезем по крутому хребтику вверх я хватаюсь руками за кусты и деревья уже не чувствуя боли казалось все во мне атрофировалось наконец достигаем примерно интуитивно уровня воюющей группы и начинаем скользя и скатываясь осторожно на перекос их подходить по косогору судя по лаю остается шагов 50 последний что шагал с нами старый кома бросается на помощь к своре лай усиливается и солнце уже наполовину тонет за горами идем все осторожнее снимаем винтовки с предохранителей остается 40 шагов и мы достигаем кромки густых зарослей стоя в рост разглядеть ничего невозможно садимся на корточки всматриваемся и видим перебегающих собак на тигры не видно наконец решаемся в ползти на четвереньках заросли черепашем шагом держа винтовки в правой руке очень медленно продвигаемся вперед между нами 45 шагов объясняемся только знаками подползая в полном смысле этого слова до собак остается 30 шагов достигаем последнего рубежа понимаем что зверь находится где-то здесь продвигаться дальше слишком опасно он может нас накрыть но он залег так что не увидишь пока не подойдешь вплотную а ветки мешают царапают лицо лезут в глаза ляны хотя и без листьев цепляются за руки и ноги хорошо если тигр впереди тогда пуля полетит ему навстречу а если сзади или сбоку от нас тогда что делать быстро развернуться невозможно сидим на корточках без движения несколько ужасных томительных минут движением ладони зову к себе люлю он медленно и осторожно подползает вплотную тихим шепотом прижимая рот к уху собеседника проводим краткое совещание в этот момент замечаем как ральф осторожно подходит к самому заросшему месту между двух торчащих камней расстояние от которых не превышает двух тигриных прыжков вдруг раздается глухое короткое рычание ральф останавливается шерсть на собаке становится дыбом хвост опускается ворчание повторяется и пес отходит в сторону рычание смолкает но все это дает нам возможность определить координаты зверя после короткой напряженной паузы я вновь прижимаю рот к уху сына и шепчу приготовься стрелять его в прыжке я из-за больной руки на вскидку стрелять не смогу пора кончать буду бить наугад в куст приготовились и я выпалил тигр сделал гигантский прыжок по направлению стоявших впереди и левее нас комы из севера они отскочили и скрылись люля выстрелил когда хищник проносился над зарослями и тут же скрылся недавний урок со вторым тигром еще не был забыт поэтому после выстрелов мы минуты две-три просто стояли не двигаясь явились псы бросились вперед и только тогда мы осторожно двинулись за ними вышли на след и убедились что завершив прыжок зверь сразу же перешел на шаг оставляя алые пятна на снегу и мазки на кустах он передвигался как связанный но слишком яркий цвет крови не внушал уверенности в полном успехе пошли по следу немного и он свернул небольшой но крутой глубокий овраг тут он скользил и даже катился но справился вышел на чистое место и двинулся вперед легкой рысью как выяснилось позднее пуля прошла чуть ниже позвоночника и только на короткое время парализовала нервную систему в это время с глубины оврага донесся лай мы рванулись вперед и увидели париса он стоял на небольшой скале по другую сторону обрывистого русла замерзшего ручья пёс лаял заглядывал вниз в расщелину ральф который видимо не сумел преодолеть обрыв стоял в пяти шагах ниже и тоже лаял остальных собак не было видно мы побежали вниз но тут случилось непредвиденное огненно-рыжий длинноногий парис неожиданно круто развернулся как спугнутая птица оторвался от глыбы ласточкой пролетел над кустами и на мгновение скрылся а на том месте где только что стоял пёс уже сидел выпрыгнувший из расщелины полосатый зверюга почти не задержавшись он смахнул со скалы и длинными скачками ринулся через небольшую поляну рыжий пёс мчался следом и в этот критический момент я поскользнулся и упал зверю чтобы достичь черты за которой начинались сплошные заросли оставалось сделать два прыжка но люля успел выстрелить и пуля опередила тигр упал замертво раскинув передние вытянув задние лапы и хвост уткнувшись носом в снег он остался лежать бездыханным парис первым бросился на него затем прибежали другие собаки и начали терзать ненавистного врага когда мы перебрались через русло и подошли к поверженному ванну уже опустились таежные сумерки пережив момент торжества мы вспомнили о себе мы были счастливыми людьми но на кого были похожи вспотевшие склокоченные ободранные и сцарапанные ногти на руках и ногах снова были оборванными а бедные руки почти не действовали решили что возвратясь в фанзу мы три дня будем лежать не вставая тигр немного скатился его нужно было вытащить на ровное место чтобы правильно заморозить я мог помочь лишь своим здоровым плечом и попросил достать из пейту за веревку чтобы сделать петлю не нужно заявил мне в ответ люля мы с пончу не без твоей помощи подтащим его за ноги они горячо взялись за дело но сколько не старались ничего не вышло достали веревку и с большим трудом втроем смогли немного подтащить зверя и так счастье накопилось и на этот раз было полным правда на некоторое время оно все же было омрачено придя в себя и успокоившись мы убедились что исчез ассори не было сомнений в том что он стал жертвой тигра конечно он мог быть только раненым но идти разыскивать его уже было темно и мы решили отложить поиски до следующего утра с грустью мы возвращались домой хотя радость от нашей удачи переполняла наши души все же утрата ассори нас очень опечалило однако в деревне нас ждал неожиданный сюрприз в образе встретившего нас целым и невредимым ассори как потом я рассмотрел по следам пёс ушел от места встречи с тигром будучи как видно напуган каким-либо сильным его наскоком мы с люлей действительно пролежали весь следующий день на каннах а на второй вновь пошли на разведку в поисках следов четвертого тигра а попутно добыть коз для текущих нужд конечно все больные места давали себя чувствовать но к чему только человек не привыкает за день мы взяли вдвоем восемь кос но к нашему сожалению следов тигра не обнаружили вечером приехал арсений его уже по дороге к нам огорчили сообщением о том что третий тигр также убит вечер мы провели в нескончаемых разговорах а с утра разделившись принялись за поиски следов четвертого тигра ходили в пустую четыре дня 13 февраля я отправился домой чтобы подлечиться и через два дня был уже дома а сыновья пробыли в тайге около месяца удачно охотились но следов тигра так и не встретили скоро исполнится три года после полученных мною ранений от тигровых объятий но ни целебные амповские источники не мастерские массажи шанхайского специалиста не смогли излечить меня от печати царя зверей правая рука в плече поднимается кверху лишь наполовину но к счастью для стрельбы это никакого значения не имеет а это для меня самое главное не мешает это мне существенно и в обиходной жизни однако есть и хорошая страна впоследствиях удара тигра я всегда за двенадцать часов знаю о предстоящей перемене погоды обстановка охоты по независим от меня причинам несколько изменилось вот уже три года как я не могу поехать на охоту мань джуди го охотясь понемногу в корее и беря за сезон 30 40 зверей главным образом кос а изредка и кабанов однако я все еще надеюсь разик встретиться с тигром зато радует меня успехи моих сыновей моя школа для них не пропала даром все они прекрасные зверовые охотники и поодиночке ходят на тигров валерий и люля уже в одиночку взяли по тигру пока меньше повезло арсению но я уверен что и он скоро порадует меня самостоятельно убитым тигром во всяком случае даю ему сроку не дольше моего пятидесятилетнего юбилея со дня убитого мною первого тигра этот юбилей исполнится 5 ноября 1945 года в этот день я с удовольствием и основательно выпью не только за здоровье всех тигрятников но и за здоровье всех тигров пусть они размножаются и ждут моих внуков ведь если тигры исчезнут из тайги она станет пресной декабрь 1943 года новина корея мне тоже традиционно очень хочется немножечко поговорить со слушателем я надеюсь вы не откажете мне уделив несколько минут вашего драгоценного времени как и я уделил вам много много ночей чтобы записать и озвучить ее но это еще далеко не конец это лишь первое произведение из огромного тома под общим названием на ну не которая для меня любезно разыскал подписал и прислал владимир из города владивосток владимир жму вашу руку любителя природы с большим удовольствием уж и вам ли не знать это только начало огромное спасибо я думаю ко мне присоединятся все слушатели и вам также в комментариях скажут спасибо ибо на мой взгляд такой проект совместно со слушателем при его поддержке всегда будет популярен ведь это ваш выбор выбор слушателя ваша инициатива за что еще и еще раз огромное спасибо обнимаю всей душой как у нас на канале принято говорить итак давайте разбираться эта книга первое называется пол века охоты на тигров ее написал юрий михайлович янковский сын того самого знаменитого охотника михаила янковского которому даже поставлен памятник именно забережливость к природе его так отметила человечество поэтому дорогие слушатели воздержитесь пожалуйста от гневных обвинений тигрятника да да он именно тигрятник конечно в первую очередь но и как настоящий охотник действительно любитель природы именно благодаря настоящим охотником дичь до сих пор и существует но как простой пример приведу вот такой сейчас олени не убивают отрезая панты для медицинских нужд именно аккуратно хирургически оставляя в живых и как бы вы думали кто это придумал да да именно михаил янковский да и множество других примеров эти люди не убивали тигров бездомно тигры были были в те времена сейчас они возрождаются слава богу человечеству хватило ума сохранить этот вид но исчезают они не из-за охотников которые все делают по лицензии правильно и так далее в нужное время года но я не буду во все подробности вдаваться а именно из-за безудержного желания наживы здесь и сейчас и в неограниченном количестве барканьеры вот настоящий бич и янковский надо отдать им должное всю жизнь с ними боролись как и сейчас борются настоящие хорошие правильные охотники ребята жму вам руку не все но я то знаю как вы заботитесь об угодьях я знаю как вы кормите зверя как вы подсчитываете старайтесь сохранить хищника понимая что он очень нужен настоящих охотников тоже обнялся и душой а мерзких тварей браконьеров да будьте вы прокляты вот без всяких отпишитесь пожалуйста от всех моих каналов и больше не появляйтесь вы мне противно потому что природу разрушаете именно вы я то знаю меня вообще удивляет это непонимание что забрав сейчас и много и купив себе водяры еще чего-то там вы не понимаете что ваши дети потом не смогут прийти в лес и похотиться не знаю на реку порыбачить ну ладно это крик души поехали дальше сейчас очень важный вопрос насколько вы хотите обязательно напишите в комментариях чтобы продолжалась эта серия потому что я же говорю книга огромная и это лишь первая ее часть воспоминания сына который полвека провел в тайге охотясь и сохраняя природу так просьба напишите но пяток слов не меньше хотя бы пять слов в комментарии о том что понравилось что не понравилось как вам моя работа ну в общем и целом насколько хочется услышать основное произведение из этой книги который так и называется на ну не что в переводе обозначает четырехглазый так прозвали михаила юнковского за стрельбу который просто не было равных также хочется сказать о том что конечно все книги выходят вот так вот сразу бесплатно и на всех площадках только благодаря вашей поддержке эту книгу очень хорошо поддержал владимир но и ваша поддержка откровенно говоря будет не лишний как минимум чтобы и ваша страничка была в будущих аудиокнигах поддержать очень просто вы можете отправить любую посильную для вас сумму переводом по номеру телефона плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь на сбербанк тиньков яндекс банк юмани кому как удобно перевод по номеру телефона плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь сбербанк тиньков яндекс банк юмани если же вы живете за границей но тем не менее хотите поддержать и думаете что из-за санкций это невозможно нет 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 друзья это очень даже просто поддержать можно абсолютно из любой точки мира для этого существует страничка на бусти и так чтобы поддержать из любой точки мира найдите в браузере или есть отдельное приложение бусти канал на бусти так и называется костя суханов там есть моя фотография с микрофоном она черно-белая и там вы можете зайти поддержать абсолютно из любой точки мира я повторяюсь бусти костя суханов если вы слушали эту книгу на любом официальном ресурсе всего их 10 то внизу в описании обязательно будут ссылки на бусти и номера карт и так далее но если уж нет найдите обязательно основными площадками где выходят все аудиокниги где они абсолютно бесплатны их можно посмотреть в видео варианте послушать в аудио варианте или просто скачать для себя это такие площадки как youtube бусти яндекс дзен рутуб странички и группы в одноклассниках в контакте сайты а книга . орг и книговухи и пожалуйста не забывайте подписываться в телеграм уж там точно не потеряемся ведь все остальные сайты или площадки так или иначе могут уйти канал с аудиокнигами в телеграм где также все бесплатно очень удобно кстати слушать с выключенным экраном телефона называется аудиокниги читают костя суханов есть также беседка чат где мы на связи со слушателями 24 часа 7 дней в неделю называется беседка с актером кости сухановым и так телеграм аудиокниги читают кости суханов канал и чат беседка с актером кости сухановым огромное спасибо всем кто поставил лайк еще громаднее спасибо всем кто написал комментарий ну и просто обнял всей душой каждого кто поделился с друзьями в социальных сетях этой книгой эти книги делаются для хороших людей телефон так сказать для справок и предложений для того чтобы обсудить и заказать поздравления для ваших близких озвучить рекламу или даже озвучить целую книгу этим вы также очень поддержите творчество кости суханова плюс 7 901 715 27 88 он же телеграм он же ватсап с любовью и уважением к слушателю читал актер костя суханов